Привет, смертный! Рада видеть тебя на моём стриме! Располагайся, заваривай чай, укутывайся в плед. Скоро запущу игру. Так... Что? Это не мой канал? Быть не может. Ладно, пойду на свой. Если хочешь, давай со мной. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Бабушка, а где Мизуки? Дима Торзок 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 искать семь цветов осенью. Да, точно. Мне очень нравится. Правда? Но я не могу найти последний, по треню. Наверное, его только в горах можно найти. Может, на перевале Юцудзи? Там растет много цветов. Может, там и найдешь свой цветок? Точно, на перевале Юцудзи. Там и смогу найти. Сестричка такая умная. Не ходи туда. Почему же? А ведь он, скорее всего, там. Там опасно. Правда? Значит, нельзя. Послушай, Мизуки, у меня есть свободное время сегодня. Может, сходим и посмотрим вместе? Правда? Ты мне очень поможешь, если пойдешь со мной. Ура! Эй, а что там? Не видно. Здесь нет. Может, дальше? Сестренка, сюда. Иду. Значит, дальше. Сестренка, быстрее, побежай. Ты такая энергичная, Мизуки. Сестренка, ты там посмотри. А я тут поищу. Хорошо. Патринья, Патринья. Что-то не вижу. Мизуки. 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 Очнись. Мизуки. 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 Мизуки! 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 Не волнуйся, похоже, она лишь соприкоснулась с ним, или же просто испугалась. Я видела черную тень рядом с ней, похожую на силуэт монаха, она Мизуки. Я не смогла защитить ее. Мне кажется, это был Смотрящий. Смотрящий. Если долго на него смотреть, можешь умереть. Осведомлен, значит, вооружен. Нужно быть готовой к встрече с ним. Иначе хребне шлифы. Огляни Смотрящего сверху вниз. Оглянуть? Если испугаешься, то не сможешь защитить Мизуки. Чего ты боишься? Что тебя беспокоит? Подумай как следует. Послушай, Шизоу. Они созданы из тьмы. Ты способна видеть их. Именно поэтому тебе стоит над всем хорошенько подумать. Что означает твоя способность видеть их? Что именно ты можешь видеть? Смотри сверху. Смотри сверху. Чего ты боишься? Что тебя беспокоит? Подумай как следует. Сестренка. Извини за сегодня. Все хорошо. А ты в порядке, Мизуки? Да, мне уже лучше. Я хочу тебя кое о чем попросить. О чем же? Может, поспим? Держась за руки. Хорошо. Твоя рука такая теплая, сестренка. Спокойной ночи, Мизуки. Да. Спокойной ночи, Сестренка. Если испугаешься, не сможешь защитить Мизуки. Сегодня же полнолуние перед осенним равноденствием. Хорошо бы дождик прекратился. Мизуки, скоро завтрак. Иди помогать. Иду. Да у тебя же температура. Наверное, потому что вчера промокла под дождем. Да все в порядке, правда. Вон смотри, сколько риса я ем. Странно. Вспомни-ка, что вчера произошло. Сегодня посиди дома. Я позвоню в школу. Я же после школы. Собиралась по трению поискать. Я сама поищу по трению. Тебе лучше сегодня отдохнуть. Хорошо. Дождь кончился. Отлично. А, Мика! Я скоро вернусь. Только ты никому не говори. Хорошая кошечка. Уф, чуть не попалась. Эх. Патринья произрастает преимущественно в горах. На хорошо освещенных местах. Кажется, придется мне идти в горы. Язык цветов? Не могу найти. Перевал Юцудзи. Там я точно смогу их найти. Не стоит туда ходить. А если я только сбегаю туда и обратно? Ничего же страшного. Мизуки. Это дорога к перевалу Юцудзи. Мизуки. Постой, Мизуки. Мизуки. Я найду Патринья, и бабуля будет счастлива. Где я? Откуда я пришла? Я не знаю. Мизуки. Мизуки. Что? Это? Я видела его. Раньше. Если продолжу смотреть на него, то умру. Что мне делать? Что? Не могу отвести взгляд. Сестренка. Мизуки. Не смотри. Мизуки! 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 Чего ты боишься? Что тебя беспокоит? Подумай как следует. Успокойся. Нечего бояться. Он ведь просто...смотрящий. Огляни его сверху вниз. Смотри на его основание. Смотри вниз. Смотри вниз. Смотри вниз. Смотри вниз. Смотри вниз. Как ты, Мизуки? Сестренка. Я так испугалась. Все уже позади. Патрини. Патрини. Они такие красивые. Мизуки. Мизуки. Ась. Ась. Патрини. 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 Думаю. Думаю, да. Патрини. 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 Мизуки-чан. Аки-чан. Доброго утра вам. И тебе, добрая. Как себя чувствуешь, Аки-чан? Наконец-то выздоровела. Держи. Здесь все, что мы прошли, пока ты болела. Я отметила все, что может встретиться на контрольной. Взгляни. Ух ты. Спасибо большое. Ты сама добродетель, Шизурусама. Да ладно тебе. Из мухи слона делать. Хотела бы я всем помогать, как сестренка. И чтобы мной тоже восхищались. Если подумать, наверное, именно эти мысли и привели меня к Изуну. Странствующий Изуна. Интересно. Подношения и правда пропадают? И правда? Как будто их кто-то ел. Отпечатки зубов. Такие маленькие. На человеческие совсем не похожи. Опять это случилось. Я Амина Сумера Ашихона Микота. Всей счастливый день я сошел на землю, дабы стать для тебя счастливым предзнаменованием. Поклани себя. Если согласишься, то я даже соизволю одолжить свои духовные силы такому низшему существу, как ты. А, оно может быть опасным. Как ты все-таки удачно мимо проходила. Не иди так близко к краю тропинки. Видишь, а я ведь предупреждал. Осталось пять минут. Если закончили, пробегите глазами еще раз. Похоже, у тебя проблемы? Помощь нужна? Вопросы же. Элементарные. Покажи, на какой ответить. Жульничать нехорошо. Да ладно тебе. Вижу же, что ответ узнать хочется. Нет. Ты меня не проведешь. Я просто не могу ответить, используя свои силы. Так что помолчи. Странная ты какая-то. Если вдруг выяснится, что... Да умокнет ты наконец, Хибара-сан. Видите себя потише на контрольной, пожалуйста. Вот ведь какой же он настырный. Прекратите. А то она разозлится. А я ведь так готовилась. Пропали. Что такое, Хисако-чан? Не могу найти ключи. Ключи у нее в пенале. Точно тебе говорю. Точно в пенале. Слушай, а ты в пенале посмотрела? В пенале. Вот они. Ух ты. Ну как тебе? Спасибо, Мизуки. Ты меня прямо спасла. Я и сама не понимаю, как догадалась. Я даже на контрольной не смогла правильно ответить. Темой групповых работ будет культура города Камимино. А самую лучшую работу разместят в городской газете. Ух ты. Я так нервничаю. Потрясающе. Касама, ты прикинь. В газете. Вообще круто. Такатсу. Вообще-то ваши фотографии никто не собирается там размещать. Помолчала бы. Но о чем же будем писать? Как насчет старых складов? Знакомая моей бабушки живет в одном таком. Он просто огромный. Склады же всякие разные бывают. Звучит интересно. Такатсу, Касама, вы как? Вы предложили, вот и занимайтесь. Тогда я пойду узнаю, когда мы сможем с ней поговорить. Нужно просто придумать вопросы. Как все легко, когда в нашей группе такие люди. И как мне повезло с вами работать. А ну не спать. Помогите нам что ли? Я пойду поищу книги о складских помещениях. Если буду упорно работать, то стану как моя сестренка, так ведь? На полке рядом с тобой есть три нужных книги. Что такое? Ты же вроде книги ищешь. Ну да. Ух ты, и правда есть. А с другой стороны еще есть. Сейчас проверим. Откуда так много книг о складких помещениях? Все, что были в библиотеке. Хибара, ты головой-то подумала. Мы же не сможем все прочитать. А я уже все прочитала. Чего? Вот я положила закладки в нужных местах. Осталось только выписать нужное и сопоставить. Ну ты даешь. Ты сегодня прямо лучше всех. Ладно, мне надо серьезно подумать над позой для фотографий в газете. Да ты ни о чем другом и не думал. Ну ты даешь, боже. Тон у тебя какой-то неуважительный. Раз так, говори, что хочешь. Я так и не понял, почему ты согласилась. Жульничать на контроле бесполезно. А вот то, что мы сделали, помогло людям. Все равно не понял. Ты на божество-то не очень-то походишь. Мизуки. Какой милый. Хомячок или какой-то другой детеныш? Что за животное на твоем плече? Поверить не могу, что меня с хомяком равняют. Животное? Взгляни. А, он так выглядит? Приблизительно. Маленький, около 4 сантиметров в высоту. Я не такой округлый. Ну, собственно, уже не важно. Это значит, что ты не бог, а мы как там тебя. Я так и думала. Я думаю, он Изуно. Изуно? Кажется, дедушка что-то рассказывал про него. Таково название нашей силы, но можете так и меня называть. Если не ошибаюсь, вам нужно найти хозяина и помогать по мере возможностей. Именно. Мы выбираем себе хозяев и преданно служим. О, вот как. А никто не против? Разве у тебя нет настоящего хозяина? Мой хозяин отошел в мир иной. Все, кому я служил, разъехались куда-то. Сейчас я скитаюсь в поисках нового хозяина. Скитаешься? Уже долгое время я в поиске. По правде говоря, я устал. Сестренка, можно он побудет с нами до возвращения дедушки? Э? Ну, он не такой уж плохой. Но ведь с нами живет Микки-сан. То есть, если Микки-сан в доме, он не сможет войти? Изуно кошек как огня боится. Кошки едят их. Едят. Полегче, полегче. Но сейчас Микки-сан нет. Думаю, он как обычно вернется через пару дней, но... Пусть тогда побудет с нами до того времени. Я постараюсь, чтобы Микки-сан его не увидел. Ладно. Ты выбрал меня, потому что захотел отдохнуть. Даже слегка приврал, что ты бог. Можешь пока побыть с нами. Отдохни после скитаний. Премного благодарен. Да ладно тебе. Ты хочешь покормить ими Изуно? Да. Мы собираемся вместе выполнить задание. Ведь Изуно может проголодаться. Если возьмешь сведения из этих книг, как раз получишь все необходимое. Ясно. Ура, наконец-то. Хорошо справилась. Ты тоже. Хочешь попробовать немного? Изуно. Очень вкусное. Тогда не откажусь. Впервые ем такую вкуснятину. Это конфетки. Вкусные, правда? Конфе. Хороши. Не знаю, откуда такая дружественная атмосфера появилась. Друзья. Ого. Близкие люди, с которыми можно играть и в случае нужды помочь им. Да, мы друзья. Ты и я. Друзья. Благодаря тебе я смогла так быстро все сделать. Работа нашей группы будет лучше. Вот так. Тогда раз мы друзья, могу подсказать, где можно найти много складов в городе. Вы ведь собираетесь какой-нибудь осмотреть? Ну что поделаешь, сдавать работу надо завтра. Мы не успеем обойти все. Нет нужды беспокоиться. Я могу показать дорогу к ним. Я знаю, о складах все. Правда? Угу. Тебе надо лишь сделать снимки, а я все организую. Не так-то это и сложно. Уверен, твои друзья тоже обрадуются. Конечно. Спрошу у них. Что? Можно нарисовать карту города, а на местах расположения складов поместить их в снимки. Будет здорово. С каких пор ты увлекаешься историей? Помолчал бы. Идея хорошая. Но сдать работу нужно завтра. Столько делать придется. Мы справимся. Я буду задавать вопросы и компоновать их. Отлично, решено. Выдвигаемся после школы. Замечательно. Здесь можно и закончить. Хорошо. Ребята, пойдемте к следующему. Поторопитесь. Быстрее, быстрее. Субтитры создавал. Послушай, Хибара, сколько можно ходить. Сейчас мы идем к самому интересному. Что-то не так? Почему мы остановились? Мизу, ты хочешь сказать, что нам придется идти через него? Такое чувство, словно там что-то. Не волнуйся. Здание как раз по другую сторону туннеля. Ясно. Аж мурашки по коже бегают от этого туннеля. Может, не пойдем? Туннель вправду длинный. Туннель. Послушайте, почему бы не сходить в предыдущее место и побольше расспросить о нем? Мне кажется, лучше поподробнее узнать о каком-то одном. Да, давайте. Да и темнеет уже. А я проголодался. Ни капли смелости нет. Склад так. Прямо перед носом. Но, ведь мы уже столько прошли. Давайте просто пробежим через туннель. Хочешь, иди сама. Верно. В конце концов, ты лишь ради похвалы стараешься. Ты же предложила сделать фотографии. Да что с вами? Я ради вас же взвалила все на себя. Взвалила? На себя? Прекрати переигрывать. Слышать не хочу. Идем домой. Точно. Ничего путного не выходит, когда Хибара переполняет энтузиазм. Пошли домой, Мизуки. Ты выглядишь подавленной. Я все думаю, ради них ли я все делала. Может, я просто хотела, чтобы они меня похвалили. Тебе кажется, что ты неправильно поступила? Возможно, и так. Что скажешь? Почему бы нам вместе не пройти через туннель к тому складу? Уже не важно. Не еди на попятное. Я последую за тобой. В конце концов, ведь я твой друг. Может, заглянем в местечко поближе. Рядом есть прекрасное, малознакомое местечко. Разве ты не понял? Я поссорилась с ними. Из-за тебя. Из-за меня? Да. Все из-за твоей болтовни. Но раз мы друзья... Мы не друзья. Мы не друзья. Мы не друзья. Ми... Ми... Ми-Ки-Сан. Ми-Ки-Сан. Не могу рядом находиться с ним. Спасибо, что позволила быть с тобой. Ты первая, кто назвал меня своим другом. Прощай. Друзья. Не иди так близко. Край тропинки. Помощь нужна? Что такое? Ты же вроде книги. Ты не ищешь. Это значит, что ты не бог, а мя как тебя там. Я так и подумала. Замечательно. Здесь можно и закончить. Хорошо. Сестренка. Я наговорила плохого из Уни. Из-за меня. Я сказала, что поссорилась с друзьями по его вине. Он столько мне рассказал и очень помог. Мы кушали вместе конфетки. Но... 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 Я сказала, что мы не друзья с ним. Извините за вчерашнее. Я слишком увлеклась. Не думаю, что я многим смогу помочь вам. Но я буду стараться. Хибара, у тебя хорошо получается. Если будем работать сообща, все у нас получится. Согласна. Хорошо. У Изуны скверная репутация. Но нельзя сказать, хорошие они или плохие. Они просто помогают людям. Тем самым обнажая пороки человеческой души. Гордыня, тщеславие. Из-за этого у людей столь превратное мнение о Изуне. Угу. Я поняла, сестренка. Теперь... Изуна! Прости. Спасибо тебе. С тобой было так весело. Давай когда-нибудь еще раз поедим конфет. Хочу встретиться с тобой, Изуна, еще раз. Тогда мы сможем подружиться. По-настоящему. КОНЕЦ Что случилось? Прошу. Со страшным лицом. Ты увидела его? Не плачь, Шизуру. Смотри-ка, дедушка тебя на спине прокатит. Хорошо. Ты впервые такое увидела? Нет. Я видела их и раньше, но все остальные говорили, что ничего не видят. Возможно, будет лучше, если я буду присматривать за Шизуру. У вас и своих хлопот хватает, ведь Мизуки недавно родилась. Все обойдется. Даже бабушка согласилась. Не волнуйтесь. Шизуру. Ты видишь вещи, недоступные взору другим. Они не обязательно плохи, но могут удивить или испугать некоторых людей. Поэтому ты не должна говорить посторонним людям о том, что видишь. не переживайте. Что? Что? Не надо. Не надо. Можно. Да, так же. Увидимся. Что? Это твой брат Аки? Да. Как же, его ледня школа в другой стороне. Когда он концентрируется на учебе, то всегда так себя ведет. Кажется, твоему брату тяжело готовиться к вступительным экзаменам. Но это же его финишный рывок. Ничего не поделаешь. Он с головой ушел в учебу. Незримый попутчик. Я же сказал тебе забыть. Судя по тому, что ты сказала, что-то преследует его. Тебе не стоит волноваться. Иногда подобные преследователи даже полезны. Но у меня нехорошее предчувствие. Не имеет значения. Если он ничего не заметил, то все в порядке. Но это же брат Аки. Если я ничего не сделаю, Ну тогда... Почему бы не пересадить эту штуку на меня, а деда изгонит ее? Это же не смерть какая-то. Я не думаю, что оно станет опасным в ближайшее время. А, да шучу, я шучу. Просто шучу. Интересно, сможем ли мы помочь до того, как оно станет неизгоняемым? Вы уже забыли, что я вам тогда говорил. Нельзя шутить с такими вещами. Иногда по неосторожности можно навлечь на себе нечто ужасное. Ну что же тогда делать? Ничего не надо делать. Лучшее, что мы можем сделать, просто ставить его в покое. Как и ты. Я никогда никому не говорю о таких вещах. Но иногда я думаю, что тебе тяжелее, чем мне. Потому что ты можешь видеть подобное. Если бы я была такой, как ты, сестренка, и увидела что-то, что преследует брата моей лучшей подруги, я бы очень сильно переживала. Ты всегда можешь поговорить со мной. О чем угодно, сестренка. Спасибо, Мизуки. Аки. Ты домой? Ого. Кажется, это началось после летних каникул. Именно тогда начались перемены в моем брате. В отличие от меня, мой брат действительно хорош в учебе. С раннего детства он был лучшим в классе. Это же хорошо. Хотела бы я быть такой одаренной, как он. Но у всякого человека есть свои заботы. Кажется, он показал себя на национальном пробном экзамене хуже, чем обычно. После этого мой брат полностью изменился. Он ужинает в своей комнате один. На все мои вопросы одаряет меня молчанием. Все в семье, как на иголках из-за него. Он часто помогал мне с домашними заданиями. Много шутил. Был таким милым. Думаю, у него сильный стресс. Родители уговаривают его. Не переусердствовать с учебой. Но это лишь подливает масло в огонь. Братик, привет. Привет. А, привет. Разве тебе не надо сегодня в летнюю школу? Я не важно себя чувствую, так что позанимаюсь сегодня дома. Не шуми так. Извини, Шизуру. Все хорошо, не волнуйся. Спасибо за сегодня. Сказать по правде, я и не знала, что делать. Мне сложно смириться с тем, что раньше мой брат был таким заботливым, а сейчас превратился в такого безразличного человека. Интересно, он когда-нибудь станет таким, как прежде? Теперь я уже сомневаюсь. Стоит ли все пускать на самотек, как посоветовал деда? Могу ли я помочь Аке? Эй, сестренка, ты чего так рано встал? Извини, я тебя разбудила. Я тебя услышала, когда ты выходила из ванны. Куда собралась? Я пойду на поле к дедушке. Ты же знаешь, он сейчас помогает людям собирать урожай. Да. Я приготовила завтрак. Иди поешь. Я скоро буду. Сестренка. Ушла. Интересно, а что случилось? Деда! Что такое? Что-то беспокоит меня. Ты сказал, что дом, овладевший братом Аки, это нечто, что преследует его, так? Я же сказал, вам не вмешиваться. Действительно, не знаю, что делать. То, что овладело братом Аки, у него большой рваный рот. Я думаю, он стал больше с того раза, когда я впервые увидела его. Есть два типа существ, которые преследуют людей. Первый тип. Нечто, защищающее человека по пути домой, чтобы его не съели другие существа. Второй тип. Съесть человека, если тот оступится и упадет. Оно убьет человека, которого преследуют? Ну, не совсем. Однако, судя по тому, что ты рассказала мне, кажется, что эта штука и вправду стала больше. Что? Возможно, дух уже начал пожирать его сердце. Нет, деда, мы можем хоть что-то сделать, Шизуру. Ты столько всего видела, ты уже должна была кое-что понять. Это очень тонкий вид работы. Если я не оставлю их в покое, они переключат свое внимание на меня. Это усложнит мне работу. Должен существовать баланс между строгостью и небрежностью. И существуют те, кого нельзя изгнать, и те, кого не следует изгонять. Если дух один из тех двоих, то я даже и не подумаю браться за дело. Вряд ли кто-то сможет правильно провести подобный ритуал. Но, не то чтобы я не понимаю, что ты чувствуешь. Ты думаешь, что притворяясь, что ты не видишь духа, преследующего его, тем самым предаешь свою подругу. Ты хочешь разделить с ней свое бремя? Планировала поделиться с подругой. И в итоге перекладываешь все на меня. Тебе не приходится идти на ухищрения, или тренироваться, чтобы видеть их. Когда подобное дело пытаются свалить на меня, мне неприятно. Я хочу, чтобы ты это запомнила. Я вычту это из твоих карманных денег. Что? Плата за изгнание. Ты же этого от меня хочешь, деда. Я думаю, должно получиться. Иногда духи могут даже и уйти сами. Но если ситуация серьезная, я не буду с этим возиться. Даже несмотря на то, что они твои друзья. Хорошо. Шизеру, я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь. Они всегда окружают нас. Все, что мы можем, договориться с ними. Молиться им и просить их уйти. Ты все поняла? Братик, все будет хорошо. Аки, мой дедушка разберется. Хорошо бы. Обстановка в диковинку для тебя, да? Да нет, что вы. Ну и хорошо. Можешь расслабиться. Мой род занятий известен издревле, так что я не слишком привык работать с молодежью. Однако можешь думать об этом, как о некоем виде народной медицины. Я не знаю, что сказала вам моя сестра, но я не болен. Твоя семья все понимает. Им известно о твоих страданиях. Тай беспокоен своими отметками? Значит, вам рассказали? Да. Но я не единственный, кто страдает. Каждый год студентам приходится сталкиваться с подобными проблемами. Ты прав. Но здоровье у тебя сильно пошатнулось. Но я забочусь о своем здоровье. Я говорю об источнике твоих проблем. Твоя жизненная сила истончилась. Рвение, с которым ты относишься к учебе. Ты прикладываешь, чтобы сдать вступительные экзамены. Или получить высокий балл на контрольный. Но ты испуган. Страх взял над тобой контроль. Боязнь совершить ошибку. Боязнь стала объектом насмешек. Сначала ты не задумывался над этим, но вскоре страх овладел. Твоим разумом. Ты, должно быть, думаешь, что это странно. Но ты утратил контроль над своей волей. У тебя нет сил оглянуться по сторонам. Единственное, что занимает твои мысли, как бы справиться с возникшими трудностями. Нам нужно лишь обнаружить источник всех бед. Источник. Однокурсник. Тот, на кого ты смотрел свысока. О, теперь понятно. Его рейтинг. Внезапно возрос. Люди ведут себя так. Все это было невыносимо для тебя. Ты же так усердно занимался. Откуда ты знаешь? Ты поделился с кем-нибудь? А? Мне никто не рассказывал. Я и сам вижу. Но сейчас у меня появился шанс. Пришло время изгнать того, кто крутится подле тебя. В этой масляной лампе используется фитиль. Из цветов фистильи, высушенных в темноте, и масла, семян кунжута. В солнечном и электрическом свете они могут открыться взору людей. При таком свете можно увидеть их. Теперь мне нужно смочить твои веки водой, простоявшей всю ночь в углу и смешанной с соком персика. В записях о деяниях древности сказано, что бога и дзенаги Микота спасло персиковое дерево, поэтому он назвал его Акомидзуми Микота. Ты должен оглянуться позади тебя с огромным ртом. Воззови к нему. Шизуро. Все обойдется. Не волнуйся. Не волнуйся. Оно не причинит тебе вреда. Оно показало свое лицо, лишь когда тебя постигла неудача. Но... Но даже тогда, если бы ты все взвесил, то нашел бы способ справиться. Подобное ему не переносит табачный дым. Конечно. Не потому, что ненавидит сам табак. Это один из способов утихомерить его. Ты ведь видишь его? Так ведь? С самого детства единственное, что мне давалось, так это учеба. Поэтому я все время учился. Даже если друзья звали меня куда-нибудь, я отказывался. Но все равно, хочешь ли ты этого или нет, все равно, в конце концов, ты выбираешь для себя путь и следуешь ему. И это прекрасно. Ты должен быть благодарен, что тебе дарована такая возможность. Но что повергло тебя в сомнения? Я позавидовал. Они могут развлекаться. Кажется, теперь ты приоткрыл глаза. Не переживай, дорога уготованная тебе длинная. Пару стоит устраивать привалы. Но... Позже продолжишь свой путь. Теперь же уберем его с твоего пути. Я смиренно преклоняю колени. Благодарю тебя, что ты следовал за ним. Но теперь... Твоё присутствие угнетает его. Прошу тебя пойти своей дорогой. Вам не придётся больше ждать. Поторопитесь, продолжите свой путь. Ты тоже должен вас звать к нему. Пожалуйста, оставь меня. Он ведь ушёл? Да. Дедушка. А если бы я... Их не видела. То не была бы для Аки такой близкой подругой. Тебе так кажется. Люди поступают так не только из чувства вины. А? Ты всегда была через чушь пессимистична. Твой путь слишком извилист. Держи ухо в астро. Такое в скорости может и тебе попутчиком стать. Сестрёнка. Холодает. Может, пойдём домой? Наверное. Как они, способные видеть незримо, общаться с другими людьми, я пока не решила. Я надеюсь, однажды я найду ответ на свой вопрос. Спасибо, я наелась. Пока. У неё скоро марафон. А тренировки начинаются сегодня. Вот она и волнуется. Правда. Мизуки очень хорошо бегает. И очень хочет занять первое место. Водка. Мизуки-ча, удачи в школе. Увидимся позже. Ты всегда такая энергичная и улыбчивая. Все постоянно говорят, что ты всегда улыбаешься, Мизуки. Что, правда? Никогда и не замечала. Усмешка тьмы. Всем привет. Хибара, ты же вчера должна была прибраться в классе. А сама домой убежала. Ты что, просто забыла? А вам пришлось за меня убираться, да? Ого, ого. Ну, простите, пожалуйста. В следующий раз не забывай. В следующий раз я за вас обязательно уберусь. Хорошо? Мне правда жаль. Хорошо, извиняешься. Ничего страшного. Старайся быть не такой забывчивой. Да я сама удивляюсь, как забыла-то. Может, по глупости природной. Ну, знаешь, чья бы корова мычала? Такатсу. Ка, в точку. Хибара, в точку. Эй, Касама. Ты чего это с ней соглашаешься? Хибара-сан. С добрым утром, Ииды-сан. Хибара-сан, ты думаешь, что можно вот так посмеяться и избежать ответственности? Чего это с ней? Без понятия. Иида и правда грубоватая. Не обращай внимания, Мизуки. Хорошо. Ой, как мне нравится. Прелесть. Мне тоже. А какая поза для штуки? А, просто класс. Поднимают руки и ноги одновременно. Умереть со смеху. Что такое? А, ничего. А, что случилось, Мизуки? Все хорошо. Я ничего не вижу. Правда? Ага. Ты думала, что в тебя кто-то вселился и поэтому не заходила? Да. Я так рада. Я была уверена, что в меня вселились. Но если ты ничего не видишь, то все точно в порядке. Эй, эй. А что у нас на обед? Ммм. Чего бы приготовить? Я хочу карри, карри. Мизуки, покажи мне свой защитный амулет. А? Порвался. Я так и думал. Амулет рвется каждый раз, когда отводят беду. Это значит, ты должна лучше следить за ними. Поняла? Да. Но раз он порвался, значит, защитил Мизуки. Все обошлось. В тебя никто не вселился. А вот тут я не знаю. Деда, вам обеим придется жить под защитой амулетов. Так что привыкайте. Почините его сами. А? 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 Сегодня нет тренировки перед марафоном. Пойду-ка проверю. Мизуки! Вставай, а то опоздаешь. Я уже не сплю. Я вообще не смогла уснуть. Вы сегодня вместе? Удачного дня, девочки. Увидимся. Увидимся. А? Мизуки Чен, ты не приболела? Или спала слишком долго? Да нет, быть не может. Не обращай внимания, шучу я. Немного подумайте и обсудите следующие три темы. Еда, сон, а, и игры. Заткнись, достал. Мизуки. Эй, ты. Я тебе уже столько всего насоветовала. Почему это без чернил? Прости. Не смешно. Я их не слышу, поэтому точно сказать не могу. Кажется, словно они надо мной смеются. А еще, кажется, что их все больше и больше. Во-во. А я их ненавижу. Это-то и бесит. Ты когда-нибудь слышала о смехе Тенгу? Смех Тенгу? История об одной горной деревеньке, в окрестностях которой раздался очень громкий хохот. Интересно, есть ли связь? Без понятия. Но мы не в горах, но это похоже на... Смех, раздающийся с небес. Исчез бы он поскорее. Ай! Теперь, когда на дому смеются... Не знаю, смогу ли я когда-нибудь рассмеяться. Завтра уже марафон. Ничего не охота. Вот бы дождь завтра пошел. Хотя я в этом и сомневаюсь. А ты не переживай, Мизуки. Ты шустрый. Так что первое место тебе обеспечено. Надеюсь. Не бывать этому. Что? Я не проиграю тебе, Хибара-сан. Иидо-сан. Давай обе постараемся. Хорошо? Твой смех на мне не работает. Что еще такое? Что? Так это они? Я подумала, опять тот смех вернулся. А ну не смейтесь так громко. Только нервы портят. Не волнуйся ты так насчет Ииды-сан. А, да, я и не волнуюсь. Последнее время. Кажется, что у тебя плохое настроение. Правда? Ты, наверное, привлекла их своим смехом. Если так и дальше пойдет, то раскиснешь. И не сможешь завтра бежать. Выглядит, как будто у тебя тик на лице. Я просто не могу больше смеяться. Интересно. А если я сильно над кем-нибудь посмеюсь, они уйдут? Мизуки, не надо такого делать. Шутка, просто шутка. Просто они уже так достали, что такие мысли сами по себе появляются. Но я уже поняла, как плохо, когда над тобой смеются. Я всегда думала, что смех и веселье одно и то же. Ты ведь всегда смеешься, когда происходит что-то веселое. Да. А ты разве нет, сестра? Но у меня все по-другому. Смех бывает разным. Когда мне грустно или тяжело, я иногда смеюсь без причины. Пытаюсь смехом прогнать проблемы. Ах да, некоторые в школе говорят, что иногда я смеюсь над своими проблемами. Тоже прогоняешь их смехом. Может, то, что вселилось в тебя, точно такой же, Мизуки? Что ты имеешь в виду? Может, с ним случилось что-то плохое, и оно пытается почувствовать себя лучше, смеясь над другим человеком. Ты как думаешь? Если оно существует только для того, чтобы смеяться над другим, то мне жаль его. Если оно существует только для того, чтобы смеяться над другим, то мне жаль его. Но ведь... Но не могу я такое жалеть. Жалко, что дождика не будет. Что с тобой? Ты какая-то понурая, Мизуки. Да нет, просто немного нервничаю. Хибара-сан! Я не проиграю в сегодняшнем забеге. Я тоже не хочу проигрывать. Иидо-сан, покажем, на что способны. На старт. Внимание! Должно быть смятение. Смятение? Так вот, что преследует Мизуки. То, что навлекает неприятности, рождает тревогу и обеспокоенность. Когда человек смеется, они так поступают, потому что не хотят быть осмеянными. Люди всегда переживают, когда наступают невзгоды. Попытки отогнать прочь сомнения, они смеются. Но чем больше человек смеется, тем больше эти создания становятся. Так значит, они лишь скопища наших переживаний. Возможно. В одной старой истории говорится, в древнем Китае жил мужчина, звали его Путэй. Однажды столкнулся он с созданием, о существовании которого никто не подозревал. Поэтому Путэй пошел спросить совета у мудрого Тоза Саку. И мудрец ответил, «Они рождены, питаемые скопищем переживаний. Они могут находиться там, где, возможно, страдали невинные люди. Если хочешь освободиться, потопи свою горечь, Саке». Саке используется во многих ритуалах при изгнании, но тогда Саке помогала развеивать беспокойство и позволила людям забывать о невзгодах. Саке развеяла беспокойство. Но как Мизуки совладает со своими переживаниями? Ида сам. Служновато, когда она рядом бежит. Если сейчас ускорится, быстрее устанешь. Поэтому я бегу рядом с ней. С чего вы вдруг так расшумелись? Можно было бы и потише. Сбавила ты? Отлично. Кошмар. Прекратите смеяться. Кошмар. Кошмар. Что происходит? Я не проиграю. Я не проиграю. Я не проиграю. Я не проиграю. Я обдуваю. Хочу, чтобы он постоянно сопровождал меня. Если подумать, разве оно меня раздражает? Сейчас уже не важно. Существует столько поводов для переживаний. Со многими переживаниями, человеку можно помочь справиться. Достаточно расслабиться с алкоголем. Ν route домой. Сущеитandal. Всё, бойитесь. Всё. Поехали. Иногда я поговорю перед каким-то штатом. Хибара-сан, на следующий год я приду первой. Что? Ты что-то сказала, Ида-сан? Ты немного странная, Хибара-сан. Какие вкусные пирожные. Можно еще одну, сестренку? Конечно. Значит, их смех ты больше не слышишь? Угу. Когда я бежала, внезапно они перестали смеяться. Но Мизуки не пила асаке. Почему же они исчезли? Что-то почувствовала во время марафона. На душе стало очень хорошо. От пробежки у нее на душе полегчало, поэтому переживания ушли сами по себе. Во время бега вырабатываются вещества, которые действуют на человека, как алкоголь. Действуют как алкоголь? Не понимаю, о чем ты? Я счастлива, ведь они перестали смеяться. Верно. Да, кстати, можно еще одну? Конечно. Конечно, но аппетит перебьешь. Да ладно тебе. Твои пирожные такие вкусные, что не могу держаться. Мне приятно, когда ты говоришь, что приготовленные мной пирожные вкусные. Я счастлива от того, что могу порадовать тебя своими пирожными. Ой, прости. Не могу точнее выразиться. Из-за разных причин мы улыбаемся или смеемся. Просто хотела сказать, что не стоит думать о таких вещах превратно. Но забавно наблюдать за тобой, когда ты рассуждаешь. Не говори так. Обидно же. Сестренка сказала, что смеемся мы из-за разных причин. Но лучше всего смеяться от души. Что-то в последнее время постоянно дождь идет. Что-то я уже не могу вспомнить, когда было ясно. Сколько уже лет. Тоску нагоняет. Точно. И сколько он еще будет лить. Что за египетный снег. Я верну вам солнце. В аккурат к воскресенью. Неужели? Именно. Я призову хорошую погоду. И будет вам солнце. В аккурат к воскресенью. Неужели? Именно. По мне, так пусть льет дождь. Но ведь он испортит все выходные. Да нет. Пусть льет. Хоть всю вечность. Но ведь у бейсбольного клуба игра с командой средней школы не нами. Ага. Это ведь... Такой шанс отыграться. А что такого? Я просто... Дождь. Как так? Така наша. Вот я, между прочим. Жду не дождусь воскресенья. А Мацунага? Как бы там ни было. Уж извини, така наша. Но воскресенье будет солнечно. А? Ах... С чего это вдруг? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ты не слышал? Я наколду в хорошую погоду. Вот как. Ну ты тогда поторопись. Дурачок. Вот когда сильно нужно будет, тогда и буду действовать. Так ведь, Шизуро. Я ведь смогу. Ах... А ты, прогноз, слышала? Ты уже свиньи, но обещают дождливую погоду. А я синоптикам не верю. Ну так что? Скажем, будет солнечно. Тогда моя взяла. Будем спорить на желание. Коли нет, тогда наоборот. Как хочешь. Все равно пойдет дождь. Отлично. Уговор в силе. Надеюсь, она не проиграет. Придумала же такое. Ах, не забывай. Боже, волноваться. Сейчас ведь дождь кончится, а в воскресенье будет солнечно. Финни, ты уверена? О чем речь? А сегодня мы смастерим солнечного монаха. Ну... Быстрый поворот событий. В смысле? Давайте на чистоту. Вы в меня верите? Да. Отлично. Теперь точно будет солнечно. Таканаша. Эй. Ага, сбегаешь? Мацунага, ты бы полегче с ним. А что такое? На прошлой игре с командой, из средней школы минами, он был за подающего. В общем, мы проиграли. Из нашей команды ушли все старшеклассники, чтобы готовиться к выпускным. И все пришли за нас поболеть. Семпай-татти мы не видели. Он решил, что это его вина, и полностью раскисся. Вот я и прошу, полегче вас не. Так вот, что случилось. Всего-то. Глупости какие. Неправда. Мне кажется, он очень хочет взять реванш. Он постоянно тренируется в одиночку. Поэтому... Вот кто-то сходится. Хотела спросить, Фуми, а почему ты с таким нетерпением ждешь воскресенье? Хочу знать. Между прочим, в соседнем городе будет проводиться фестиваль. Фестиваль? Ага. Я просто так нетерпением сгораю. Так вот почему. Ты столько солнышек монахов сделала. Спасибо, что помогаете мне. А вот Шина совсем не прониклась. Молись, не молись, погода от этого не изменится. Неужели ты думаешь, что она изменится за своей прихоти? Так и сказала. Поэтому я попросила вас помочь. Прямо в стиле Шина. Но все же, Шина тоже внесет свою лепту. Наверное. Изменится из-за твоей прихоти. Но если подумать, она права. Кто-то будет просить солнца, а кому и дождь подавай. Как зарядила. Ну зачем ты так? Нельзя же в классе играть с мячом. Ну, ты же девочка Мизуки. И как ты ухитрилась, так удариться. Щипет. Но я еще даже не начала. Потерпи немного. Ты только подуй, хорошо. Теперь уж потерпи. Щипет. Щипет. Но я же просила. Прости, прости. Ну вот я и закончила. Спасибо. Но как так получилось? Что-то ударилось. Такатсу и Касаму так сильно кидают. Мне тоже так захотелось. Такатсу занимается бейсболом? Да. Еще с младшей школы ему хотелось пойти на бейсбол. Правда? В воскресенье наша школа играет со средней школы Минами. Такатсу, да и многие другие хотят сходить посмотреть. Но хотят, не хотят, не в этом дело. Но вот интересно, дождь так и будет лить? Мое оружие против дождя готово. С ним обязательно будет съесть солнце. Сегодня я была в гостях у Фуни. Мы делали солнечных монахов, чтобы в воскресенье было солнышко. Правда? А что, если и правда будет солнечным, может придешь посмотреть на игру? Можно было бы. Тогда пошли вместе, я объясню тебе правила в бейсболе. Буду признательна. Жду, не дождусь воскресенья. Сработают ли солнечные монахи против дождя? Точно. Давай тоже сделаем. Поможешь мне, сестренка? Как? Снова? Снова? Еще? На прошлой игре со школой Минами И полностью раскис Мне кажется, он очень хочет взять реванш Постоянно тренируется в одиночку Фуми-чан Фуми-чан Что-то Фуми сама и своя Тише воды Ну уж, прости Что-то случилось? Нет, ничего не понимаю Так она же сказала, что хочет дождливую погоду А между тем, все время тренируется в одиночку Он должен показать, на что способен Будь я на его месте, я бы так и поступила Не понимаю Ему же лучше, если воскресенье выдастся солнечным Ну, что скажете? Я что, ты не так сказала? Просто не ожидала от тебя И чего же ты не ожидала? На моей памяти ты первый раз переживаешь за кого-то, Фуми Верно Я просто поражена Что? В смысле? По вашим словам, так я законченная эгоистка А разве нет? В смысле? Ну ты сама подумай Покупаешь колокольчики, которые приносят счастье владельцам Браслеты, которые приносят материальные благополучия Тапочки, приносящие удачу Ты только для себя желаешь Точно-точно И то, что ты просишь хорошие погоды ради Токанаши Сегодня мы заметили твою другую сторону Точно-точно Я знаю, что вы меня похвалили, но... Как-то тоскали он на душу от ваших слов Ну и что? Мы же похвалили тебя Именно Салют Токанаши На тренировку собираешься? Нелегко, наверное, каждый день-то Ну да Держи Дарю Ты ведь в глубине души Хочешь солнечную погоду С чего ты взяла? Толорно тебе Коли дарят, не отказывайся Да ну тебе По мне, пусть лучше не дождь Ага И для этого ты столько тренируешься? Ты думаешь, чтобы победить Надо только тренироваться? Не все желания становятся яркими Толорно тебе Не все желания становятся яркими Стоит лишь сильно пожелать Держи Держи Что случилось с Фуми? А? Шизо Совсем что-то приуныло Но есть немного Теперь мне уже кажется Что повлиять на погоду я не смогу Ну так хочется солнечного дня А знаешь, у меня на примете хороший способ Хочешь попробовать? Подвесить головой вниз Угу Но если верить приметам Так вызывает дождь Мне рассказывали Что солнечных монахов делают еще с эпохи Эда И тогда их подвешивали головой вниз Правда? Угу Песенка солнечного монаха Состоит из трех куплетов В первых двух поется о том Что солнечному монаху Нужно подарить золотые колокольчики Эли Сакэ Чтобы он был в добром расположении Что делать, если он упрямится? Говорится в третьем Что же делать? Кое-что, что настроит его на рабочий лад Хотя мне его жалко Чего же мы ждем? Как-то Что надо? Спасибо тебе, Шизо Мне уже полегчало Правда? Хорошо, что тебе помогло, Фуми Я не останавливаюсь на достигнутом Никогда Никогда Победу-ка я домой Надо попробовать Ты уж постарайся Мне? Иди! Повисите так, пока солнышко не взойдет В ваших же интересах позвать солнце Вся надежда на вас Голосам не верю У меня правда получилось Ура! Так а наши Салют, с добрым утром Пришла позлорадствовать Ну ясное дело Держи, тебе Солнечные монахи После игры Пусти в потечение со всеми почестями С чего это вдруг? Моя взяла Ты справишься Ну я поехала Покажи всем, на что ты способен Столько тренироваться Не письме, радуйся жизни Счастливо Пока-пока Как ты мне пожелала По годы что надо Сестренка, уже начинают Желаем удачи Начали Эй, подающий Подари нам победу, как в прошлый раз Очень просим А ну прекратите Не все желания Становятся явью Стоит лишь сильно пожелать Не тисни Радуйся жизни Эй, удалось позвать солнца Страна Вперед Так держать Промах Аутбьющему Замечательная была игра Ого Ты, Канаша Так играет Я тоже хочу пойти на бейсбурь И там Салют Фуми Ты не была на игре? Я же говорила, что поеду на фестиваль Разве? Ты сейчас с него возвращаешься? Ого Я столько снимков сделала Отдам пленку на проявку Понравился фестиваль? Очень Столько интересного Мне даже удалось нести святыню Когда сделаю фотографии Обязательно покажу Спасибо Но Все благодаря тебе, Шизру Благодаря тебе Благодарю тебя Ты помогла сохранить мою репутацию Вестника солнца Я и своим детям расскажу Ну что ты, не стоит Пока Фуми Разве ты не хочешь узнать, как сыграли? Если уж Вестник солнца болеет за команду Проиграть они точно не могут Кажется, нашей Вестнице солнца Удалось не только позвать солнца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нам заглянул человек С чемоданом в руках Извините Это дом семьи Хибара? Верно Меня зовут Савада Я звонил вам пару дней назад А, спасибо, что приехали А ты ее много ли кладешь? В самый раз Удержала Наш гость приехал издалека Так что надо его накормить И снова удержала Вот оно Касаран-пасаран Разрешите? Угощайтесь Благодарю Или свои печенья Тоже попробуйте Простите Я подумала Чем больше, тем лучше Не везет мне в последнее время А что это такое? Это Касаран-пасаран Касаран-пасаран? Как люди стали называть эти пушинки Много лет назад? Что-то вроде Тенсара-пасаран Или комка лисии шерсти Если хорошо о них заботиться То они даже могут размножаться Так они живые? Он один из детей тех О ком я забочусь Если сможете его вырастить Тогда удача будет сопутствовать вам Люди даже говорят Что если положить его в шкаф с одеждой То через некоторое время Одежда там прибавится Правда? Хорошая штука Вообще-то Я думала Отдать его кому-нибудь Из своей деревни Кому действительно нужна хорошая удача Я походил, поспрашивал Но Кажется, никто в деревне не понимает Что это такое Мне все равно, кому вы его отдадите Главное, чтобы о нем заботились Пожалуйста, найдите кого-нибудь М credit О-о-о-о-о-о-о-о-о-оo-о-о-о-о-о-о Каленький какой Нет, Микки-сан Он очень-очень ценный Деда Прости, пожалуйста Я вовсе не хотела входить в твою комнату Просто хотелось еще раз взглянуть на него Хочешь его вырастить? А можно? Если будешь хорошо о нем забудеться, то бери И старайся не показывать его каждому встречному Иначе твоя удача кончится Поняла? Вот, возьмите пудру Спасибо Немного старая, но я слышала, что цветная или ароматизированная пудра не подходит Да? Он очень нежный Мизуки, покорми его Угу Кушает Какой милый Ого Опять, Микки-сан Прекрати Вот именно Если он будет недоволен, то удачи мне не видать Продолжишь, рассержусь А он точно удачу принесет? Конечно Я чувствую Ах да Мне звонила Чудоса Сказала, что они приедут на выходные Видишь, уже что-то хорошее Ты права Опаздывала Наша учительница еще не пришла? Извините Опоздала Как вовремя Хибара-сан Все в порядке? Ах, конечно, конечно Наверное, посаран-посаран помог Ура Карри и пудинг Как повезло с обедом Есть еще один пудинг Кто-нибудь хочет? Мне Мне, 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 мне Итак Все готовы? Погоди Столько человек и все пудинга захотели Да и в камень ножницы бумагу мне не везет Все, я готов И я пудинг мой Что же выбрать? Тебе не победить Тебе не победить, Хибара Все время вышло Начинаем Душ поняла Камень ножницы бумага Камень ножницы бумага С сегодняшнего дня Со мной будет случаться много хорошего Да ну Почему же? Скажу, если никому не проболтаетесь Я выращиваю талисман удачи Выращиваешь? Зверушку? Ну, скорее комочек шерсти Который ведет себя словно зверушка Говорят, если позаботиться о нем Удача будет сопутствовать тебе Вроде четырехлесного клевера Ну, не совсем И как выглядит комочек? Какой же на него? Что это? Цветок чертополоха А вдруг оно и правда работает? Надеюсь Ух ты! Как красиво! Потрясающе! Ну вот Случилось Что-то хорошее Ага Я же вам говорила Класс Я тоже хочу вырастить Такого пушистика И я Его зовут Косаран-Посаран Косаран-Посаран? А еще он может размножаться Если у моего будут дети Я подарю вам Ух ты! Косаран-Посаран Принесет мне большую удачу Все Когда же мамы с папой приедут Но, наверное, не стоит маме рассказывать о нём. Мизуки! Наша соседка Кейко пришла! Иду! Ах, какие орехи-то большие! Я слышала, завтра приезжают ваши родители. Может, захотите вместе поесть рису с орехами? Ура! Снова что-то хорошее! Спасибо вам, Кейко-сан! Спасибо большое! Ну что вы? Ах, да! Я вам позже! Дам кое-что взамен, Кейко-сан! Ах, да ладно вам! Нет-нет, обязательно подарю! То, что принесёт вам много-много радости, Кейко-сан! Вы только подождите! Правда? Ну, спасибо! И здесь, наверное, Кейко-саран пособил! Спасибо! Кейко-саран! Шизуру, Мизуке! Ну как вы тут? Долго же вы добирались! Я уже устала ждать! Прости, прости! Ладно? А вот и ваши подарки! Спасибо! Спасибо, мам! Расчёска! Красивая! Носите её с собой постоянно! Вы же всё-таки девочки! Мам! Глянь, хорошо как смотрится, когда причёсана! Сестрёнка, не щекочи! Шизуру научить её ухаживать за волосами! Пойду-ка приготовлю рису с орехами! Ура! Обожаю твой рис с орехами, мам! Мама так вкусно готовит рис с орехами! Мизуке, не спеши! Не торопись, когда кушаешь! И правда, не убежит же рис от тебя! Но он ей сильно нравится! Ага! Вот и славно, Мизуке! Сейчас удача не обходит меня стороной! Я успела! Аккуратно до начала урока съела два подинка, потому что выиграла в камень-ножницы-бумагу, а сейчас кушу мой любимый рис с орехами! Вот и хорошо, сколько хорошего случилось! И всё благодаря Касаран-Пасарану! Касаран-Пасаран? Ну, то есть... Где-то уже доводилось слышать... А, вспомнил, раньше все хотели растить таких пушистиков! Мизуке как раз одного воспитывает! О, как замечательно! Покажи что-нибудь папе! Но его нельзя показывать другим! Правда, жалко! А одним глазком... Мизуке! Не разговаривай во время еды! Дорогой, и ты тоже! Кажется, мама разозлилась, Мизуке! Ха-ха-ха! Мама мне чуточки не изменилась Тут уж ничего не поделаешь Она просто переживает за нас Она хочет огородить нас Маме не нравится, когда речь заходит о таких существах Я все знаю Просто грустно на душе Он хороший Ты права Думаешь, мама разозлится, если я подарю ей детеныша Касаран Пасарана? Не думаю, что разозлится Я хочу, чтобы мама была счастлива И тогда непременно Я хочу, чтобы мама была счастлива Папа, прекрати забивать им голову всякими глупостями Его называют Тенсара Басара Учитывая произошедшее, я решил попридержать его до сих пор Он чем-то напоминает воспитанника Мизуки Вам стоит взять Тем более глаза он мозолить не будет Взгляните Что он напоминает тебе? Хвостик небольшого животного В природе такая не редкость Маленькие животные зачастую беззащитны Тот, что у Мизуки Похож на окутанные пухом семена Ива Илья Катанный комочек шерсти Немного напоминает мех, который основательно пожевали Да много чего можно придумать Да уж точно С ним связаны самые дорогие воспоминания о его владельце Ее дом был разрушен во время войны в поисках приюта С ребенком на руках она направилась в местный храм И по пути обнаружила это создание Потом подкормила его мукой из своих последних запасов Тогда все голодали Однако к ней пришли силы Неужели? До самой смерти она оберегала его Однако Ее ребенок ничего не знал об этом существе И ее муж не знал, как с ним обращаться Поэтому отдал его своему другу А этот друг передал его мне Папа, о чем ты? История из рук вон выходящая Обрати внимание Неужели? Невелика разница Какие-то причины или события Приводят к рождению таких существ Как Касаран-Пасаран или Тензара-Басара Тех же причин мы не знаем Мы можем лишь судить о том, что видим Если судить о чем-то, лишь по обложке Общей картины нельзя представить Но девочки смогут узнать природу вещей Я пытаюсь донести до них как раз то Что необходимо знать природу вещей Чтобы сложилась общая картина Они смогут понять и вырасти в какой-то пучок волос Я беспокоюсь лишь о том, что в будущем они будут слишком рассчитывать на подобное Читоса, детей разбудишь Неужели мама ругается с дедушкой? Девочки, лишь немного более чувствительны, чем другие дети Прекрати забивать им головы рассказами о приманивании удачи и призраков Читоса, здесь нет ничего страшного Детям всегда интересны подобные рассказы Я же хочу, чтобы они жили обычной нормальной жизнью Разве я не права? Читоса, не держи их на привязи Нужно дать им больше свободы Папа, не равняй моих детей с теми, кто обращается к тебе, Читоса Мизуки Шизуру не робкого десятка И папа прежде всего думает о них Правда, Читоса Я понимаю Я хотела, чтобы они росли у вас Потому как здесь все же спокойнее Я благодарна тебе, папа, за все, что ты делаешь Не бери в голову Как бы мы ни старались, придется подождать Сейчас нет повода для беспокойства Мизуки, вставай Доброе утро А сколько сейчас времени? Папа с мамой уехали Там, как им надо уже на работу Как так? Почему ты меня не разбудила, сестренка? Я пыталась тебя разбудить Но ты не хотела просыпаться Но ты не думаешь, что ты не пришел? Ты не пришел? Я не пришел? Я пришел? Субтитры делал DimaTorzok Может, прогуляешься со мной? Во время прогулки как раз и поговорим Так высоко Прекрасная панорама окрестностей Мизуки, тебе понравилось ухаживать за ним? Да Если же так, тогда он справился со своей задачей Почему не поделиться удачей с кем-нибудь другим? Приятный ветерок подул Пусть его унесет ветер Попрощайся с ним Запомни, как тебе было интересно Заботиться о ком-то Прости Я правда хотела и дальше о тебе заботиться С возвращением Мизуки Мама звонила Сказано, что, скорее всего, они приедут на следующих выходных Как же здорово Угу Спасибо тебе Касаран, Касаран Какая холодина Ветер просто ледяной А ты тепло делась? Хисака-чан Точно Мой любимый шарфик Очень тепленький Классно Люди зачастую многое не замечают В окружающем мире Порой наша невнимательность Может привести к весьма неприятным последствиям Я толпа А, Хисака-чан Хисака-чан Что с ней такое? Привет Ю-чан Мизуки С добрым утром Что-то случилось? Какая-то ты понурая Да нет, все хорошо Хисака-чан Ой, нет Мизуки Извините Я кое-что дома забыла Забегу забрать Наверное, где-то рядом С дорогой лежит Недавно умершее животное Я по ней постоянно хожу Так что уже могла привыкнуть, но А ведь уже не раз в меня вселялись духи Это ощущение мне знакомо Что это было? А что там дальше по дорожке? День сегодня как-то не задался Ну, похоже, ничего серьезного Думаю, в этот раз Все обошлось Думаю, после обеда Можно посостязаться между классами В выжигалку Последние пять мы продули Так что сейчас Надо постараться Да уж Нравятся же ему такие игры Подает Энамото кидает Будь здоров О, нехорошо Вы уж простите Но у вас только двое осталось Постарайтесь поймать мяч Хисаха, обернись Поймала Вперед, Хибара Контр-атака Бери, Намото Бери, Кисинамото Класс Битвы между лучшими игроками классов Они оба хороши Ага, ага Хорошо играешь Хибара Ты тоже, Намото Похоже, придется доиграть завтра Ага Что это было? Такое чувство, будто что-то Обернулось вокруг шеи И не дает пошевелиться Может, пойдем домашку сделаем? Ага, давайте Но, Мизуфи, ничего страшного Если ты не сразу домой пойдешь Твой дедушка не рассердится? Ничего, ничего Деда уехал по делам на пару дней Отлично Пойдемте, Кисако-чен Ко мне? До него ближе всего Ты не против? Думаю, можно Тогда решено Пойдемте сначала что-нибудь перекусить купим Ну ты даешь, Мизуки Троем домашку делать гораздо проще А то Хисака Пришел, Анамото-кун Сейчас вернусь Интересно, почему Анамото пришел? Ты не в курсе, Мизуки? Анамото-кун и Хисако-чен Друзья детства Ходили в один детский сад Вот оно как Ура! Двадцать одна победа подряд С тобой невозможно состязаться Хисако-чен Что случилось? А, да нет Пойду еще сока принесу Она плакала? Мне тоже так показалось Может она поссорилась с Анамото-куном Но они всегда хорошо ладили Что такое? Нет, нет ничего Уже поздно Может пойдем по домам? Да, пора уже Что все-таки за штука на моей шее? Может быть Мизуки Ты хотела поговорить? С тобой что-то случилось? С чего вдруг? Но ведь В последнее время Ходишь понурая Да нет, что ты Правда? Да Исако-чен Так ничего мне не рассказала Что это такое? Сестренка! Какие сильные отметины Болят? Вообще-то нет Но вот откуда они? Раненых змей Видела? Змей? Не видела, но Змея? Сорвать, я не могу змей Так все-таки Змеи ты не припоминаешь? Нет А не помнишь? Где к тебе прицепилась? Возможно Когда я решила Перед школой прогуляться Я почти ничего не чувствую Понятно Возможно Возможно Если бы ты сильнее Его ощутила То я бы Четче его увидела На что он похож? Что-то полупрозрачное Обвелось Вокруг твоей шеи По форме На шарфик похож Шарф? Что-то припоминаешь? Шарф Хисако-чан Сегодня утром Не надела Свой любимый шарф Пока дедушка Не придет Не ходи той же дорогой Ничего не чувствую. Ну как-то не по себе. Что такое, Мизуки? Шея затекла? Ну можно и так сказать. Хисако-чен, а где твой шарфик? Вчера ты его не надевала. Неужели потеряла? Я не стала надевать. Опять так же. Если вспомнить, всё началось дома у Хисако Чен. Неужели есть какая-то связь с Хисако Чен? Почему Хисако не весёлая? Да. Она потеряла свой шарфик. Так и знала, что потеряла. Я подарил его два года назад. Похоже, ей он очень нравился. Она на минутку отвлеклась и оставила шарфик на скамейке, и кто-то забрал его. Я говорил ей не переживать. Всё напрасно. Тогда я сказал, что сам посмотрю. А когда не нашёл, она расплакалась. Ох уж эти девушки. Надоело уже. А всё потому, что она очень дорожила этим шарфиком. Так значит... Исако... Пора бы уже подумать о новом шарфе. Нет, нет. Круглый шарфик не подойдёт. Почему же? Но ведь не ты его подаришь, Анамото. Что-то я не понял. А не важно. Ты о чём? Чудачка-то Хибара. Кто бы говорил. Шарфик? А вовсе не змея. Понятно. Но столько историй, где вещи превращались в нечто похожее на змей. Вещи впитывали какие-то эмоции хозяев. Кажется... Их называют Ятоба. Ятоба? Лучше всё-таки посоветоваться с дедушкой, когда он вернётся. Наверное. Мизуки... Ты знаешь, что ты не змея, но в одиночку такую проблему не решить. Я понимаю. Привет, Хисако-чен. Привет. Хисако-чен. Я слышала, ты свой любимый шарфик потеряла. Энамото рассказал. Сказал, что ты забыла его в парке. Давай поищем его ещё раз. Мне помощи от тебя не нужно. Забудь. Тебе не нужно его искать. Хисако-чен. Я сама его найду. Не лезь ко мне. Хисако-чен. Может, сама поискать? Но ведь... Ведь ты и знаешь, что это не змея. Но в одиночку такую проблему не решить. Что же делать? Я не найду шарфик. Не смогу освободиться. Мне кажется, стоит отправиться на поиски. Одна я не смогу пойти. Хисако-чен, не могу сказать. Сестрёнка! А, ты вернулась, Мизуки. Шизару задержится. Ей нужно в библиотеку зайти. Что такое? Ты так запыхалась. Что-то случилось? С выбора нет. Вперёд! Анамото! А, Хибара! Ты как раз вовремя. Давай закончим прошлую игру. Ты правда видела её шарф? Вроде. Тогда скажи, Хисако. Хорошо получится, если мне просто показалось. А, ну да. Анамото, помнишь, что я говорила? Если что-нибудь случится, беги за помощью. В смысле, что-нибудь? Ну, что-нибудь. Не понял я. Чего встала? Идём. Эй, ты вообще как? Нормально. Чудачка. Справлюсь. Я не боюсь. Здесь нет змей. Просто шарфик. Я сама его найду. Может, правда, чувства Хисако как-то передались шарфом? Нет. Не может быть такого. Хибара, что такое? Ничего особенного. До конца дорожки? Я должна найти. А может, всё-таки вернуться? Я поверну и... Эй, Хибара! Меня-то подожди! Мои ноги сами меня несут! Не могу остановиться! Подожди, Хибара! ЗМИЯ! Боюсь! Сестрёнка! Дедушка! Нет! Я смогу! Я смогу! Ты что такое? Как сиганула? Не угонишься за тобой. Извини. Ну так, где шарф? Вот же он! Простите! Хорошо, что мы успели. Спасибо вам. Ну вот, опять слёзы. Простите. Скажи спасибо Хибаре, ведь она нашла его. Пока. Спасибо тебе, Мизуке. Мне подарили его на день рождения. Ясненько. Послушай, Исака-чан. Неужели тебе и на моды нравятся? Вот неправда. Ой, да я всё про тебя знаю. Ножечко. Только Ю-чан не говорит. Только вот Ю-чан давно уже знает. Прости меня. За что? Что сказала, что мне твоей помощи не нужно, Мизуке. Я видела, как ты с Аномото так мило болтала. И подумала. Что он тоже тебе нравится. Правда, правда. Прости меня. Нет. Мне тоже есть за что извиниться. За что же? Не надо было вмешиваться. Ну что ты? Так значит, всё по-старому? Конечно. Синяков не вижу. Шарфа тоже не видно. Правда? Что такое? Ты какая-то понурая. Ну? Что-то случилось? Я думала, что Исака-чан виновата. А сейчас мне неловко, ведь она столько раз благодарила меня и извинялась передо мной. Ничего не поделаешь. Ты ведь не знала. Может, я слишком напугала тебя своими рассказами? Сестрёнка, ты тут ни при чём. Возможно, я сама виновата, что она ко мне прицепилась. Есть одна старая история. Как деревенские дети убили змею и играли с её шкурой. Разрезав её на несколько частей, они проткнули каждую палкой. Староста деревни случайно это увидел. И сильно испугался. Как ты думаешь, кого прокляла змея? Проклятие пало на старосту. Возможно, если не обращать внимания, мы не увидим, и на нас никак не повлияет произошедшее. Но на практике сложнее. Думаю, да. Дедушка? Наверное, сестрёнка. Что? Не рассказывай, пожалуйста, дедушке. Но мне обязательно надо ему рассказать. Так и думала. Я так волновалась из-за тебя, что не могла сосредоточиться сегодня на учёбе. Не думай, что я тут виновата. И правда, прости. Видеть, но не говорить. Знать, но молчать. Если бы мы могли так поступать. Но... Мне кажется, я так не смогу. Сегодня мы отправляемся в школьную поездку. Я уезжаю всё дальше и дальше от сестры и дедушки. Итак, ребята. Кто-нибудь знает? Что-то о том месте, куда мы направляемся. О товарах, оконах. Мы... Мы ничего не знаем. Токатсу-кун, Касама-кун, прекратите баловаться. Хорошо, простите. Я так волновалась по поводу поездки. Хотя она только на два дня. Но я впервые уезжаю на автобусе так надолго. Ух ты! Какая огромная! Горная ведьма. Как красиво! А? Мизуки, плохо себя чувствуешь? Немного. Тогда тебе нужно подышать свежим воздухом. Да. Хорошо. Было здорово. Как ты сейчас? Уже получше. Мизуки-чан. А? Сфоткай нас. А, совсем забыла, что мне поручили быть фотографом. Снимаю. Думаешь, что ли? Помолчи. У тебя получилось так много фотографий? Да. Наверное, тяжело выполнять обязанности фотографа. Вовсе нет. Это здорово, потому что я чувствую, что помогаю всем вокруг. Я счастлива, что смогла поехать в путешествие вместе со всеми. Мизуки-чан. А? А? Асами-чан. Почему бы тебе не сделать побольше наших фоток? Ты ведь сделала всего пару кадров. Вот так, давай. Хорошо. Спасибо. Действительно, длиннющая лестница. Хран. Надеюсь, оттуда ничего не появится. А как необычно. Дятел. Как он знаменит своими дятлами. Ах. Ах. Вот напугалась. А это всего лишь ветер в листве. Ты в порядке? Не думала? Что ты всего так боишься, Мизуки? А, нет. Кажется, это место какое-то нехорошее. Нет. Мне надо успокоиться. А то люди подумают, что со мной что-то не так. Мизуки-чан. Что? Сфотографируй нас. С той стороны храма. Не могу. Почему? Потому что пленка закончилась. А что? Ты уже все защелкала? С той стороны что-то действительно жуткое. Очень жаль. Но зато у нас есть фотографии всех ребят. Извини. На следующую пленку точно тебя больше наснимаю. Что? Это неинтересно. Она думает, всегда только о себе. У тебя действительно тяжелая обязанность, Мизуки. Все не так уж плохо. Ой, не пора ли им же нам возвращаться? А, ты права. Надо поспешить. Подождите. Но ведь первый день еще даже не закончился. Никогда не думала, что будет так тяжело вдали от дедушки. О нет. Ко мне опять что-то прицепилось. Хотя я и пыталась быть осторожной. Что мне делать? Погоди. Ай-яй-яй. Извини. Мизуки, ты как? Ты как? Эй, вы мелкие паршивцы. Вы в порядке? Они из твоей школы. Ну и молодежь пошла. Даже не извинились. Простите. А? Извините за случившееся. Ну-ка, постой-ка. Вы, детки, такие хорошенькие. Так бы и съела вас прямо сейчас. Что это с ней? Страшная какая. Может рассказать учительница? То, что прицепилось ко мне, исчезло. Она такая странная. Я так проголодался. Здорово. Вроде бы с этой комнатой все в порядке. Смотрите, какой чудесный вид. Интересно, что показывают по телеку. Как замечательно. Мизуки, ты слишком возбуждена. Думаю, ты уже поправилась. О нет, если я не буду сдерживаться, то покажусь странной. Я должна быть осторожнее. Но... Это немного жутковато. И правда какая-то пугающая бодрость. Да, получил. Да как? Хорошо. А где тут туалет? Здесь его трудно найти. А, это может быть дурное место. Эй, если ты торопишься, заходи. Я приду попозже. Что? Почему? Зачем терпеть-то? Да нет. Если я отсюда не уйду, в меня опять что-нибудь вселится. Но если ты захочешь пойти позже, мы уже не пойдем с тобой. Мизуки, ты скоро? Что случилось, Мизуки? Мизуки! Как себя чувствуешь? А, получше. Я думала, это из-за того, что я устала, но... Я принесла тебе воды? Спасибо. Наверное, это из-за того, что в тебя попала подушка, или потому, что ты простыла, после того, как вышла из бани. Да, наверное. Я так переживала. Да, но теперь вроде бы все в порядке. Может, рассказать им. Знаете, я должна вам рассказать то, что я никогда никому на этого не говорила. Но... на самом деле... часто что-нибудь овладевает. Устаешь и бываешь не в себе? Моя мама говорит, что лучшее средство снять усталость витамины. Я тоже об этом слышала. Мой папа говорит, что от усталости это самое то. Да, ладно, давайте спать, да? Спокойной ночи. Вот ведь... Они просто не поняли. Один день прошел. Интересно, как кончится второй. Совсем не ожидала. Давно я не была так подавлена. Ты хоть немного поспала? Да, я так вымоталась. Ты гораздо чувствительнее, чем я думала. Итак, ребята, место, куда мы направляемся, а во, куда они называют еще Великим Адом. Адом. У меня дурное предчувствие. А, это место действительно выглядит как ад. Как будто ты его видел. А как насчет Ада с иголками? Чего? Итак, поднимаемся по порядку наверх. Если почувствуете себя плохо из-за испарений, сразу же скажите мне. Несмотря на то, что это место называют Адом, здесь приятно гулять. Что? Снова ты? А? Откуда вы здесь? Это ты? Оказываешься, там же, где я. Они приходят к тебе, не так ли? Что? Тебе должно быть нелегко путешествовать. В конце концов, попытайся просто хорошо провести время. Правда, что с ней? От нее мурашки по коже. Простите, я до туалета. А, Мизуки! Мизуки-чен! Можно одолжить твой фотоаппарат? Что? Мы тоже хотим пофотографироваться. Одолжи его на чуть-чуть. Будь с ним аккуратнее. Конечно. Давайте везде пофоткаемся. Извините. Это ведь вы помогли мне вчера? Ну, вроде того. Спасибо вам. Если бы не вы, даже представить боюсь, что бы тогда могло случиться со мной? Вы тоже можете их видеть? Да. Хотя и не так давно, как они начали вселяться в меня так же, как и в тебя. Но теперь они вроде бы как не пристают к вам. Я долгое время имела с ними дело. За тобой кто-нибудь присматривает? О, дедушка. Хорошо, что он из твоих родных. Мои родители сбежали и бросили меня в горном храме. Труднее всего было, когда я была в твоем возрасте. Я всегда думала, почему только у меня есть эта способность. Это место называют адом. Но мы знаем, на что похож настоящий ад. Наша способность. Тяжкое бремя. От этих прогулок я вся аж вспотела. А, давайте сфотографируемся здесь. А ничего, что мы сделали столько кадров. Все путем, тут еще много осталось. В конце концов, это супер-классные фотки. Фукадо, одолжи нам тоже. Хорошо. Ты уверена, что это правильно? Все нормально. Мы просто помогаем Мизуки-чан, пока ее нет. Как защититься от вселяющихся в меня? Можешь начать есть человечину? Не надо на меня так смотреть. Это просто к примеру. Мы слишком чувствительны. Поэтому они нас и находят. Я имею в виду, ты должна быть бесстыжей и бессердечной, такой же, как каннибалы. А по-другому никак. Так поступила я. Я сама сообразила, как это сделать. Ты можешь найти свой путь защищаться, который подойдет тебе. Ты просто должна прислушаться к тому, что говорят тебе твое сердце и тело. Слушай здесь и здесь. Пока. Есть человечину. Мизуки! Ужас, ужас! Что случилось с Хисако-чан? Хидибэро-сан. Мизуки-чан. Прости, я уронила твой фотоаппарат. Сам-то он целый, вот пленка. Мне правда очень жаль. Он немного тяжеловат. У меня руки вспотели, и он выскользнул. Я правда не нарочно. Я же говорила тебе. Я же говорила тебе быть аккуратнее. Я же сказала, что мне очень жаль. Я же извинилась перед тобой. О чем ты говоришь? Ты думаешь, просто твоих извинений достаточно? Хидибэро-сан. Хидибэро-сан очень сожалеет о случившемся. Простите ее. Я делала все эти снимки. Я так старалась. Это школьная поездка была так важна для меня. Я поехала, хотя дедушка был против этого. Знала бы, что так будет. Ты, наверное, не поехала бы. Нечего так киснуть. И нечего так удивляться. Ты всегда появляешься там же, где и я. Это ты ходишь за мной. Я видела, что случилось. Это и вправду нехорошо. Но ведь в этом путешествии было много веселого, верно? Ты здорово провела время с друзьями. Ленку, наверное, и не вернуть, но ты приобрела что-то более важное в этой поездке. Ты ведь рада, что поехала. Спасибо за ваши слова. Я всегда все воспринимаю слишком негативно. Если кто и не должен ехать, то совсем другая девочка. Это Фукада. Она меня бесит. Она, наверное, всегда так поступает. Но мне кажется, она часто так делает. Она действительно ужасно ведет себя. Тебе не кажется? Да. И что, как думаешь, она делает сейчас? Из понятия. Я не видела ее с тех пор. Она, верно, смеется над тобой. И вовсе не сожалеет о том, что сделала. И уж, конечно, не думает, что это ее вина. Скорее всего. Ты этого хочешь? Хочешь оставить все как есть? Нет, но... Такие дети так и ждут, чтобы их проучили. Надо заставить их страдать за то, что они натворили. Как? Может, спихнем ее в озеро? Ну, это... Наверное, это немного чересчур. Но ты не можешь этого так оставить. Иначе она ничему не научится. Ты должна забрать у нее что-то такое же или даже более важное, как то, чего она лишила тебя. Съешь ее. Это изменит всю твою жизнь. Хочешь ли жить, не боясь стать одержимой или нет? Не правда, все еще сержусь. Но сделать такое... В таком случае, хочешь, я съем ее для тебя? Все, что тебе нужно сделать, то есть остатки. Ты просто должна сказать, пожалуйста. Нужен. Опа... О... О, не, какая же... Ай... К... Курак... Курак... На этой воде защитные чары. Выпей. На этот раз защита будет в твоем желудке. Если случится что-то плохое, он заболит, предупреждая тебя. Но это будет единственная помощь. Будь на страже и действуй по ситуации. Дедушка! Я отказываюсь. Какая жалость. А я-то подумала, что нашла нового друга. Что ж, уверена, мы с тобой еще встретимся. Я буду ждать тебя. Ведь в конце концов, я повсюду. Я и не заметила, что мной опять овладел дух. Если бы я согласилась, что бы произошло? Мизухи-чен. Что? Это, конечно, самое малое, что я могу сделать в качестве извинения. Но я купила ее для тебя. А как же твои сувениры, Осами-чен? Для родных я уже купила. До возвращения есть еще время. Поэтому сделаем несколько кадров со всеми. Ты такая эгоистка. Из-за тебя пропали все наши фотки. Даже если сделаешь снимки сейчас, умолчали бы. Давайте фоткаться. Вот и все. Путешествие было жутким. Без дедушкиной помощи я бы ничего не смогла поделать. Мне еще предстоит долгий путь. Но я и вправду хочу поехать в путешествие еще раз. Кто была эта женщина? Тогда на корабле я знала, что она – нечто потустороннее. А может, мне это просто почудилось? Есть людей. Интересно, я когда-нибудь буду есть людей? Туман всегда рождает во мне странные чувства. И правда, такое случается только зимней порой. Вот только Сахо-сан знает, куда идти. Наверное, туман – это не очень здорово, когда назначаешь кому-то встречу. Приятно познакомиться. Меня зовут Кацураги Сахо. Какая красивая. Я встретила Сахо-сан на фестивале, в ее старшей школе. Фуми-чан пришла посмотреть, как в нашем клубе гадают на картах Таро. Да, она вроде как мой учитель. Сахо-сан так много всего знает. Я даже научилась гадать на картах Таро. Смотрите, это мои карты. Кто-нибудь хочет, чтобы я предсказала ему будущее? У меня здорово получается. Нет-нет, это уже откажусь. Но я и правда предсказываю будущее. Верно, учитель. От вас приятно пахнет, Сахо-сан. А, это ладан. Мне он очень нравится. Запах чудесный. А еще интересно наблюдать, как поднимается дымок. И замечательно расслабляет. Да-да, я тоже недавно открыла для себя ладан. Ладан, это здорово. Хорошо-хорошо. Боже, Фуми, ты и вправду все повторяешь за учителем? Ну, конечно. Кстати, Хибара-сан. Вообще-то, у меня есть к вам просьба. Кемурин. Я наслышана о вашем дедушке. Говорят, что он имеет дело с потусторонними силами. Фуми-чан. Попрости. Сахо очень интересуется такими вещами. Существует... Столько всего, о чем бы я хотела знать. Могу ли я поговорить с вашим дедушкой? Извините, что отвлекаю вас. Не беспокойся об этом. Вы здесь работаете? Подрабатываю консультантом. Вообще-то, мы не разрешают проводить здесь свои исследования. Так о чем ты хотела от меня спросить? Что ж... Я бы хотела узнать о спиритических способностях. Я не работаю с малознакомыми людьми. Если ты хочешь, чтобы я изгнал духа, вынужден отказать. Нет. Я хочу знать, как общаться с тем, что не имеет сущности и формы. Я верю в то, что не увидишь глазами. Я хочу кое-что понять. На самом деле, я хочу... Но, пытаясь разобраться сама, я только еще больше запуталась. Поэтому я хотела услышать мнение об этом. Того, кто действительно видел это. Для столь юной леди ты слишком углубляешься в такие вещи. На самом деле, мне нечего тебе сказать. Однако, ничего плохого в том, что ты интересуешься подобным. Если хочешь, можешь послушать, о чем я рассказываю здесь, на групповых занятиях. Конечно. Итак. Увеличение народа наследия в целом в наше время приводит к сокращению площади первозданных лесов. Поэтому они создали свой путь к выживанию. Вы можете привести конкретный пример. Например, посещая так называемые Кусимиба и Даннаба, видишь статуи Будды, которые обычно не выставляют на обозрение и святыни из синтейских храмов. В результате эти святые места процветают как никогда. Простите. Что такое Кусимиба и Даннаба? В прошлом местах, где проходили богослужения этих религий, были строго определены. Они также хотели, чтобы верующие останавливались в храме, где могли бы получить наставление. Ясно. Спасибо за сегодняшний рассказ. Время от времени мы занимаемся с группами. Если тебе интересно, можешь тоже приходить. Спасибо. Я провожу Сахасана, пойду домой. Хорошо. Мне нужно еще закончить здесь дела. Обедайте без меня. До свидания. Этот дым. Он овладел Сахасан? Думаю, тут кое-что другое. Вот как. После этого я неожиданно несколько раз встречала Сахасан. В последнее время тут часто бывает туман, да? Но мне нравятся туманы дымка. Думаю, да. Хибарасан, вы когда-нибудь слышали про письма Маркиза де Савинье? Нет. Эти письма были написаны. В конце 17 века во Франции. В книге есть история о казни Маркизы, которая имела дурную славу отравительницы. Казни? Да. В городе, где она была казнена, тело Маркизы сожгли, и пепел развеяли по ветру. Пепел висел в воздухе, будто туман. Жители были обеспокоены тем, что должны были им дышать. Они боялись, что вдруг тоже станут убийцами, как она. Я никогда не видела ничего похожего. Другими словами, ее аура витала в воздухе. Нас окружает туман, который состоит из смеси множества разных типов ауры. То, что рассказывает ваш дедушка, всегда очень интересно. Я чувствую, будто заглядываю в глубину своей души. Это так увлекает. Почему вы начали интересоваться подобными вещами, Сахо-сан? Насколько помню, я впервые заинтересовалась около четырех лет назад. Четыре года назад? Да. Умерла пожилая женщина, друг семьи. На поминках в комнате, наполненной дымкой, все говорили об умершей. Вот это мне пришло в голову. Может, это и есть способ увидеть что-то, что обычному увидеть не в состоянии. Как энергию этой старушки. Так смогу ли я это сделать? И если да, что именно я увижу? Поэтому я интересуюсь подобным. Но чем больше я пытаюсь узнать об ином мире, тем дальше он от меня. Я и правда хотела бы его увидеть. Я действительно хочу увидеть нечто такое, чего я никогда раньше не видела. Что-то вроде этого тумана. Вы и правда хотите увидеть иной мир? Именно. Если его возможно увидеть. Сахо-сан. Была не похожа ни на кого из тех, кого я встречала раньше. Я дома. А? Сестренка, что ты делаешь со всеми этими книгами? А, Мизуки, с возвращением. Они такие толстенные. И даже ни одной манги. Эти книги мне посоветовала прочитать Сахо-сан. Не знаю, смогу ли я осилить все. Сахо-сан, та девочка, что все время приходит разговаривать с дедушкой? Да. Сахо-сан, да? Сахо-сан столько всего знает. Она размышляет о Боге и о жизни после смерти, хотя ей всего 16 лет. Представляешь, в 16 лет она прочитала все эти книги. Она потрясающая. Она не просто хорошо учится. Зачем ты смеешься? Ты такая смешная сестренка. Смешная? Ты говоришь так серьезно, как будто влюбилась в Сахо-сан. Ты это о чем? Прости, прости. А, да ну тебя. Правда, извини. Где Шизуру? Не знаю. Что случилось? Сестра даже не разговаривает со мной. Только читает эти толстые книги. Книги? Да, книги, которые ей посоветовала прочитать Сахо-сан. Теперь она даже домой позже возвращается. По мне она слишком часто встречается с Сахо-сан. Я погрузилась в мир, открытый мне Сахо-сан. Шизуру! Что читаешь? О, старинные мемуары. Да ты просто умничаешь. Эй, что это за книга? С Саванья, да? Ты читаешь с конца? Это письма Маркиза де Суни. Кажется, это и правда старинная книга, Шизуру. Да. Шизуру. Ты все время читаешь такие книги? Ах да, Шизуру. Ты ведь ходишь в библиотеку вместе с Сахо-сан. Что? Ты все еще встречаешься с Сахо-сан, Шизуру? Но ведь это ты познакомила их. Вот-вот. Верно, но слушать Сахо-сан так утомительно. Мне слишком сложно с ней общаться. А ты молодец, Шизуру. Фуми, разве не ты назвала ее своим учителем? Да, было дело. Я просто хотела к ней немного подвязаться. Ты даешь. Шизуру. Что? Что-то случилось в последнее время? А, нет ничего. Ты немного странно себя ведешь. А еще, поскольку наш класс не очень успевающий, учительница придумала нам новый слоган. Что ты об этом думаешь? Всем по колу-колу-колу-хуй спроса. Сестренка. Что ты думаешь? Что думаешь о чем? О чем ты? Ну вот, ты даже не слушаешь, что говорят другие. Прости. Скажи еще раз. Больше не хочу. Пожалуйста, я буду слушать тебя на этот раз. Ну же. Как я уже говорила. Мой класс не самый лучший в школе. И учитель нам придумала. Такой слоган. Всем по колу-колу-колу-хуй спроса. Сестра теперь все время такая. О, дедушка? Ты как будто в тумане. Уж не подцепила ли ты тот дым от Кацураги? Я восхищаюсь ее желанием найти ответы. Но то, о чем она хочет узнать, настолько огромно и непреодолимо, что она тратит на это все силы. Она как печуга, попавшая в сети. Косминоми. Косминоми. А для тебя это пустяк, ведь ты видишь это все. Это не так. Правда? Раз тебя это так беспокоит, ты должна сказать об этом. И тогда твои слова станут ветром. Сахо-сан, Сахо-сан, вы часто ходите по магазинам с подругами? Не очень. Вообще-то нет. Мы с Флумичан и остальными недавно ходили по магазинам и нашли магазинчик, торгующий безделушками ручной работы. Если хотите, мы можем сходить туда вместе, Сахо-сан. В вещах ручной работы есть часть души того, кто их сделал. Думаю, духи действительно выбирают себе подходящий сосуд. Нет, я не... У меня ощущение, что духи могут вселяться в особые предметы. Мне нужно подумать над этим. Сахо-сан, однажды вы сказали, что хотели бы видеть сверхъестественное. Но что бы вы почувствовали, увидев нечто подобное? Хиберасан, вы и правда очень интересный человек. Но я думаю, я была бы сперва озадачена тем, что же делать. Но в итоге, наверное, я была бы счастлива от того, что открыла целый новый мир, от предвкушения его изучения. Но вы можете узнать о печальных событиях в будущем. И вы можете узнать то, что другие люди хотели бы скрывать от всех. Я думаю об этом. Уверена, я придумаю, как справиться с такой ситуацией и с новым знанием. Я должна продолжить свои исследования, не пугаясь трудностей. А если вы ничего не можете поделать? Думаю, ваши взгляды верны к Сахо-сану. Но, если бы я оказалась в такой ситуации, не уверена, что все бы закончилось именно так. Простите, мне нужно идти. Хибара-сан? Я поняла. Он не вселился в нее. Он из нее выходит. Это монстр по имени Энэнра, которого нарисовал Секиэн. Он поднимается над домом бедняка, вроде дыма для отпугивания комаров. Он бьется и принимает подозрительные очертания. Если это нечто непрозрачное и легко развеивается ветром, это и есть дух, называемый Энэнра. Поскольку в Хибарках были открытые очаги, огонь и дым, сплетаясь друг с другом, принимали странные формы. Но этот дым был похож на тонкую ткань, которая легко рвется. Если дул ветер, дым быстро улетучивался. Это и есть тот дым, который я видела вокруг Сахо-сан? Ра. В слове Энэнра означает «сеть». Если она думает о том, что не может найти ответы на свои вопросы, похоже, дым просто мешает ей их увидеть. Она словно попалась в сети, поскольку не может даже увидеть того, что происходит вокруг нее каждый день. Она похожа по описанию на Энэнру. Энэнра. И очень-то хорошо. Будь это маленький дымок, еще ничего. Но из-за такого густого дыма рядом с ней трудно дышать. Чтобы избавиться от ее дыма, нужно подарить ей ветер. Казе? Ты не думаешь, что немного ветра ей не помешает? Сестренка, думаешь о Сахо-сан? Да. Я думала о том, что Сахо-сан хочет видеть потусторонний мир. Она так увлечена подобными вещами, а я не знаю, что мне делать. Может, это просто потому, что я еще многого не понимаю. Мизуки. Сестра, тут нет твоей ошибки. Простите за прошлый раз. Все хорошо. Если честно, я не знаю, из-за чего вы так рассердились. Я что-то не так сказала. Вы единственная, с кем я могу на самом деле поговорить, Хибара-сан. Пожалуйста, давайте будем друзьями. Меня всегда поражал ваш интерес и знания о потустороннем. Порой это даже сбивало меня с толку. Но я не думаю, что люди, которые видят сверхъестественное, могут быть стоили оптимистичны. Я очень хочу поговорить с вами о самых разных вещах. Сахо-сан, когда вы говорите о призраках и всем таком прочем, Сахо-сан, это похоже. Похоже. Хибара-сан, это похоже. Сахо-сан, похоже. Что чем сильнее вы стремитесь заглянуть по ту сторону, тем больше запутываетесь в сетях тумана. Вы ведь не видите, что происходит вокруг. Но если вы не можете увидеть, что происходит здесь, вряд ли вам удастся узнать, что происходит в ином мире. Пожалуйста, впредь обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Я вам помогу. Это зло. Как здорово. Что? Я так завидую вашему взгляду на мир. Вы такая забавная, Хибара-сан. Я очень рада знакомству с вами. Да. Интересно, это она меня так похвалила? Но с тех пор мы постоянно мили такие разговоры. Сестренка, смотри. И правда. Такая красота. Давно я не видела тебя такой сестренка. Неужели точно? Ты все время ходила вот такая. Что, правда? Похоже, ты стала ее ветром. Что? Для этой девочки ты стала ветром, развеявшим туман. Простите за ожидание. Да нет, ничего. Лучше скажите, вы принесли то, что написали. Да. Мы по-прежнему добрые друзья с Сахо-сан. Дымка Сахо-сан не рассеялась. Она только пропадает на время. Удивительно, мне кажется. Я поняла ваши рассказы, Хибара-сан. Я так рада, что хотя бы время от времени могу быть ветром для Сахо-сан. Я думаю, здесь жить куда лучше, чем в Токио. Хотя порой встречаются разные опасности. Но сестренка помогает мне. Было бы здорово, если бы эти дни не кончались. Сестренка! Токио, да? Токио? Я решила в будущем жить в Токио. Не думаешь, что в Токио гораздо лучше, чем здесь, в Шизру? Нет, не думаю. Правда? Но в Токио же лучше. Но я не знаю, лучше в Токио или нет. Но я бы хотела побывать в разных местах, кроме этого города. Вот это дело в Шизру. Ты ведь тоже так думаешь, верно? Да, пожалуй. Друга, сестренке больше нравится Токио. Плохо. Я боюсь, что останусь одна. Не хочу такого. Камаятачи. 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 Камаятач Камаятач А ну прочь, пошёл прочь отсюда Убирайся, быстро сгинул Это же голос Давненько не виделись Неужели? Ветреный горностай Прекрати меня так называть Ты правда вернулся? Дурочка, куда ты смотришь? Я же здесь Ничего не поделаешь Я же говорила, что не вижу тебя А, верно Первое я встретила ветреного горностая летом Штормовой горностай? Можешь так меня называть, что? Горностай, которого на суше штормит? Ты что, издеваешься? Шучу Ты просто бедняжка, который не знает, когда попадёт в бурю Хватит Мы лучшие представители семьи горностая Я всё равно не понимаю, о чём ты Я докажу тебе Когда я располасываю тебя своими кофтями Не надо Слова бесполезны Получай Ничего, совсем ничего С тех пор он пытался нанести мне свой подназываемый смертельный удар много раз Однако даже ни разу не поцарапал меня Как прохладно Тебя надо называть не штормовой горностая ветряной Неегодница Для нас лето не лучшее время года Вот погоди, найду тебя зимой Мы не виделись после этого обещания Я должен держать своё слово А сейчас ты можешь показать мне своё мастерство? Ничего смотреть на меня свысока Я останусь здесь на какое-то время И у меня будет шанс показать это тебе Буду ждать Хочешь кушать? Я могу приготовить для тебя А, это же Мизуки Чен Какое совпадение Я приготовила немного картошки Угощайся Спасибо, тётушка Я дома Тётя Хиоши дала нам вот что Поставь туда А где сестрёнка? Ещё не вернулась Давай я тебе помогу Не надо, иди делать уроки От тебя пахнет горностаем Это тот, которого ты встретила в прошлый раз? Да Он вовсе неплохой Я вернулась А, Мизуки, ты уже здесь? С возвращением Я тоже только что пришла Это подарок от Фуми Чен Привезла из Токио Шоколад, ты ведь его любишь? Спасибо Что-то не так? Ничего Пожалуйста, поблагодари её от меня за шоколад Получи Не сработало Помолчи Ты в порядке, старший брат? Конечно, я в порядке Кто это? Мой протеже Похоже, что братец присматривает за тобой Ничего я не присматриваю У тебя есть подчинённый? Здорово Ну да А ты можешь сорвать это? Эти красные ягоды Вообще-то Моё мастерство Не для столь примитивного использования Однако на этот раз Я сделаю исключение Чтобы показать На что я способен Смотри Прости Как холодно Даже такую ерунду сделать не можешь Чёрт Просто сегодня я не в форме Я снова вернусь Жди следующего раза Братец Погоди Старший брат говорит Что хочет показать тебе Своё искусство Ещё с лета Всё потому, что ему важно Твоё мнение Правда? Откуда у вас эта способность? Изначально Она принадлежала не нам Кому же она тогда принадлежала? Наше мастерство Было подарено нам Богом горы И Богом дороги Сначала даже применить его можно Было только с разрешения Бога Однако потом Некоторые стали злоупотреблять им Так что теперь Никто из нас Не может использовать его Не только старший брат Вся наша порода Потеряла способность Использовать когти серпа Почему? Может могущество Бога Уменьшилось Никто больше не живёт В сельской местности Лисы и еноты прячутся Братец этим очень возмущён Он зол на тех Кто прячется в горах Надеясь на лёгкую жизнь Поэтому он отказывается Возвращаться в горы Такой упрямец Вот как У тебя такой беспокойный товарищ Но у него есть и хорошая сторона Точно Штормовой горностай? Ага Только он не может царапаться Вообще-то штормовые горностай Создают вакуум в потоке ветра Хотя я не совсем уверена Может он просто хвастает А на самом деле у него никаких способностей Может быть А кстати Может ты встретишь его в следующий раз? Я не знаю, как он выглядит А ты мне расскажешь? Вижу горностай Пожар? Похоже на то Раньше там всегда были маленькие огоньки Ааа Да, я слышала Что горностай могут предсказать пожар Предсказать? Они дают людям знать Что случится пожар Ты все еще видишься с тем горностаем? Ты хочешь подружиться с ним? Так ведь пока он со мной Другие духи не могут вселиться в меня Не жди слишком многого Твоя сестра знает, что мы можем предсказывать пожар? Твоя сестра поумнее тебя будет Помолчи Я слышал, что штормовые горностай раньше часто это делали А сейчас больше не могут? И могут Почему? Некому Все попрятались в горах Проклятие Проклятие От них никакого толку Ты снова так говоришь? Потому что так и есть А вообще-то Это вы, наверное, подожгли Дура, как ты смеешь Так нас оскорблять Кто такое будет делать? Я не такой, как ты Прости, прости Я помогу тебе? Я буду помогать тебе Пока ты не вернешь Свою способность Правда? Изуна Потому что ты похож на Изуну Изуна? Ты шутишь? Не равняй меня с этим милким зверенышем А больно же Сегодня я покажу тебе мои когти серпы Я уже устала это слушать Не трать время Готовься Давай потом об этом Я принесла немного мясных колобков Колобков Короче, давай покушаем Прежде чем начинать Сейчас не время Есть мясные колобки Хотя брат так и говорит На самом деле Мясные колобки Ему очень нравятся А я и не знала Он никогда прежде Не говорил об этом Это потому, что он мужчина Разве не лучше быть честным? И не тяни резину Быстро готовься Да Я вернулась Да, знаю Пока Почему-то так поздно, Мизуки Чуть-чуть, сестренка Ты сможешь пойти посмотреть на штурмавелла Горностая завтра после школы? Завтра не могу Я только что договорилась о встрече с Фумичан Ясно Прости Ах, да, Мизуки Что? Лучше тебе не встречаться с Горностаем одной Я буду осторожна Вообще-то, это не так уж важно Однако у меня ощущение, что сестра бросила меня Такое чувство, что я... Ты готова? Да, всегда готова Довольно, брат Тебе лучше бросить эту затею Почему? Что я делаю не так? Хоть он и штормовой горностай Он не может использовать свои способности Но по мне это даже хорошо, что у него не получается Потому что тогда я смогу всегда быть вместе с ним Все хорошо, хорошо, я не против Даже если у тебя ничего не выходит Может, тебе это и устраивает, но не меня Не переживай, ты так из-за этого Что? Ты так стараешься, потому что чувствуешь себя одиноким Потеряв свою способность, разве нет? Знаешь Все твои друзья попрятались в горах Многое изменилось Конечно, тебе одиноко Я понимаю тебя Когда близкий человек меняется и покидает тебя Мне тоже было очень одиноко А вокруг только огни чудовища Хотя ты вроде бы такой же Но все-таки совсем другой Поэтому не мог бы ты остаться со мной навсегда Заткнись Не будь столь беспечна У меня даже в мыслях не было становиться кем-то близким для тебя Погоди-ка Не говори об этом так просто Брат Я одинок Не смеши меня Я никогда даже не думал об этом Ах, как я зол Если бы я мог использовать свои кукти, разорвал бы тебя на кусочки Братец Все закончили Я тоже ухожу В конце концов, я осталась одна С тех пор штормовый горностай больше не появлялся Ни разу Поджигателя поймали Он пришел сюда из соседней деревни нарочно Чтобы совершить поджог Это так ужасно Штормовый горностай должно быть смеются над нами Наверное На, Мизуки Как поживают штормовые горностай Они куда-то пропали Ясно Старший брат Так и будешь смотреть Ты ведь беспокоишься об этом ребенке с того дня Вовсе нет Я жду шанса Какого? Располосовать ее когтями наконец Ты можешь такое сделать? Она уже нападала на меня раньше Мизуки Как штормовые горностай ушли В меня опять вселяются Прости, сестренка Почему ты извиняешься? Я доставляю тебе столько беспокойства Прости Сейчас это не важно Но что мне делать? Старший брат Так и будем сидеть сложа руки Мне не будут помогать Разве ты не присмотрела всегда за ней? Что за чепуха? Ты слишком упрям Замолчи Это на тебя не похоже Мой старший брат Добрый, заботливый парень Он не будет бездействовать Да, я не буду Замолчи Хлёки Так, я не знаю Что за чепуху Добрый, заботливый парень Замолчи Замолчи Прикому Ты что, что за чепуху А не сможешь Замолчи Замолчи Прочь! Получилось! Он смог! Верноставь! Ну как? Ты это видела? Это мои куклесерты! Пропал. Коя... Сильно... Мизухи, кровь, ты как? Все хорошо, но это очень приятная рана. Позвращаемся, уверен. Когда вернемся, покажем остальные мейкер-десерпы. Это меня так вдохновляет, а потом увидим остальных вернуться с новым умением. Пусть все узнают, что здесь штормовые горностаи. Это все твоя настойчивость, старший брат. Да, я очень упрям. Если сестренка уйдет отсюда, я научусь сама совсем справляться. С чего это вдруг? Хотя мне может быть одиноко и страшно без тебя. Но я постараюсь справиться. Мизухи, удалять тебя мне тоже очень одиноко. Однако человек, который чувствует себя одиноким, будучи один, может быть одиноким, и когда он среди людей... Я сказала опять что-то непонятное. Нет, я поняла. Правда? Мне кажется, я поняла тебя. Вот как. Даже если мне придется разлучиться с сестрой, и одна, я не буду одинока. Да? Я не буду одинока. Наступление хладов познаменовало конец года. Многие существа попрятались. Поэтому, на мой взгляд, город стал таким тихим. Шизеру! Шизеру! Сюда, сюда! Вот оно, совсем как в журнале. Симпатичное. Вот получу денежки на Новый год и куплю его. Фуми-чан, у тебя ведь... уже есть такое, разве нет? А? А чего? Это совершенно другое. Например, покрой подолок. Или форма воротника. Или цвет. Шизеру такая темная. Ну, оно такое красивое. Чем больше смотрю, тем больше хочется. Оно должно тебе подойти. Правда, я рада? Девочки так хорошо разбираются в моде. Это здорово. Как же это существо называется? Кстати, я всегда вижу их в это время года. Чем они занимаются? Как мне защищаться от них? Однажды я слышала от дедушки, что... Большой глаз. Холодрыга. Голка. Как опасно. Положу ее сюда. Ооо, я и правда везунчик. Кто? Вот уж не думал, что встречу кого-то вроде тебя. Где? Может, это несколько неожиданно, я хочу попросить тебя о продолжении. Могу я позаимствовать твои глаза на время? Мои глаза? Мои глаза? Я вижу, я спасен. Что за беззащитное дитя? Ты вообще кто? Прошу прощения. Из-за своей небрежности я повредил столь необходимый мне глаз. Я теперь не могу выполнять свою работу. Поэтому я хотел бы попросить тебя. Не могла бы ты мне помочь с работой кое-какое время? Не можешь? Конечно, нет. Пожалуйста, сделай одолжение. Ни за что. Это не займет много времени. Что бы ты ни сказал, определенно нет. Прошу тебя. Нет, это же... Только одна просьба. Разве я уже не ответила? Ты свиньи, дядя. Могу я доложить эту корзину? Что за ручон? Да. Я скоро верну. Какой ты приставучий. Не двигайся. Сестренка! Я снова вижу. Почти удивительно. Юная девушка вроде тебя знает этот способ. Больше я не буду тебя принуждать. Придумаю что-нибудь еще. Прости за причиненное беспокойство. Не устояло. Это был большой глаз. Они всегда появляются здесь точно под Новый год. Они очень строго придерживаются традиций. Каких традиций? Когда-то давно, 8 декабря, называлось Маленький глаз или Окота Осаму. А 8 февраля Большой Глаз, или Окота Хаджиме. Что такое Окота? Это ежемесячный обряд. Так значит, Большой Глаз? Это вроде домового, который приходит 8 числа, чтобы все разузнать про каждую семью. Например, одежда, оставленная сушиться на солнце снаружи, может принести несчастье. Поэтому люди в старые времена надевали бамбуковую корзину на бамбуковую палку, чтобы отгонять этих существ. Сестренка, а почему Большой Глаз боится бамбуковой корзины? Наверное, ему кажется, что у корзины много глаз. Ой, жуть! А зачем они приходят сюда? Ну, они послан собагов. Множество божеств снисходят к людям в период окончания и начала года. А перед этим они приходят и записывают наши неправедные поступки. Записывают наши дурные поступки, тогда в этом году нужно будет уборку сделать получше. Ну надо же, я серьезно. Кстати, когда бабушка была маленькой, мы вместе прогоняли их из деревни. В прошлом, вероятно, это была церемония после Хигамори. Все это происходило в те времена, когда использовался лунный календарь. Мы почти полностью забыли про них после Второй мировой войны. Но, несмотря на это, они все еще по традиции приходят сюда. Они приходят, хотя все их забыли. Мне их жалко. Сестренка! Это ведь нечесть! В общем, нужно постараться не допустить никакого несчастья в это время года. Поберегитесь сухого воздуха, простуды и огня. Будем осторожней! Этот городок ждет прихода конца года, и вид его тоже меняется из года в год. Ограждающая веревка. Возможно, однажды люди больше не будут повязывать ее. Что случилось? Разве ты не видела раньше такого? Нет, я просто подумала, что это хорошо. Потому что это традиция, переданная нам предками. Бабушка, что мне делать теперь? Сделай роллы из водорослей. Ладно. Если будешь есть черные бабы, станешь трудолюбивой. Трудолюбивый? Это значит, что работа тебе будет в радость. А что насчет роллов из водорослей? Ола означает счастье. Точно, я сейчас чувствую себя счастливой. Мизуки, ну ты даешь. Вся эта еда для празднования Нового Года? Именно. Как интересно. Праздничное лакомство. Выглядит аппетитно. Мизуки, все мысли о Хиде. Новогодние традиции пришли к нам из глубин веков. Наши духи соблюдают эти традиции. Я чувствую, что есть вещи, которые нельзя забывать. С Новым Годом! Поздравляем! С новым счастьем! Роллы из водорослей такие вкусные. Правда? Ешь, ешь, не стесняйся. Спасибо, что положила мне столько. В кухне еще много осталось. Очень рада. Мы все так весело отмечаем Новый Год. Несмотря на это, он все равно замечательный человек. Точно, точно. Никогда бы не подумала, что здесь может жить такой человек. Это так трогательно. Камень, ножницы, бумага. Кажется, в этом году облезлое чудовище припозднилось. Да, давай подождем его здесь. Освещенные там вино так освежают. Я слышала об этом. Дедушка однажды сказала, что Новый Год это праздник, когда мы от всего сердца приветствуем богов и поклоняемся им. Вкусно! А я что говорил? Но здесь их слишком много. От этого так-то не по себе. Что это? Небесный огонек. Давно мы не виделись. Ты помнишь меня? Ты помнишь меня? А? Он тоже нечисть. Нечисть? Не волнуйся. Хотя он может поджечь дом, куда проникнет. Сейчас он просто наслаждается, играясь огнём. Шизру! Спасибо, что присмотрела за нашими вещами. Будешь? Не знай, голодки. Спасибо. Какое сильное пламя. Пойду поджарю новогодние лепёшки, а ты подожди меня здесь. Хорошо, спасибо. О, небесные огоньки. Их собралось так много, и не обсуждают, куда полететь потом. Не могла бы ты уделить мне немного времени, чтобы поговорить со мной? С вашим глазом всё в порядке? Как неловко. Хотя мой глаз был исцелён. Я так и не смог закончить задание, порочное мне. Я не могу сделать вид, что ничего не произошло, и вернуться. Мне придётся остаться на весь год. Поэтому вы нашли меня? Нет. Я пришёл сюда, потому что не вижу тех, кто может узнать меня. Я стесняю тебя. Нет? Как жарко. Теперь вам, наверное, проще работать. Люди в городе совсем вас забыли. Да, от этого тяжело, но душа. Старые времена нас всегда обронили, когда мы уходили. Ощущения были просто чудные. Какой вы странный. Вы приходили сюда как посланцы богов, ведь так? Поскольку мы постоянно выполняли эту роль, многие из богов поручали нам разные задания. Это давало мне ощущение того, что меня как духа признают. Однако теперь всего несколько человек всё ещё почитают от богов. Но здесь всё ещё хорошо до сих пор и здесь. Остались люди, которые могут узнать нас, поэтому я и пришёл. А если этого не случится, вы больше не придёте? Не придём. Однако, это же касается и тебя. Если ты останешься в этом мире, не будет никого в целом свете, кто бы мог тебя признать. Большой глаз! Ты здесь! Смотри, я раздобыл венца, не хочешь со мной выпить? Прибного благодарен. Позволь откланяться. Новокладни лепёшки, готово. Сестрёнка, что стряслось? О чём задумалась? Горячо. Наверное, ты услышала что-то интересное. Но если так всё и будет продолжаться, не разменится. Если все они... Нет. Если они больше не придут, то и несчастья исчезнут. Это вряд ли. Придёт кто-нибудь ещё. Тогда пусть уж лучше эти приходят. Даже если другие будут приходить один за одним, они всё равно не овладеют мной. Если придёт кто-то из новых, как-нибудь. В таком случае мы должны найти соответствующее решение. Мы не должны расписать. Боль и печаль трудно выносить. Однако эти перемены наказывают, что мы всё ещё живы. После февраля они куда-то пропали. Интересно, что стало с большим глазом? Я надеялась, что смогу поговорить с ним ещё раз. Небесный огонёк? Может, он что-то хочет поджечь? Там же наш дом! Вот он! Вот как! Это было очень трудно! Мизуке! Это трудно объяснить. Извините, вы немного ошиблись с направлением. Это не здесь, господин Небесный огонёк. Он приходил спросить дорогу, господин Небесный огонёк. Наверное, заблудился. Примите ему подарок. Убольница? Я хотел попрощаться с вами. Ведь вы выслушали меня. Перед тем, как я вернусь... А вы можете вернуться? Не знаю, смогу ли я снова прийти в следующий раз или нет. Ведь место, за которое я отвечаю, так сильно изменилось. Место, за которое ты отвечаешь? Что за странный долг? Я пришёл в этом году, потому что допустил грубость в конце прошлого. И правда, ты жестоко меня обманул. Я доставил тебе много неприятностей тогда. Однако из-за этого случилось и много хорошего, которое ты не забудешь никогда. Хорошо. Я правда странный дух. Странно. Что есть, то есть. Будем помнить духов, таких, как вы. И Мизуки тоже, верно? Да. Не запомню то, что сильно я не люблю. Мы будем вас помнить. Правда, в таком случае, возможно, ко мне вернётся моя сила. Может, мне поручат новое задание? От меня очень трудно избавиться. Даже если всё изменится, и затеряются следы. Пока память о нас жива, всё хорошо. Мы вновь сможем надеяться, даже имея мизерный шанс. У вас будут собственные дети, так что вы должны ценить свои жизни. Однажды мы исчезнем. Однако это стоит того, чтобы отпраздновать. Здесь я должен с вами попрощаться. Куда вы идёте? Я пойду в горы. Мой господин, над горы. Берегите себя. От этого я чувствую себя немного неуютно. Мы всё время уходили под громкие крики и брань. Прости за такую просьбу, не могла бы ты отругать меня? Обругать вас? Да, пожалуйста. Вдруг просите меня обругать вас? Я не могу. Пожалуйста, хотя бы попытайтесь. Заткнись. Быстро убирайся, ты, Бяка. Так, да? О, именно, именно. Не возвращайся, уходи как можно дальше. Тот тон, что я и хотел. Этот год и правда замечательный. Хотя я и не знаю, когда мы увидимся снова. Каждый раз, как вижу снег, я вспоминаю ту зиму. О, опаздываю. Куклы к празднику для девочек. Хотя она у нас уже давно, она всё ещё в хорошем состоянии. Точно. Скоро ведь праздник, девочек. Красивая. Ты тоже так читаешь? Эта кукла просто замечательная. Кстати, Мизуке, а ты успеешь? Опаздываю, опаздываю. Дедушка как-то сказал, что нужно быть осторожней, когда торопишься. Потому что бдительность снижается. Момент истины. Больно. Однако в такие моменты я по большей части просто теряю голову. Запуская змеев, мы отмечаем наступление весны. Кто хочет, может поучаствовать. Змей, который поднимется выше других, будет выставлен в хода. Кто-нибудь хочет попробовать? Хотя это не обязательно, но я надеюсь, что хотя бы одна группа от нашего класса примет участие. Звучит заманчиво. Учитель, я... Я хочу поучаствовать. Хибара-сан, почему вы сегодня опоздали? Лети-лети высоко. У воздушных змей первый приз. А это нормально? Мы ведь втроем должны сделать змея. Все пучком. У меня золотые руки. Вот только змеи такой формы редко встречаются. Зато такой змей взлетит выше всех. Точно. Первый готов. А быстро. Ну ты, золотые руки, да? Нечего смеяться, лучше переделай. Простите. Весело ей. Да уж. Весело ей. Что? На том мосту? Ну, Зуке, лучше не ходи через тот мост, иначе те духи овладеют тобой. Вот проблема. Если я могу идти только через него, как мне ходить в школу и к друзьям? Понимаю, а если тебе ходить через другой мост? Он так далеко. Дедушка, ты что, думаешь, я главный по мостам? Что ты имеешь в виду? Разве ты не можешь просто обойти? Но ведь... Или это настолько трудно, что ты хочешь, чтобы я изгнал их для тебя? Ты просто не хочешь утруждаться? Но, дедушка, там правда очень жутко. Так что даже обычные люди могут забеспокоиться. Возможно, там наложено какое-то заклятие. Но это не повод для вмешательства. Думаю, долго они там не пробудут. Все будет хорошо, если ты не будешь подходить к ним. Вот и все. Попаздываю. Я же хотела всякие раньше, чем обычно. Но ненароком снова проспала. Дедушка сказала ничего сложного. Но что-то мне не хочется так далеко обходить его каждый день. Хоть и страшно. Я попробую. Не успела, подойди к нему. Он уже поплатился. Не знаю, что там лучше не соваться. Делать нечего, придется делать крюк. Должна успеть. Я успела. Хибару-сан. Вы не успели, вы опоздали. Так, я закончил. Я тоже. Я... Смотрите. Я сейчас быстренько решу эту проблему. Видите? Готово. Идемте, потренируемся на школьном дворе. Летит. Здорово. Простите. Все в порядке? Слишком опасно тренироваться у школы. Единственное подходящее место в округе – это лужайка у реки. Верно. На берегу? Нужно перейти через тот мост, чтобы добраться туда. Мы можем идти на берег. Простите. Видишь, здесь опасно. Ничего не попишешь. Ладно, только... Вы со змеем первые идите туда. А мне надо домой сначала заскочить. Я потом быстренько доберусь через дальний мост на велосипеде. И дождитесь, когда я приду. Я пришла. И ушла. Мизуки. Столько хлопот теперь. Что случилось с Токатсу? Я не знаю. На ровном месте вдруг споткнулся. Змей! О, нет! Какие красивые! Верно, Мизуки! Что-нибудь случилось в школе? Нет. С возвращением! Задумались о духах на мосту? Я только что проходил там. Ситуация не из простых. Жизгонать их по-тихому будет трудно. Так значит, пока... В конце этого месяца там пройдет общественный субботник. Подождем до тех пор. Ты как, Мизуки? Ну ничего не поделаешь. Подожду до тех пор, пока не смогу ходить через мост. Что-нибудь придумаю. Как воздушный змеи номер два закончен. У меня тоже. У меня тоже. Что это? У тебя опять все в заплатах. Ты совсем ничему не учишься. В общем, нужно поднять наш дух. Давайте соберемся куда-нибудь повыше. Где сильный ветер? Команда змеев. Зачем нам туда переться? Там будет лучше, чем на берегу реки. С чего-то взяла. Забрались уже так высоко. Тут деревья будут мешать. Просто нужно подняться еще чуть выше. Так что у нас... У нас уже сил нет. Здесь провода мешаются. В таком случае заберемся на вершину. Еще чего. Токатсу, ты в порядке? Знал бы, что так выйдет. Пошел бы лучше на берег реки. Но мы бы поранились, если бы пошли через тот пост. Даже и так. Надоело, хватит уже. Я больше не хочу запускать змея. Мне тоже надоело. Чувствую себя идиотом. Что случилось с состязанием змеев? Мы отказались. Раз мы не смогли пойти на берег реки, у нас ничего не вышло. Вроде бы и пустяк. А причиняет столько неудобств. Но зато, кто предупрежден, тот вооружен. Но кому-нибудь они могут пристать. Может быть. Мои сэмпайи поранились на том мосту. Потом они смеялись и говорили, кажется, там что-то есть. Правда. Сестренка, вот это да, какая красота. Да, они великолепны. Хотела бы я, чтобы у нас дома такие были. Тостое счастье каждый день. От них же куча проблем. Будешь ими заниматься, чинить, протирать. Что-то в лом. Но как же хорошо. Наш дом слишком маленький для такого. Не говори так. Дедушка. Вот, я принесла обед, как ты просил. Но я правда завидую тем, у кого такие красивые куклы к празднику девочек. Смотри-ка, сестренка тоже завидует. Эти праздничные куклы достались от зажиточной семьи, у которой был ребенок, страдавший тяжким недугом. Чтобы спасти свое дитя, они отдали почти все свои деньги. Лучшему ремесленнику тот создал этих кукол. А что стало с ребенком, когда кукол закончили? Думаю, ребенок тут же выздоровел. Теперь понятно, почему их сделали. Но знаешь, если кто-то хочет избавиться от печалей, он должен обладать очень сильной волей. Ведь только поэтому ты сейчас видишь этих кукол. Однако, это так трогательно. Может быть, это судьба. Кукла принцессы и в самом деле очень красивая. Что не так? Как-то дедушка говорил про судьбу, он имел в виду нас с тобой. Просто видеть и чувствовать дух, это не судьба. Тот, кто сделал этих кукол, наверняка даже представить не мог, как все сложится в будущем. Не думаю, что это касалось нашей судьбы. Что же будет с нами в будущем? Этого я не знаю, но мы должны стараться изо всех сил. Какой милый. И правда. Надо же, расцвел в таком месте. Этот цветок не должен был выжить тут. Однако, он смог пробиться и расцвести. Это неправда трудно. Такацу, Косама? Видишь, она нас засекла. Разве не ты хотел присоединиться в Такацу, Косама? Так и знала, что вы не бросите соревнования, змеи. Я просто подумала, что тебе понадобится помощь. Ведь ты понятия не имеешь, как делать змея, Хибара. Да ну вас. Так, мой готов. Мой тоже хорош. И я все. Встроем гораздо быстрее получается. Ладно, идем на берег реки, опробуем его. На берег? Тебе же там не нравится, ты уверена? Если я это не преодолею. Что это с Хибарой? Не знаю. Такацу, Косама! Сейчас я пойду через мост. Пока я не доберусь до той стороны, вы ждите меня здесь. Что бы ни случилось, не сходите с места. Пока я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Что вам нужно? Я не дам им селиться в меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эхибера, с тобой всё в порядке? Больно. Всё тело ноет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как она сейчас? Кажется, немного лучше. Ты слишком опрометчива. Не всё можно преодолеть одним напором. И что ты чувствовала, когда боролась с ними? Как бы сказать, не то, чтобы они хотели причинить мне боль, а скорее я чувствовала, что зависит от меня самой. Хорошо, что ты не сдалась на середине моста и сумела перейти его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дедушка улыбается. Точно. ПИС! Через несколько дней возле моста стоялся общественный сугодник. Около в него нашли целый ящик выброшенных кукол. Видимо, из-за них там была нездоровая атмосфера. Но всё это только слухи. Кукол наконец поместили в храм. Это всё из-за того, что в кукол легко могут вселяться духи. Их больше нет. Нет, всё в порядке. Хотя дедушка сказал, что будет нелегко их изгнать. Но может быть, это не было так уж трудно. Кто знает. В этой ситуации, бедным, праздничным куклам пришлось очень не сладко. Дедушка очень переживает, когда дело касается потусторонних вещей. Нам же лучше, если кто-то будет почитать этих кукол. Сами куклы ведь не могли дать людям знать, что их выбросили и забыли. Что такое, почему ты и не идёшь? Их и вправду там нет. Да нет, нет. Ну, может, лучше. А, сбегаешь. Наконец пришёл день соревнований змеев. Здорово! Комби змеи потрясающая идея. Теперь первый приз должен быть наш. Не всё бывает замечательно. Озвучила Нуар. Перевод Кассандра. Отдельное спасибо, арахнолог. Это и многое другое вы можете найти на сайте anidab.com. Недавно в нашей школе появилась пара странных типов странных. Он вдруг поздоровался со мной. Он твой поклонник? Сестрёнка-то определённо. Имеешь успех у парней. Вовсе нет. Кто-то сидел у него на плече. Кто-то? Следующая серия «Бабовый человечек». Нужно обсудить это с дедушкой. Дедушка ничего толком мне не сказал. Э? А чего ты застеснялась? Следующая серия «Бабовый человечек». Уже сказали. Весна — это время переживаний. Переживаний? Да. Сердечных переживаний. Наверное, Шизеру. Пора любви. Но Шизеру эти чувства неведомы. И что? Её же лучше. А может быть, с приходом весны Шизеру тоже влюбится? Но это вряд ли. Если так Шизеру даже не заметят. О чём это вы с дорогой говорите? Видишь. Кажется, Аки и Шина были правы. Точно. Над чем это вы смеетесь? Все, что вы смеетесь? Я давно уже обратил внимание на Хибару-сан. Вообще, учёба не мой конёк. Однако я полюбил занятия в библиотеке. А ведь так бывает Хибару-сан. Хибару-сан. Поэтому, когда я наткнулся на её рассказ в журнале, я был очень счастлив. Сложное впечатление. Это совершенно иной мир. И эта непохожесть позволяет мне лучше ощутить её очарование. Но я даже не осмелюсь, а заговорить с ней. Ари-то! О чём это тут вздыхаешь? Пошли домой. К-кому-то? А Хибаре? Больше никого тут нет. Откуда ты знаешь? Это слишком очевидно. В последнее время ты глаз с неё не сводишь. А у Хибары есть парень. Я слышу, она завернула всех, кто признавался. По мне у неё слишком завышенные требования. Мы с Ники-то учились в одном классе. Она почти не разговаривала с парнями. Вот как. Может, она кого-то уже любит. Мне бы хватило просто быть её другом. Опять пустые мечты. Какой ещё друг? Снова он? Кто? Мужчина должен быть храбрым. Мужчина без отваги всего лишь и жалкий отброс. Эй, Арита. Не обращай внимания. Не так давно в моей жизни появился этот тип. Бобовый человечек. Сначала я думал, что это просто сон. Вот ведь повезло оказаться вместе с Хибарой-сан. Сейчас не время мечтать. Надо ей что-нибудь сказать. Попробуй постучать её по плечу. По плечу. Да, по плечу. Да, ты смотришь ниже-ниже. Ты выбрал настоящую красавицу. Не ожидал, что такого дурника как ты привлекают красивые девушки. Ты кто такой? Это же сон. Смелее вперёд. Что мне ей сказать? Что такое? А, он твой друг? Ну, он Хибаро-сан. Здравствуйте, барышня. Вообще-то этот парень... Не болтай лишнего. Какой чудесный друг. Правда? Это шанс, шанс. Замолкни. С тех пор он всегда появлялся в моём сне. И всё время провоцирует меня, как старый развратник. А теперь пристаёт. Даже когда я не сплю. Так он сейчас здесь? Сейчас нет. Или он где-то поблизости, просто не показывается. Понятно. Ну, а если честно, может он иллюзия, плод твоего неудовлетворённого желания, Арито-сэнсэй. Сначала я тоже об этом думал. Какимутоку. Но это не так. У тебя внутренние противоречия со мной тоже бывало. Тогда скажи, как их преодолеть. Я не понимаю, о чём этот тип говорит. Торговля людьми, весёлый квартал. Ты про них знаешь? Впервые об этом слышу. Раздвоение личности? Похоже. А почему я встретил этого паршивца? Мне до того неловко, что я даже не могу поговорить об этом с родителями. Прости, кажется, ты только со мной можешь это обсудить. Ну, если это всё так серьёзно, и ты боишься насмежек, может тебе посоветоваться с врачом? Пока я ещё терплю его. Ну, что будет дальше? Если я не выдержу, то, наверное, так и сделаю. Этот гад должен быть сейчас смеётся надо мной. Вот чёрт. Она такая красивая. Но вряд ли обратит внимание на меня. Попал. Иногда я вижу его. Кто же он такой? Завладил ли он телом этого мальчика? Хотя не стоит. Лучше не вмешиваться, а то дедушка опять рассердится. Никаких шансов. Это же... Похоже, она похожа на ту девушку. Чёп, на, покупай. Да ну как-то неловко. Покупай, или потом пожалеешь. Продадут кому-то ещё. Хорошо, вот ты молодец. Прости, Арита. Напугала тебя? Нет, всё хорошо, чего тебе. Мы же соседи, пойдём вместе домой. И, кстати, что ты там прячешь? Ничего. Да ладно тебе, что там? Верни. Я вовсе не собирался его покупать. Не пойми, неправильно. Что это с ней? А, вот оно что. Это ты о чём? Тебя лучше не знать. Короче, ты покупаешь или нет? Попробуй поговорить с ней. Чего это ты вдруг? Такими темпами ты ничего не добьёшься. Ну и ладно. Если это судьба, то и шанс подвернётся. Вот, не думал, что такой большой парень трусишка. Так ты своего шанса до старости прождёшь. Всё нужно делать в своё время. И меняться, и решаться. Стань сам себе шансом. Легко сказать. Раз первый шаг не самый важный. Хочешь, я всё сделаю за тебя? Не волнуйся. Ты будешь в сознании. Я просто буду тебе помогать. Ты же всегда хотел поговорить с ней. Я помогу тебе выбрать удобный случай. Делов-то... Отлично, сначала ты должен понять её. Ты же прочитал её рассказ. Расскажи мне, о чём и какие чувства вызвал он у тебя. Затем выясни её распорядок дня. Действуй при любом удобном случае, понял? Да. Её рассказ немного. Необычные истории. Да, крошечный одноглазый монах. Он ездит на плечо у мальчика? Да. Кто это, дедушка? Это божество, защищающее деревню от демонов. Он не причинит вреда, не беспокойся. С таким настроем, как у тебя. Предоставь это мне, я мигом всё. Уложу. Привет, ты ведь Хибара-сан? Да. Я из параллельного класса. Меня зовут Арито. Я прочитал твой рассказ в литературном журнале. Я бы хотел поговорить с тобой о нём. Некоторые эпизоды такие интересные, не оторвёшься. А самые невероятные вещи у тебя так легко написаны, что кажутся вполне реальными. Спасибо. Привет. Она не, кстати, пришла. Всё, вынужден тебя покинуть. Стой, ну. В последнее время всегда вижу тебя в библиотеке. Что ты тут делаешь? Хотел спросить Хибара-сан насчёт её рассказа. Рассказа Шизару? Когда-то ты начал читать? Тебя-то это вовсе не должно касаться. Я сейчас с Хибара-саном разговариваю. Послушай, Хибара-сан. Насчёт твоего рассказа. Как бы сказать. Так значит, читаешь? Вчера ты читал очень странную книгу. Прекрати. Эй, ты чего творишь, дурак Арито? До встречи, Хибара-сан. Пока. Арито-кун твой друг? Вроде того. А, так вы друзья детства. Да, наши дамы неподалёку друг от друга. Мы вместе ходили в школу, когда учились в начальных классах. Хотя у наших родителей сохранились тёплые отношения. Мы теперь не общаемся так близко, как раньше. Понятно. Так о чём? Вы говорили с ним. Он просто спросил меня о том, что я написала в литературном журнале. Этот парень никогда не читал книги и не знал, как разговаривать с девушками. Кама изменился. Хотя нас и перерывали на середине. Это уже успех. Не думал, что смогу заговорить с ней. А ещё она мне улыбнулась. Разве не здорово? Да. Для первого раза очень неплохо. Однако она очень сдержанная девушка. Её глаза смотрели мимо тебя. Я произвёл на неё плохое впечатление. Нет, это же первый раз. Как держать понемногу? Ты сократишь расстояние между вами. Я постараюсь. Хибара-сан! 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 Значит, тогда он вселился в его тело. Похоже, она уже начала замечать тебя. Осталось ещё прочитать те книги, что она посоветовала тебе, и у тебя будет повод для следующей встречи. Я постараюсь. Ты серьёзно взялся за дело? Это книга, которую посоветовала Хибара? Ну, ты даёшь. Ну, а тут странный тип, больше не появлялся? Вроде нет. Правда. Здорово. Значит, это точно был глюк от неудовлетворённого желания. Ты смог поговорить с Хибарой? Это уже достижение. И как она отреагировала? Ты будешь с ней встречаться? Как и сказал Катимота. Хотя я начал говорить с ней. Её слова больших надежд и не внушают. Я должен прочитать все эти книги и найти новую тему для разговоров. А сама-то она их прочитала. Как утомительно. Я не хочу во всём полагаться только на него. Хибара-сан. Интересно, что она обо мне думает? Что? Ты хочешь поговорить с ней сам? Да? Спасибо тебе за помощь. Но я не могу всё время надеяться только на тебя. Теперь я сам постараюсь приложить все усилия. Хотя мне нелегко это говорить. Но не мог бы ты больше не появляться. Понимаю. Ты должен справиться сам. Спасибо. Он из твоей школы? Ты беспокоишься за него. Шина сказал, что он сильно изменился. Я думаю, что он изменился потому, что то божество вселилось в него. Изменился? А как? Раньше он не учился и не разговаривал с девушками. Однако он вдруг заговорил со мной. Да он просто влюбился в тебя. А? Почему? Это же до тебя медленно доходит. Нелегко быть милой и приветливой девушкой. Ты о ком говоришь? Ты безнадёжна. Кстати, может этот парень всегда хотел поговорить с тобой? Разве это не хорошо для него исполнилась его мечта? Правда. Правда. А, Фуми-чен. Напугала меня. Об этом я и хотела сказать тебе. Ты была здорово напугана сейчас. Извините. Ты думала, что это новый ученик? А Рита ведь так? Он такой приставучий. Если он тебе не нравится, так ему и скажи. Или ты хочешь, чтобы я ему сказала? Вовсе нет. Что? Может, ты влюбилась в Риту? С-со-со-ю-ваке? Тоже нет. Все парни сохнут по тебе, Шизру. Сохнут? Но он слишком настерный. Лучше поговорить с ним. Даль, мне даль. Нужно что-то такое. Ждёшь Шизру? Вовсе нет. Послушай, почему ты садишься рядом со мной? Недавно мои подруги говорили о тебе. Не очень-то хорошо. Я знаю, ты хочешь подружиться с ней. Но ты должен думать о чувствах Шизру тоже. А вот это не твоя забота. Ну, может быть. Для чего эта тетрадь? Не отдай. Что это? Ты пишешь стихи? Ты вряд ли сам вступил в литературный клуб, ведь так? Почему это нет? Ты вступил в литературный клуб? Потому что хотел наладить отношения с Шизру. Ну так поступать неправильно. Эй, говори потише. Но ведь... Что в этом такого? Верни мне тетрадь. Хибарасон, это ничего не... Ты в порядке? Нет. Все не так. Это судьба. Это все из-за тебя. Шинтаро. Шинучан звонит. Извини за сегодняшнее. Это все из-за меня. Да ладно, я не сержусь. Твоя тетрадь. Она мне не нужна, можешь выкинуть. Знаешь, у тебя очень хорошие стихи. Хватит. Можешь не говорить мне этого. Нет, правда. Я сама удивилась. Теперь-то я знаю о твоих способностях. Что? Я уже видел раньше этого. Мы ведь ходили в этот парк, когда были в детском саду. И даже еще раньше. Правда. После того случая я больше не видел этого типа. Думаю, он появлялся потому, что в рассказе Хибары-сан был одноглазый Карли. Может быть, это... После этого я редко разговаривал с Хибары-сан. В общем, это просто была моя халлюцинация. Матурчий здесь. Кто же он такой? У дедушка сказала, что он божество. Я хотела в этом убедиться. Озвучила Нуар. Перевод Кассандра. Отдельное спасибо, Арахнолог. Это и многое другое вы можете найти на сайте anidab.com Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Что это? Убитаем. К Ну что я круто. Давай, сестеронка, скажи мне название следующей серии. Ничего не поняла. В следующей серии трость из цветущей Сакуры. Оставайтесь с нами. Красота. Еще вчера она не была такой красивой. Теперь еще эта напасть объявилась. Скорее бы уже научиться защищаться от них. Трость из цветущей сакуры. Доброе утро! Утречка! Что с тобой случилось, Мизуки? Ты вся в лепестках? Это был первый теплый весенний ветер. Можно и так сказать, хлопот от него. Мы обсуждали следующий выпуск стен газеты. Мизуки, есть время? В последнее время полное затишье. О чем же нам писать? В этот раз мы можем сделать фоторепортаж, это же легко. Шутка, ведь не прохватит. Фото? Шучу, мы что-нибудь напишем. Я же пошутила. Разве не здорово? Точно. А раз сейчас весна, почему бы не напечатать фото цветущей сакуры? Верно. Мизуки, твоя идея, тебе и фотографии делать. К тому же лепестки сакуры, кажется, тебя очень не любят. Спасибочки. Ладно, сделаю. Сестренка, дай на время свой фотик. Я просто сказала, давайте в этот раз сделаем фоторепортаж. Почему получилось так, что я должна фотографировать? А какие фотографии тебе надо сделать? Цветущей сакуры. Фото охота нелегко. Мики санжа убегает. Раз Сакура не двигается, сделать ее фото будет легче? Формально, да. Однако, очень трудно сделать хорошую фотографию. В любом случае, сначала надо попробовать. Какая красота. Надо найти подходящий ракурс. Ааааа. Ну вот, опять. Какой настырный попался. Что? Халка? Ветер, утих. Ветка, ну на ней намотаем. Какая-то тряпица. Трость. Сестрёнка, дедушка, смотрите, что у меня есть. Вот. Что это? Ты что-то видишь? Она цветёт. Я почувствовала что-то, как только взяла её. Похоже, она даёт мне силу, а ещё прилив энергии. Что ты об этом думаешь, дедушка? Может, это что-то могущественное? Это просто обломившаяся ветка. Но это тряпица, может, кто-то просто так обмотал её. Но ведь... Она даёт тебе силу, потому что ты считаешь её волшебной палочкой. Посохи издавна были вместилищами духов и символами власти. Они обладали магической силой и защищали от зла. Здорово! Здорово! Правда, всё хорошо. Это меня немного беспокоит. Всё зависит от того, как она её использует. Здорово! Мизуки, что это за палка? Наверное, странно выглядит. Точно. Есть немного. Я пыталась сделать её более милой. Это вроде талисмана. Мне спокойнее, когда она у меня в руках. Так, а теперь, пожалуйста, произнесите эти слова. Есть желающие? Тогда Хибараса. Да. Давай, покажи класс. Отстань. Как же? Они произносятся, я ведь учила вчера. Аллочка. Может, она хочет поделиться со мной силой? А? Вот так чудо. Кажется, я знаю всё. Майкай. Хофу. Шокуга. Верно. Хорошо подготовилась. Вот это да. Как настоящая волшебная палочка. Надо же. Заболела, что ли. А что это? Талисман. Талисман? И он здорово мне помогает. Это же просто палка. Ну ты чудик. Ну что бы ты понял. Да, Мизуки. Ты сфотографировала Сакура для стен газеты? Может, забыла? Совсем забыла, прости. Ну вот опять. Мизуки всегда улыбается, когда извиняется. Завтра принеси. Наша статья почти готова. Конечно. Сделаем. Миньки-сэн, представляешь, что сегодня произошло? На уроке японского учительница спросила меня про слова, что я вчера учила. А я забыла, как они произносятся. Тогда я сжала в руках палочку. Вспышкой я почувствовала силу. Я тут же их назвала. Я так рада. Может, Миньки-сан тоже увидит это? Она выросла. Сестренка, эта палочка впрямь волшебная. С ними нечего бояться. В следующий раз, может, сходим на фабрику? Я там ни разу не была. А еще я хочу в женский бассейн. Это точно из-за палочки. Разве в местах что-то упомянула? Раньше в тебя вселялись духи? Может быть, ты сама бессознательно избегала их? Бессознательно? Будь это ты, может, так бы оно и было. А что касается меня, вряд ли. Все-таки эта палочка меня выручила. Правда? Мне кажется, Мизуки, ты должна больше верить в себя. Верить в себя? Не так-то это просто. Кстати, ты уже сделала фотографии цветущей Сакуры? Совсем забыла. Мне же надо их завтра в школу принести. Я побежала. Постой, Мизуки. Я ушла. Все ненормально, Мизуки. Как хорошо, когда никто не вселяется. С этой палочкой я могу ходить куда угодно. Где бы не могла быть раньше. А это точно из-за палочки. Да, ну ерунду, сестренка сказала. Чтобы еще сфотографировать. Все хорошо. С ней все будет хорошо. Эта палочка просто класс. Так, наделаю еще фоток. Цветов на палке Мизуки становится все больше и больше. Как бы не вышло беды. И от духов Мизуки спасла вовсе не палка. Надо бы все объяснить, Мизуки. Она должна это понять сама. А? Сама? Не волнуйся. Цветы растут, потому что Мизуки их подпитывает. Мизуки? Есть легенда о цветущей сакуре. Давным-давно один слепой, взяв трость, отправился в путь. Помолился о далекой гробнице на Кисю. Он молился, чтобы к нему вернулось зрение. Боже, если ты действительно всемогущий, иви мне чудо. И он тут же вновь стал видеть. Он понял, что трость ему больше не к чему. Поэтому он воткнул палку в землю и двинулся в обратный путь. Говорят, что на следующие годы с палки выросло вишневое дерево. Палка превратилась в вишню? Была ли молитва причиной того, что к нему вернулось зрение? Или же он настолько сильно этого хотел, что сам смог прозреть? Кто знает. Что ты об этом думаешь? Не будь его желания таким сильным, он вряд ли смог бы преодолеть такой долгий путь. С тростью, Мизуке, похожая история. Красота. Забыла сделать фотки? Простите. Тебе лучше поторопиться, а то Сакура скоро облетит. Что же это со мной? А, я нашел волшебную палочку. Итак, мечник превращается в мага. А ну ты хитрюга, стой! Эй, что вы творите? Это очень важная вещь. Кто разрешил ее трогать? Да что с тобой, если она так важна для тебя? Чего ты ее в школу таскаешь? Это так необходимо носить ее в школу? Я слышала, что у вас слабое здоровье, Хибара-сан. Палка как-то связана с этим? Понятно. По правилам, такие вещи нельзя приносить в школу. Но в вашем случае, думаю, можно сделать исключение. Не надо. Я больше не буду ее приносить. Простите. Так и не пойдет. Кажи, если я могу ходить где угодно. Все бестолку, если я забываю о важных вещах. Не слишком ли все просто с этой палочкой? Пусть лучше, пока у дедушки побудет. Хотя... Дедушка как-то сказал, что это обычная палка. Прощай. Она не отцепляется. Эй, это... Дедушка! Дедушка! Как же? Я не могу освободить руку. Цветы разрослись. Еще больше. Она укоренилась. Что же? Ты правда хочешь выбросить ее? Уверена. 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 Почему это место подойдет? А почему мы ушли так далеко? Потому что тут хорошее место. Уверена. Уверена. Вот так. Пересадим ее сюда. Мизуки. Переверни свою палочку верхом вниз. Верхом вниз. Так. Да. Втыкай ее сюда, в очищенную землю. Остановишься, когда я скажу. Повторяй все время. Дай раз тки в этой земле. Дай раз тки в этой земле. Дай ростки в этой земле Продолжай молиться Эта палка не давала тебе никакой силы Да у нее и не было силы Что? Не останавливайся, молись Дай ростки в этой земле Она лишь увеличивала твою силу Только и всего А сила была в тебе самой Хотя ты сказала, что хочешь выкинуть ее Но из-за твоего нежелания расстаться с ней Она укоренилась в твоей руке Мизуки Однажды эта палка сломается Я когда-нибудь умру Кто тогда позаботится о тебе Дай ростки в этой земле Дай ростки в этой земле Дай ростки в этой земле Дай ростки Ты собственными силами можешь изгонять духов Это значит, что ты растешь И ты не должна останавливаться на достигнутом Кур не исчезает Тихонько отпусти палку Хорошо Хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, мое шестое чувство стало гораздо сильнее. Я не только угадываю ответы тестов. Если я попадаю в подозрительное место, то чувствую жуткую усталость. Это тебе мерещится, мерещится? Перестань. Я вижу их. Вижу. Они позади Шизеру. Где? Фуми. Там на самом деле какая-то мелочь. Фуми-чан, ты вправду видишь их? О чем ты, Шизеру? Это же вранье. Прости, Шизеру. Это уже слишком. Ты точно? Ты такая доверчивая. Когда Фуми-чан сказала, что я была счастлива. Почему я на это так надеялась? Я же знаю, что это невозможно. Куколка. Сесон дождей всегда отгоняет меня в тоску. Я слишком часто вижу их. Вообще-то я должна была уже к этому привыкнуть, но их количество слишком большое мне не по себе. Даже на тех, на кого раньше я внимания не обращала, теперь последоваю с опаской. Должно быть, я слишком чувствительна. Снова это время года. Мне нужно быть поосторожнее. Слушай, сегодня в школе. Мизуки? Что? Мужи, слушай внимательнее. Я слушаю. Но знаешь, нынче их слишком много. Это потому, что для большинства из них это время перемен. Как только увеличивается активность в этом мире, тоже происходит и в их мире. Многие создания активизируются в этот период. А когда существует в этом мире активность, призраки в том мире тоже начинают действовать. Это похоже на аллергию, на пыльцу. Хотя по времени поздновато. А разница не слишком велика? Я напишу, Мизуки, новое заклинание. Не забудь взять с собой. Ладно. Кажется, ты не сильно беспокоишься, Мизуки. Ты слишком восприимчиваешь Иезуру. Иезуру. Э. 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 Продолжение следует... 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 Эти красные флаги пробуждали во мне дурное предчувствие. Какое-то несчастье обрушится на эту семью в течение нескольких дней. Не хочу. Не могу больше. Я так встала от этого бессилия. Что-то не так? Нет. Хотя я знаю, что способность видеть духов сама по себе вообще неплохо. Но... Ты ей так ничего и не сказала. Кош, такое так просто не скажешь. Хотя я видела предзнаменование. Если бы пришла я и сказала это той семье, что скоро с ними что-то ужасное случится. Они, конечно, разозлились бы и не поверили мне. Почему ты видишь их? Что ты видишь? Придет ли день, когда я смогу понять это? Да уж. Даже если я пойму, я все равно должна буду думать, как поступить. Трудно, да? Сестренка. Сестренка. Хотя я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, лучше не думать только о плохом. Пожалуй. Сколько еще продлится этот сезон дождей. Если он не кончится, мое шестое чувство совсем притупится. Снова-то за свое. Я его принесла. Его опубликовали. Рассказ нашей Шизеру Сенсей. Сенсей? Он на первой полосе. Лучше, что есть в этом журнале. Точно. Не сравнивать с остальными. У Шизеру такое богатое воображение. Покажи, покажи. О, о-о-о-о-о. Вы, пойди и купи. Можно прочитать рассказы Шизеру Сенсей на торморщинку? Да не жми, ты. Нужно это смотреть. Вообще-то, я не так много из-за этого. Хотя я сказала, что это выдуманная история, на самом деле она правдит. Описывая происходящее в рассказах, я таким образом снимаю напряжение. Но никто до сих пор не понял, истины. А, слышно про пожар сегодня утром? Неужели в винной лавке? Ты уже узнала Шизеру? Жаль, что меня там не было. Слушай, соображай, что говоришь. Это тебе не праздник. Ладно уж. Любит Фуми такие шутки. Люблю. Поэтому я и говорю тебе следить за языком. Хорошо, прости. Но все равно это ужасно. Учитель вдруг взял и устроил сегодня контрольную. А мне повезло. Глава, которую я вчера повторила, попала сегодня на контрольную. Правда? Извиняй, но даже ты должна признать, что это судьба. Да? Должно где-то совпадение, как знать. Эй, Шизеру. Что с тобой? С тобой что-то случилось? Ты какая-то подавленная. Ай, ничего, простите, я в порядке. Правда? Я всегда такая в это время года. Как я тебя понимаю. Все время идет дождь. Да? Правда, из-за этого? Кота? Что? Кота? Что? Шизеру? Они ведь не могут видеть это. Простите. Выйдите вперед. Что-то не так? Я кое-что забыла. Шизеру, осторожнее. У меня жжется, и даже не горячий. Это призрачный огонь. Поняла. С каждым взмахом их больше становится. Ла, 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 ла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не стой так, ты же вся промокнешь Простите Ты как? Простудишься же Все хорошо Ты все-таки простыла Наверное Вот, горячее молоко Спасибо Хотя это было очень красиво, но... Его называют куколкой или ложный огонек Куколка не насекомый, а огонек? Как странно Да, еще и не горячий Это призрачный огонь появляется во время дождя Кое-где его еще называют бычьим призраком Если после того, как зажгется, он не двигается, то он исчезает В основном призрачный огонь исчезает на рассвете Только один человек может его увидеть Порой призрачный огонь И вытесняет огоньком Ян Поэтому они исчезают? Обычно они не причина вреда Если ты спокойно посмотришь на них, то увидишь, как они удивительны Когда Ян движется, он может превратиться в Ян и наоборот Как вот и происходит круговорот Ян и Ян призрачных огоньков Порой это можно увидеть Это так красиво Здорово, сестренка Я тоже бы хотела это увидеть Я бы тоже хотела посмотреть на такую красоту Мизуки Даже среди тьмы и уныния всегда найдется что-то светлое и радостное Так что нет худа без добра И способность видеть призраков Это вовсе не так уж плохо Увижу ли я их еще когда-нибудь Шизру, доброе утро Ты не простыла? А ты приободрилась Шизру Сансей Я прочитала журнал Шимичан Прости, она достала меня своими просьбами дать ей почитать Но слушай, это же здорово Шизру, ты гений Ты преувеличиваешь, Фумичан Вовсе нет Твой рассказ как будто реальную историю описывает Ладно тебе Нет, правда-правда Захваливаешь ты меня Слушай, Шизру А ты правда можешь их видеть? Слушай, ты опять начинаешь со своими мистическими заскоками Про твое шестое чувство мы знаем, но ведь Шизру не ты Ну извини Просто твой рассказ меня поразил Прости, Шизру Да уж Ну и ну Если я скажу, что могу их видеть, поверят ли они мне? Будут ли они общаться со мной, как сейчас? Пойгут ли они того, кто видит призраков? Услышат ли они меня? Знаю, вряд ли стоит на это надеяться Все-таки единственное, с кем я могу поговорить об этом Мизуки! Сестренка Сегодня утром я видела вроде как белую змейку неподалеку Что? Мизуки, ноль реакции? А, вот как И что дальше? Судя по ответу, тебе неинтересно Я их не вижу Так что что тут интересного? О чем это ты? К тому же, хотя ты и здорово пишешь Ну вот рассказываешь, ты паршиво Ну же, если ты мне не расскажешь, вряд ли это будет интересно Ну зачем же так? Тебе бы стоило поупражняться в мастерстве рассказчика Не хочу это слышать от тебя, Мизуки Ведь ты, Мизуки, единственная, с кем я могу поговорить об этом Да-да Прости, я слушаю, слушаю Ну что дальше? Сестренка? Ладно, хватит Подожди, ну прости Я буду внимательно слушать в этот раз Ну не сердись на меня Твоя милая молодшая сестренка Приносит тебе свои извинения Ну же, сестра Милая змея ползла-ползла и в конце концов исчезла в канале И что? Все, конец истории И все? Говорю же, ничего интересного Ну, извини Смогу ли я когда-нибудь поговорить о призраках с кем-то, кроме музыки? Однажды в полдень я услышала какой-то звук Он доносился из музыкального класса в старом здании школы Иногда я слышу музыку, которую невозможно описать Остальные не могут ее услышать Но когда я спросила дедушку о ней Похоже, это что-то интересное Это не опасно? Сама музыка не опасна Пока ее не увлечешься Как, впрочем, и чем-то другим Я и правда чувствовала, что в ней нет ничего плохого Но все-таки что это? Как много инструментов В конце концов, это же музыкальный класс Тогда они тут собираются и шумят Что? Там кто-то есть Сарабаясин Правда? Точно Я начала беспокоиться даже по пустякам Может, со мной что-то не так? Косаки-сан Сколько раз вам повторять? Прежде чем Это же вчерашний дух Что случилось? Шизуру Шины-чан Косаки-сан Видимо, она опять разозлила учителя Знаешь ее? Она новенькая Приехала из Токио Слышала? Она живет у бабушки Прямо как ты, Шизуру Но сама Она ничуть на тебя не похожа Не похожа? Она никому не нравится Недавно в медкабинете Мишу-ми Выключи музыку У меня ничего не играет Она накричала на больную девочку Хотя сама просто прогуливала урок Кажется, она слышит то, чего нет Многие ее недолюбливают Слышат Может, это из-за того духа? Что? Ничего Ну ладно, я пошла Зайдем в кондитерскую по дороге домой Простите Идите без меня Да, как жаль Ладно, Шизуру сходим С нами в следующий раз А сегодня мы втроем И я не говорила, что пойду Ну и что? Там столько всего вкусного, правда? Сегодня мы здесь Куда оживленнее Кто это? Кто там? Это... Который час? Косаки-сан? Что? Уроки закончились? А... Что? Что ты делаешь? Разве непонятно? Прогуливаю А ты-то как здесь оказалась? Просто мимо проходила Да, в таком случае Это куда же тебе идти надо было? А я-то думала, что нашла уютное местечко Куда никто не доберется Уютное? Здесь? Да Тут я по-настоящему отдыхаю Тебе не понять Ты ничего странного не замечала? Музыку слышала Или еще что? Ты тоже слышишь? А? Точно? Музыка! Здесь я как будто слышу чудесную музыку Ясно! Тебе сюда тоже музыка привела? Пожалуй Тут столько замечательных вещей Замечательных? Это все инструменты? Верно Правда о них мало кто знает Среди них много интересных Некоторые сломаны и расстроены Но многие еще вполне пригодны Когда я в настроении Могу сыграть На них Или на чем-то еще Странный звук у этих барабанов Они называются табла Ты хорошо в них разбираешься? Немного? По правде говоря В начальной школе Я была в духовом оркестре Но я не могла играть то Что мне нравится Потом я поняла Что не могу ладить с учителем Да и с остальными в оркестре Но это не значит Что я не люблю музыку В нашей школе тоже есть Духовой оркестр Мне не хочется записываться В такой оркестр Я люблю приходить и играть здесь Когда захочу Поэтому я и говорю Что тут уютное местечко А ты играешь? Нет Хотя очень люблю слушать музыку Правда Слушайте это здорово Нужно дать волю воображению Они приходят потому что они здесь счастливы Наверное из-за нее? Я не представилась Меня зовут Косаки А я Хибара Шизру Я не думала Что Косаки-сэн Так привязан Я стала часто заходить В музыкальный класс Косаки-сэн Косаки-сэн Не разговаривала с остальными Но в том старом классе Ей было весело И мне Тоже было с ней хорошо Мы стали часто Встречаться после школы Косаки-сэн Косаки-сэн открыла для меня музыку, которую я раньше не слышала Слушать музыку Что может быть лучше Мне даже захотелось Не только слушать Но и самой играть Эй, сестренка Мизуке Я спрашивала, что это ты слушаешь Прости О, послушай Что это? Шизру, привет Шина-чан, доброе утро Сегодня после школы Мы Прости Я сегодня занята Вот как Шизру, ты стала проводить много времени с Косаки-сэн Да Я слышала Ее исключили из школы в Токио За плохое поведение Знаю Говорят, она часто бывает в опасных местах И берется за сомнительные подработки Осторожнее с ней Но я не думаю, что она плохая Шизру Ты видишь, в людях только хорошая Не связывалась бы ты с ней Акифуми тоже беспокоится за тебя Значит, только ты и Косаки Можете слышать эту музыку Да Если Косаки-сэн слышит музыку оттуда Может, она тоже немного медиум Медиум? Такая же, как мы Возможно, в какой-то степени Говорят, что люди, близкие к искусству, могут чувствовать и потустороннее Она вполне может ощущать подобное Все духи, скорее всего, не опасны Но я беспокоюсь за Косаки-сан Ты о чем? Она прогуливает уроки Чтобы приходить туда Может, связь между нею и призраками Становится сильнее? Похоже, эта музыка поглотила ее Можно хоть что-нибудь сделать? Что бы ты ни сделала, не поможет Тут призраки не виноваты Прежде всего, это ее ошибка Что она связалась с ними и стала прогульщицей Но что важнее Я не против того, что ты волнуешься за подруг Ходишь играть с ними Но я хочу, чтобы ты возвращалась домой Как только начинает темнеть Хорошо Привет, Кибара Косаки-сан Я ждала тебя вчера Что случилось? Извини Сегодня придешь? Ладно Приходи, когда захочешь Косаки-сан Что? Наверное, не очень хорошо столько времени проводить в музыкальном классе Не хорошо? Ты о чем? Ну Мне кажется, нельзя только прогуливать уроки Мне до них нет дела Нет дела, но ведь Ясно Ты такая же, как остальные Что, хочешь, чтобы кабинет был только твоим? Черный Так как? Нет, не хочу Вот и славно Прикидываться поимкой бессмысленно Шизуру! Пока Шизуру? Ты как? Хорошо С того дня Косаки-сан Перестала ходить в школу Косаки-сан 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 Заболела? Я так не думаю Слышала, узнали Куда она сбегала с уроков И выгнали ее оттуда Думаю, она не скоро вернется А может вообще не вернется Точно В пусте не появляется Вернется ли Косаки-сан Через несколько дней утром Мизуки Думаешь, раз в выходной То можешь так долго спать? Думаешь, раз в выходной Как же так? Я всегда слышала эти звуки Но теперь они превратились в музыку Невероятно Как тут тихо Может потому что нет Косаки-сан Мне так понравились Звуки таблы Наверное, у меня не получится Музыка-сан Музыка-сан Черный и белый Похоже Все веселятся от души Косаки-сан Косаки-сан Ты пришла Музыка-сан 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 Давно мне так хорошо не было Дедушка-сан Дедушка, мамушка Простите, не нужно домой Я возвращаюсь Они все еще здесь Простите, что рано ухожу Здорово было Просто музыку послушать А еще и потанцевать Хорошо порой так отдохнуть Ты вовремя вернулась Да Иногда лучшее лекарство Повеселиться от души И выкини с головы свою подругу Наконец Хорошее или плохое Все быстро проходит Ясно Сестренка Кто тебя носит? Музыки Почему он тебе передник? Потому что ты поздно вернулась И мне пришлось готовить ужин Прости Хватит смеяться Лучше помоги Хорошо Вскоре Косаки-сан Вернулась в школу Я снова услышала эту музыку Привет Ты пришла? Знаешь Насчет того Сыграем мы вместе Я лучше Послушаю Ладно Мне нравится просто Слушать музыку В таких делах Люди всегда Следуют Линию своего сердца Жара Сестренка Включи кондиционер Еще девяти нет Не так уж и жарко Да и дедушка заругается Что ты все время дома сидишь У нас с дедушкой разная температура Может в библиотеку сходить? Мизуки Казума Казума-кун А вот и ты Он приехал вчера Мизуки Не называй меня просто по имени Не называй меня просто по имени Не балуйся, Казума Мизуки Пошли ловить жуков Судамагайси Казума-ребенок Старшего сына нашей соседки Хироси-сан Он живет в Токио А сюда приезжают на каникулы Обычно на летние и зимние Ему тут не с кем играть Вот он и скучает Он как приезжает Тут же бежит к нам Он еще первокласска У нас даже общих интересов нет К тому же он такой мелкий Но доедливый Мизуки Хватит, это вовсе не смешно Будешь так делать Не пойду с тобой Ладно, пойду Только не плачь Тогда идем Быстрей, быстрей Мизуки, ну же, пошли Да ведь Так все хорошо Чего пялишься на меня? Чего пялишься на меня? И не передразнивай Это ты дразнишься Я старше тебя-то Не должен себя так вести Как ты меня утомил А за храмом дубовая роща Уверена, жуков там навалом Что там? То дерево Почему на нем висит эта штука? Потому что это священное дерево Что такое священное? Это значит особое дерево В этом дереве Живут Кодама Кодама? Кодама это духи Воплощающие характер деревьев Но не во всех деревьях Есть Кодама Как думаете, почему? Ну не все деревья Достаточно большие и старые Отчасти это так Но духи вселяются не во все старые Большие деревья Это дерево похоже на другие Так почему из всех выбрали Именно его? У дерева Сильный характер Поэтому духи в нем И поселились Сильный характер Эй, Мизухи Извини, идем Прости, пожалуйста Думаю, что-нибудь досвалилось Посмотри вокруг Эй Выбирай деревья, где живут джуки Совсем запинал бедняжку Да, вот тут Попробуй поискать в коряге Неплохо, Казума Что не так? Слишком маленький Пойдем к следующему дереву Да, здесь должны быть жуки Какой-то ты хилый А это что? Это? Оберег Тоже хочу Поддашь? Казума Нечего дразнить других Да еще и клянчить что-то Потому что другие Это другие Это это ты Ты должен быть самим собой Собой? Мизуки, ты всегда бываешь собой? Ну Дай мне Ну же дай Дай мне оберег Дай мне, Мизуки Дай его мне Ну что с тобой делать? Оберег слишком важен для меня Может ему хватит мешочка Держи Ура Хибара Такацу, Касама Жуков ловите? Да А вы тоже? Ага Что это за малец? Это внук нашей соседки Мы пошли ловить жуков-носорогов Носорогов? Пошли с ними? Да, хочу поймать носорога Но Мы же в лес идем Как мы потащим туда ребенка? Там опасно Да все будет хорошо Ну Тогда пошли Уже не хочу Какой капризный ребенок Пойду там поищу Азума, погоди Постой Тут опасно бегать Мизуки, ты как? Вот это громадина И правда Оно больше всех окрестных деревьев Эй, Хибара Вы где? Идемте ловить жуков-носорогов Носорогов? Подождите меня Выронила? Кто петел? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты как? Можешь сидеть? Голова кружится. Выпишь воды? Да. Что же это было? Девушки, ты ничего странного не чувствуешь? Нет, а что? Что? Уже очнулась? Девушки отдыхают. Дедушка? А оберег где? Потеряла. Следующий раз нарисовать его прямо на тебе? А нет, не надо. Ладно. Теперь тебе нужно поспать. Судя по дедушкиным лицам, все не так уж и плохо. Наверное. Она одержима. Пока ей ничего не угрожает, но... Она справится? Такое часто бывает, но для ребенка это слишком тяжело. Собой? Мизуки, а ты всегда бываешь с собой? Ну... То дерево... Точно, что-то не то. Много раз да сильнее, чем другие деревья. Не потому, что оно огромное и странное. Милы есть свой характер. Я чувствую это. Значит, в дереве, возле которого Мизуки упала в обморок, живут Кадамо? Да. Деревья, что могут стать жилищем Кадамо, привлекают к себе этих духов. Своим характером. Так и это дерево... Неважно, большое дерево или маленькое, куда... Важнее его характер. Меня вот только духи дерева беспокоят. Обычно их задабривают, молясь и поклоняясь. Но порой духи, что живут в деревьях, которые никто не почитает, могут натворить бед. Но почему именно Мизуки? У меня есть? Моя собственная я. Ты... Ты увидела себя во мне, не так ли? Считаешь меня каким-то особенным? А ведь это твоя личность. Я стану тобой. Люби меня. Играй со мной. Ненавидь меня. Заставь меня плакать. Будь со мной. Ведь ты. Это я. Как себя чувствует Мизуки-чан? Простите, что она заставила вас беспокоиться. Казуму очень беспокоился за нее. Мизуки! Казуму-кун пришел проведать тебя. Мизуки! Успокойся. Она, наверное, пошла к тому дереву. Мизуки! Дедушка! Да. Она попалась. Мизуки! Эй, очнись, Мизуки! Мизуки! Дедушка. Сестренка. Берегись. Они чужаки. Если хочешь остаться с собой, слушай лишь свой голос. Так кто же ты? Точно. Я. Я. Мизуки! Мизуки! Ну же, Мизуки! Эй, Мизуки! Мизуки, ну же! Мизуки! Мизуки! Мизуки, хватит, прекрати. Она притворяется, что не слышит нас. Но... Расскажу-ка я тебе интересную историю, Шизуру. Древний китайский мудрец Чуньцзэ написал книгу-притч. Один из его рассказов называется «Тень и полутень». Полутень — это слабая тень, которая образуется вокруг основной. Полутень спросила у тени. Недавно ты двигалась, а теперь остановилась. Мгновение назад сидела, а теперь стоишь. «Почему ты так непостоянно?» А дальше? Тень ответила. «Может быть, я завишу от чего-то еще. А может, и мой хозяин тоже от чего-то зависит, ведь мною могут управлять чешуйки змеи или крылышки цикады. Откуда мне знать, почему я делаю что-то? И почему я не делаю другого? Как глупо. Полная нелепость. Верно. То есть я... Значит, нами всегда что-то движет, помимо нашей боли. Смотри, как посмотреть. Притчи может показаться мрачной и лишенной смысла, но ты просто помни о ней. Послушай, ты родилась с собой, но общаясь с другими. Ты живешь в других людях. Если это не так, ты подобна полутени из этой притчи. Верно. Если все мои связи с другими исчезнут, я перестану быть собой. Лучше бы люди не беспокоились о том, что у них никогда не было. Не стоит бросаться на поиски этого. Лучше набираться опыта. Встречаться с новыми людьми. Так со временем ты найдешь себя. Останови его. Что? Разве ты не нашла себя во мне? Да, ну. Просто так. Но это неправильно. Ты важен для меня, но есть кое-что еще. Дедушка и сестренка. Меня окружает множество дорогих мне людей. Отныне я. Шестое тайное заклинание изою. Да будет Кадама заключен в пустоте чрева. Возвращайся в объятия сна. Это клетка, чтобы поймать меня. По мне так это ты сидишь в клетке. Больше мне нечего желать. Уверен, мы еще свидимся. Ты сама освободишься из клетки. И мы сможем поиграть без помех. Жду с нетерпением. Я бы еще хотел побыть с тобой. Кита! Она исчезла! Мизуки! Мизуки! Очнись, Мизуки! Что? Почему? Я здесь. Возвращаемся. Как хорошо. Ничего хорошего. Горни Кадамы могут опутать и грешника, и чистого душой. И что это значит? Общеизвестно. Когда дети взрослые, то они начинают понимать, что такое вражда, что такое дружба и симпатия. Они учатся этому, копируя поведение взрослых. Ясно. Так мы общаемся с людьми и взрослеем. Казума, завтра снова пойдем ловить жуков. Правда? Этому жучку скучно одному. Да. Должно быть одиноко. Он наверняка встречает. На летних каникулах мы поехали к дедушкиному другу, Огаки-сану. Огаки-сан? Главный жрец в храме, что рядом с его домом. Спасибо за гостеприимство. Дедушка, тетушка! Дядюшка, давно не виделись. Как вы обе выросли. Кажется, почти год с вами не виделись. Желаю хорошо отдохнуть. Да, конечно. Мизуки-чан, Шизру-чан. Каорусан, рада тебя видеть. Здорово подросла, Мизуки-чан. Ага, есть немного. Каору единственная дочь, Огаки-сана. Она старшеклассница. Мы с Мизуки знаем ее с самого детства. Она занимается дзюдо уже долгое время. Им с Мизуки есть. О чем поболтать, ведь они обе спортсменки. Шизру-чан, хорошо выглядишь. Спасибо. Шум. После долгой поездки вас, наверное, жажда замучила. У нас арбуз охлаждается. Будете? Конечно. Каорусан, а школьный клуб дзюдо тренируется во время каникул? Да. Форма дзюдоиста – это круто. Здорово, наверное. Надеть такую и сбить кого-нибудь с ног. Кажется, у меня еще осталось мое детское кимоно. Примеришь? Можно. Да. Ура! Эти руки. Вот тот камень, о котором я говорил. Один из моих прихожан принес его откуда-то. Но уж очень он мне не нравится. Я сказала им, что мы правильно сделали, приняв камень. Но с тех пор у нас стало твориться нечто странное. Вы слышали странные звуки? Да, как будто топот. Мы провели обряд очищения, но не помогло. В этом камне точно что-то есть. Как я и думал. Вы не против? Если я исследую его. Шум может быть вовсе не из-за камня. Да, пожалуйста. Виноват? Потому чтоowią нашел. Подожди. Виноват? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец Каору-сан занимается дзюдо. Он когда-то преподавал в этом дадзю. Каору-сан с детства здесь тренируется. Доброе утро! Ты всегда по утрам занимаешься. Просто привычка. Хоть я и тренируюсь постоянно, но все еще недостаточно сильно. Мыть такого не может. Шизуру-чан, ты вчера ничего странного не слышала? Как будто топот. А? Да. Так я и знала. Это началось с появлением камня? Да. Что? Тут был какой-то шум? А я ничего не слышала. Ты очень крепко спала. Да? Дедушка, ведь это действительно было? Есть немало рассказов о камнях. Например, будто люди говорят в камне о камнях, повторяющих за человеком, или о камнях, издающих странные звуки. Как ночью. Обычно это просто дух камня или проделки лис. Они не причиняют вреда. Но если в камне дух защитник или божество, не стоит их сердить. Значит, скорее всего, шум все-таки от камнях. Это точно камень. Шум появился вместе с ним. Весь этот топот. С этим камнем точно что-то не то. Может, и руки, обвившие шею Каурусом, как-то связаны с камнем? Шизуру-чан. Я нашла его. Это кимоно, что я носила в пятом классе. Думаю, Мизуки-чан будет в пору. Вот она обрадуется. А где Мизуки-чан? Только что была здесь. Сестренка! Каурусан! Где это я? Ведь это... Дом Каурусан такой огромный. Тут как в лабиринте. Наверное, это и есть тот самый камень. Одним глазком взгляну. Обычный валун. Интересно, откуда тут топот берется? Сестренка, не пугай так. И ты тоже. Не брати здесь в одиночку. Но... Каурусан ждет тебя в Дадзю. Она тебе нашла кимоно. Правда? Да, пошли. Ага. Правильно падать так сложно. Ты как? Новичкам не нужно пытаться сразу вставать. Да все хорошо. Схватки я боже проиграла. Как мне стать сильнее? А можно этого добиться без долгих тренировок? Мизуки Чен, стать сильнее или побеждать в состязаниях не самое важное. Главное, чтобы Дзюдо тебе нравилось. А вот и отлично. Ведь я здорово провела время. Точно. Кауру, а ну иди сюда. Почему не посещаешь занятия Дзюдо в школе? Мне только что звонил тренер. Сказал, что ты прогуливаешь без причины. Твое дело, заниматься Дзюдо или нет. Но ты не должна никому халопату доставлять. Поняла? Извините за эту сцену. Ничего. Не могу поверить, что он узнал о моих прогулах. Тренировки в школе очень суровые. Я просто не выдержала. Вообще-то я подумываю бросить Дзюдо. Что? Почему? Устала, наверное. Я любила заниматься спортом. В первых классах старшая школа мне нравилась Дзюдо. Но школа решила выдвинуться за счет нашего клуба. Стало тяжело. Не только физически, но и морально. Я очень старалась. Но хотя я и занималась Дзюдо долгое время, сильнее не стала. На последнем турнире я проиграла младшекласснице. Тренер сказал, что даже выкрученные руки не оправдание. Если мне не достает воли к победе, то я должна уйти из клуба. Я понимаю, о чем он говорит. Но будто пусто внутри стало. Тогда я спросила себя. Почему я стала заниматься Дзюдо? Ты говорила об этом отцу. Это не так просто. Мне трудно вот так все бросить, поэтому я продолжаю сама тренироваться по утрам. Каору-сэн, как тебе нравится Дзюдо? Из-за того, что творится по ночам, я уже не знаю, что чувствую. Ты про звуки? Да. Вроде как кто-то стучит по татаме. Я пытаюсь задобрить духа камня. Сегодня ночью я присмотрю за ним. Хорошо. Каору-сэн, неправда бросит Дзюдо? Не знаю. Разве плохо заниматься? Только чтобы стать сильнее. Не думаю. Но для школы Каору-сэн важны только победы на соревнованиях. Может, если странные звуки прекратятся, Каору-сэн станет легче? Хорошо бы. Звуки громче, чем вчера. ، Wheatley. Все- Acho так глазки. Звуки громче. Под 온自生. Дзюдо. Самое величие проявляется. Как мы просилиlish? стание дорога. Час ты colleges стать чемпионатами? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если бы те звуки прекратились, нужно перестать думать о дзюдо. Заниматься дзюдо в школе я не могу. Тренироваться одной тоже не выход. Надо бросить. Нужно просто забыть о дзюдо. Тогда больше не придется страдать. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты во всех своих слабостях винишь. Меня это неопростительно. Какая сильная... Что-то тут не то. Что происходит? Ну и ну. Мой храм был разрушен. Те, кто должны были почитать меня, стали моими врагами. Слушай, я не прощаю слабаков. Похоже, они здесь. Это же твои. Это звуки твоих ударов по татаме. Звуки моих ударов по татаме? Не знай же. Тебе приятен этот звук. Но он же и убьет тебя. Тебе нужно поскорее спрятаться. Хочешь, я тебе помогу? Что скажешь? А взамен ты и станешь поклоняться мне. Построишь храм и будешь делать, что я скажу. Поняла? Что бы ты ни думала, ты этим звуком не нравишься. Ну, так что? Будешь ли? Поклоняться мне. Да что ты об этом знаешь? Да что ты об этом знаешь? А-а-а-а! Этот звук появился из-за Кауру? Да, она стала проводником для духа И наполнила все здесь своими чувствами Вот как Камень лишь подтолкнул и усилил процесс Наверное, мы слишком много внимания уделяли камню Похоже на то Надо будет потом рассказать об этом остальным Да Дедушка Мизуки, Кауру-сан, ребята Мизуки, Кауру, очнись Что? Неужели я швырнула Мизуки-чан? Прости, Мизуки-чан И очнись Руки вокруг шеи Пропали? Что ж, я посмотрю, что можно сделать с этим камнем И потом сообщу вам Извините за беспокойство Держи, Мизуки-чан Дарю Правда? Спасибо, Кауру-сан Мизуки-чан Думаю, у тебя способности к дзюдо Начни тренироваться А я решила, что не брошу дзюдо Когда-нибудь мы с тобой сможем сразиться Мизуки-чан Ага Ты рада, Мизуки? Да? Я так ничего и не увидела за все это время Даже странных звуков не слышала Да и нет Ты хорошо потрудилась Что? Что? Сестренка Ну что я сделала? Нет ничего Сестренка, ты что-то скрываешь? Я ничего не скрываю Скажи мне Ну нечего говорить Ну и ладно Вскоре нам позвонила Кауру-сан Она бросила школьный клуб Но продолжила заниматься любимым дзюдо В городском клубе Мизуки, пора вставать Сестренка Надо просыпаться А точно, сестренка Вчера же уехала Здорово, наконец-то летние каникулы Нужно использовать их с пользой Я ушла Вчера сестренка отправилась в учебную поездку со школой Благодаря Кауру-сан я стала увлекаться дзюдо Сегодня я начинаю тренироваться в дзюдо Может, к концу лета я стану такой сильной, что смогу победить Кауру-сан Вот сестренка обрадуется Все возможно Что? Мизуки сломала ключицу? Да, на тренировке в дзюдо Хотя сломала, слишком громко сказано Просто несколько трещин Ничего страшного Не волнуйся Сестренка Прости за беспокойство Все потому, что ты не любишь проигрывать в Мизуки Да Будь поосторожнее Да Прости Глазастый череп Сестренка сказала мне, пока прекратить занятия, но Хибара-сан, говорят, ты не смогла сделать укеми и неудачно упала Но я думала, что у меня получится И проиграла, и ключица сломала толку, и с тебя не выйдет Хибара, если хочешь заниматься дзюдо, тебе и проигрывать нужно научиться Упорство срабатывает не всегда Пусть это тебе будет уроком Да Но ты молодец, что приходишь на тренировки, несмотря на травму Да, все равно нечего делать Хоть чуть-чуть поупражняюсь Только осторожно Да Как-то ничего и не вышло Я так хотела показать сестренке, какой сильной могу стать Хочу, чтобы она перестала постоянно за меня волноваться Так меня сюда занесло Ты чего ухмыляешься? Вот тебе Ой-ой-ой Чуть не придавила Что? Хибара? Что случилось? Ты чего такая перепуганная? Токатсу Косама Кошмар Идемте со мной Череп? Шутишь что ли? Какие шутки? Сейчас я впервые увижу череп Эй, Хибара Далеко еще? Смотрите Вот там Что? Его нет? Странно Череп точно был здесь И что это было? Разыграло нас? Но я же видела его Уверен, тебе просто померещилось Возьми себя в руки Не понимаю Неужели перепутала? Спугалась все-таки Не надо так удивляться Да, спасибо Свободен Эй, погоди Переверни меня Ну ладно Девочка, можешь меня перевернуть? Стой, стой, стой Я же не настоящий Я просто безделушка Копия человеческого черепа А почему ты разговариваешь? Не знаю Дотронься до меня Тогда ты поймешь, что я не настоящий Ну нет Давай же дотронься Не бойся Вот так Еще чуть-чуть Еще немного Протяни руку Еще малость Не надо бояться Медленно и нежно дотронься Да, тихонько Ну как? Откуда мне знать? Я раньше Костя не трогала В любом случае Спасибо, что освободила меня Так надоело валяться Под этим хламом Что желаешь? В награду? В награду? А что ты можешь? Ну, могу вселиться в людей Накладывать проклятие Даже предсказывать судьбу Слушай По тебе сразу видно Что в тебя легко вселиться Хочешь, чтобы я Ни за что? Что? Эй, девочка Ты еще вернешься? Эй А, череп? Да Может быть Он от какого-нибудь Старого учебного макета Деревянные макеты Бывают очень точными Ну Не похож он на деревянный Он очень подозрительный Может потом сходишь Глянешь на него? Пожалуй Возможно Его использовали в колдовстве Держись от него подальше Сестеренка Когда ты вернешься? В целую неделю уже с этой повязкой хожу Сидеть и просто наблюдать Уже начинает раздражать Хочу стать сильнее Вот только не знаю как Почему я снова сюда пришла? Почему? Привет Как дела? Ты? Рад тебя снова видеть Ты управлял мной так же как собакой? Ну что ты Я всего лишь хотел попрощаться Попрощаться? Мне здесь больше не зачем оставаться Я возвращаюсь в горы Я хотел поблагодарить тебя Вот только мои умения тебе не нужны Но я вижу Что тебе сейчас нелегко? Не твое дело Что ж Больше мне нечего сказать А что? Ты хотел сказать что-то еще? Что? Хочешь услышать? Да не особо Но ты не слишком послушная Не хочешь говорить не надо? Ну ладно скажу У тебя есть слабое место Поэтому такие как я могут вселяться в тебя Слабое место? Я могу лишь рассказать о нем Но научиться защищаться тебе придется самой Ладно Эй песик Постой Научить? Я тебя? Ну и насмешила Ты же в этом спец, верно? Спец? Расскажи мне Как заставить духов оставить меня в покое? Как защититься от них? Расскажи хоть что-нибудь Просишь того Кто сам может в тебя вселиться Забавно эта девочка Я хочу стать сильнее Тебе придется многое преодолеть Ну да Я начала заниматься дзюдо Но получила травму Хорошо Я понял Что? Я тебе помогу Ложись на меня Все окей Мизуки, уходишь? Да, схожу покажусь врачу. Будь осторожна. Хорошо. Вообще-то я не хотела обманывать дедушку. Когда я в кого-то вселяюсь, то смотрю, насколько человек решителен. Я имею в виду его смелость. С храбрами труднее всего, они защищаются, и это мне мешает. Что? Я же смелая. Неужели? Силу защиты можно определить. По взгляду человека, посмотри на меня. Повернись ко мне. Никуда не годится. Ну-ка постарайся, а не то заставлю голышом плясать. Прекрати. Да, да, именно так. Даже слегка напугала. Да? Правда? Нужна огромная сила воли, тогда в тебя никто не вселится. Воля даст тебе решимость. Поняла? Отлично. Теперь наступи на меня. Можешь не миндальничать. Это нормально? А ну живо! Да! Как тебе? Кошмар! Каждый день ходишь в дадзю даже с больной рукой? Да. Вот уж охота, пущу неволе. Форма для дзюдо такая классная. Может мне тоже заняться дзюдо? Точно. Вместе будем ходить. Нет, это не для меня. Тогда тебе разрешат снять повязку. Через пару недель, наверное. Мизуки. Вселяется. Что с тобой? Плечо болит? Нет, ничего. Напугала, ну и жуткое лицо у тебя было. Правда? Такое страшное. О, кажется, ты делаешь успехи. На, я больше не боюсь мелких духов. Это прибавило мне уверенности. Точно. Теперь ты можешь даже сидеть на мне. Не задирай нос, родновато пока. Что в тебя? О, замечательно. Как я рад. Отлично, продолжим. Да. Похоже, теперь ты понабралась храбрости. Ладно, хватит на сегодня. Как же я устала. Мизуки. Мизуки. Я вернулась. Сестрёнка, с возвращением. Прости. Тебе, наверное, нелегко пришлось. Да всё хорошо. Здесь же дедушка с бабушкой. Случилось кое-что замечательное. Спасибо, Руки. Замечательное? Сестрёнка, идём со мной. Я не та, что была раньше. Да. Кто это? Моя сестра. Она духовидец? Что это, Мизуки? Не бойся. Он не настоящий. Не настоящий? Но в нём какой-то дух. Он меня многому научил. Я не хотела, чтобы ты за меня беспокоилась, сестрёнка. Я стала сильнее. Не волнуйся за меня. Что такое, сестрёнка? Мизуки, быстрее. Беги отсюда. Так смешно. Да что с тобой? Со мной всё хорошо, сестрёнка. Мизуки. Что ты творишь? Особая тренировка. Отпусти меня. Против моих истинных способностей у тебя нет шансов, девочка. Что? Ну и дурёха. Никто не должен знать о нас. Сестрёнка. Твоя сестра видела нас. Я заставлю замолчать её и затем полностью завладею тобой. Не смей трогать... Не смей трогать... Мою сестру! Мою сестру! Я возвращаюсь. Не, о чём ты думал? Тебе больше не нужна такая броня. Броня? У тебя сильная защита. Больше я не хочу в тебя вселяться. Пока. Да что с ним? Мизуки? Видишь, всё пойдём. Я стала ещё сильнее. Мизуки, дурочка. Ай. После этого сестрёнка сильно рассердилась на меня. Как хорошо. Даже доктор удивился. Зажило так быстро, он был просто поражён. Может, помог череп? Нет, ничего. Здорово же. Я наконец-то могу заниматься дзюдо. Я не совсем поняла. Но он вовсе не был плохим. Я ему даже немного благодарна. Надпись на могиле. Семья Хибара. Мизуки, хватит вздыхать. Ну, это место. Все эти люди уже перешли в мир иной. Вряд ли ты заинтересуешь кого-то из них. Может, и нет, но... Сестрёнка, ты кого-нибудь увидишь? Есть немного. Такие знала. Но это не злые духи. Но ведь... Не волнуйся. Ты слишком нервничаешь. Ну да. Вам-то они не страшны. Что такое? Смотри. Ты такая трусиха, что даже птицам смешно. Похоже, что это была последняя капля. На троечку потянет. Что? Ну, это же шутка была. Шутка? Грызовой зверь. Я понимаю, как нелегко Мизуки. Ведь она их не видит. По правде, я сама вижу не всех. Да. Ещё многого не знаю. Всё, хватит. Послушай. Постой. Отстань от меня. Прошу прощения, Хибара-сан. Извините за эту сцену. Решил бросить. Да, я не знаю, что произошло с ним в Токио. Даже говорить со мной не хочет. Он ведь с детства любил животных. Его покойный отец мечтал, что сын станет ветеринаром. Может быть, мы слишком давили на него. Видимо, будет дождь. Не правда дождь. Не правда дождь. Похоже, дождь. Надолго зарядил. Черныш. Черныш. Мизуки, вытряйся, а то заболеешь. Ага. Вот жуть. В последнее время они всё чаще и чаще. Ага. Мизуки, тебе нравится смотреть на грозу? Да. Так увлекательно смотреть на... Электричество вырубилось. Похоже. Призрак. Что это с вами? А это же бабушка. А вот вам пока такой свет. Да. Сестрёнка, сестрёнка. Хватит. Перестань. Не шути с огнём. Ладно, не буду. Кажется, дождь. Немного поутих. Ай. Видишь, я же говорила. Больно. Очень. Хочешь что-то узнать? Ищи в библиотеке. Точно. Здесь можно много чего найти. Надпись цвета. Эй, черныш. Смотри, я принёс тебе поесть. Щекотно. Японская ласка. Может, ты ласка? Нет, немного не такой. У тебя пушистый хвост. Может, ты барсук? Какая разница? Черныш? Есть черныш. Вчера ночью была такая яркая мумия. Да, я испугалась. Мы даже остались без света. Мы боялись, как бы телевизор и водонагреватель не сгорели. Некоторые электроприборы даже сломались. Что, правда? Из-за грозы я даже не могла заниматься. Хотя я и так никогда этого не делала. Молния ведь ударила недалеко от вас. Она попала в кедр возле моего дома. Утром я сходила, посмотрела. Он был расколых пополам и здорово опожжён. Я слышала, у корней нашли обгоревшего зверька. Когда я пришла, там уже всё убрали. Зверёк? Да, размером с кошку или маленькую собачку вроде. Не знаю, жил ли он под тем деревом, но вчера был явно не его день. Я слышала о таком. Может, это Райджу? Кто это? Сверх, который летает в облаках во время грозы, спускается на землю вместе с молнией. Но Райджу не сгорел бы от своей собственной молнии. Пожалуйста, расскажите поподробнее. Что? А, извините. Вы были вчера на кладбище? Я немного знаю, но они часто упоминаются в старых легендах. Летом Райджу часто выглядывают из пещер в горах. Обнаружив облако, на котором можно прокатиться, они запрыгивают на него. Считается, что когда они это делают, ударяет молния. Ух ты, а я и не знала. Это не лиса и не енот. Да. Ах да, в последнее время какое-то животное разоряет виноградник. Поговаривают, что его убило молнией. Ряд ли это был Райджу. Их же не бывает. Да. А кто-нибудь видел это животное? Что? Зверя, разоряющего виноградник. Хозяин виноградника, дядюшка Ямамута сказал, что видел его. Вот как. Спасибо. Мне пора. У вас с ним два собака пара, обоих одни странности в голове. Сын Накахар-сан. Интересный молодой человек. Он уехал, чтобы выучиться на ветеринара. Да. Но странно, что он интересуется подобными историями. Его мать очень им гордится. Хотя с тех пор, как умер ее муж, она живет одна. И легко ей приходится. Но он бросил учебу, вернулся сюда. Правда, его матушка, наверное, очень беспокоится за него. Но может, он пытается поймать его. Райджу? Как будто такое возможно. Во многих местных легендах говорится, что их можно поймать. Кажется, они любят семена растения Таро. Когда кто-то ловил Райджу, число гроз в том году уменьшалось. Так Райджу на самом деле существует? Согласно легендам, в период когда их видели даже в городах. Ух ты, я тоже хочу увидеть. Хоть бы он его поймал. Разорять виноградник. Может, любой зверь. Но чтобы мы не думали, Райджу из легенд не губит урожай. Так что Райджу обвиняют зря. Жалко его. Да. Микки-сан, что с тобой? Какая-то ты вялая. Виноградники Ямамута. Это ужасно. Все лозы в округе попорчены. Горы совсем рядом, так что нам приходится хуже, чем другим. Как-то раз я видел убегающее животное, оно было больше енота. А какого цвета? Черного вроде. Черного? Да. Попадись он мне, за все заплатят. КОНЕЛА 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 Ла-ла-ла-ла-а! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а! Куда он побежал? Туда. Ай-яй. Не стоит тут бегать, не глядя под ноги. Здесь полно змей и прочих тварей. Прошу прощения. Слушай, ты же ветеринар? А, нет, не совсем. Не совсем? Это как? Я еще не стал ветеринаром. Но ты же еще учишься? Ну да. Тогда посмотри, Микки-сан. Кого? Микки-сан? Она плохо ест. И как давно? С утра? Не волнуйся. В последнее время жарко, она просто перегрелась. Правда? Да. Здорово. Микки-сан, ты рада? А вы знаете, что за животное недавно погрызло весь виноград? Извините. Дядюшка Ямамото рассказал мне. Не знаю, есть ли у вас какие-то догадки, но он напоминает зверька, что был у меня в детстве. Зверька? Я нашел его в предгорье, он был очень слаб. Но мне не разрешали держать животных, поэтому я прятал его. Я назвал его Черныш. А кто это был? Тогда в детстве меня это мало интересовало. Я так до сих пор и не знаю, кем был Черныш. Я только помню, что во время грозы он стал сам не свой. Черныш, что с тобой? Черныш, что с тобой? Я так испугался, что запер его в сарае и убежал. А потом... Раньше он никогда себя так не вел. На следующий день я вернулся на то место. Не знаю, выбрался он или сгорел. Тело Черныша я так и не нашел. Может, это Черныш объел все гроздья в винограднике? Вот что я думаю. Хибарасон, мы поймали его, поймали. Зверь, что поел весь урожай, попался в ловушку Ямамото. Вот. Я принес тебе поесть. Щекотно. А, Анчен пришел. Вот он, виновник всех наших бед. Никогда таких не видел. Это не какой-то там барсук. Почему бы тебе не взглянуть на него? Это Цветта из семеста в Виверовах. Это зверюка, поранилась, пытаясь выбраться из клетки, так ей и надо. Это ведь не Черныш? Нет. Извините. Можно я вылечу это животное? Полегче. Нам с таким трудом удалось его поймать. Я позабочусь о нем и подыщу для него зоопарк. Пожалуйста. Прошу вас. Ну что же, он серьезно настроен. Что думаешь, так и быть. Давай же забирай. Конечно. Вольно, наверное. Ничего, теперь пройдет. Вот и славно. Но мне обидно, ведь это не райджу. Все равно это редкое животное. Да? Ну он очень миленький. Да. Теперь ты не будешь безобразничать? У меня чувство, будто меня привел сюда Черныш. Не знаю, стану я ветеринаром или нет. Но после того, как я вернулся сюда, услышав историю о райджу и животном, поедающем виноград, я вспомнил Черныша. Но на душе немного полегчало. Вернусь в Токио на следующей неделе. Черныш вполне мог быть райджу. Райджу? Разве это не миф? Как знать? Некоторые говорят, что он действительно существует. Хотя, может быть, это из-за таких животных, как Цвета. Покой не за зверем, что исчезает вместе с молнией. Мне кажется, для тебя она никогда не закончится. Мужик, если вы не поспешите, мы промокнем. Мужик, если вы не поспешите, мы промокнем. Дедушка, ты тоже торопись. Многое о ней неведомо. Именно это толкает нас на поиски. Тренировки оказались очень тяжелыми. Будьте меня побольше опыта, я бы знала, что это не предел. Я занималась цедо целое лето. А ты гибкая. Спасибо. Что? Снова проспала. Простите. Кто это? Впервые я ее вижу. Айда-сан. Она редко тренируется, хотя говорят, она сильна. Да? Но я не видела ни разу, чтобы Айда-сан с кем-то боролась. Я не видела ни разу. Раненая. Интересно, о чем думает Айда-сан? Я не знаю. Я не знаю. Если не сконцентрируешься, будешь вся в синяках. Поняла. Подойдите все сюда. Скоро состоится экзамен на присвоение поясов. Экзамен. Сдавайся. Сдаюсь. Правда? Да, правда. А теперь попробуем другой прием. Я устала. Ладно, тогда передохнем. Даже Хисако-чен увлеклась дзюдо. Это и правда интересно. Конечно интересно. Там столько разных приемов. Попробуй тоже, Ю-чен. Как-нибудь в другой раз. На следующих соревнованиях Мизуки будет бороться за зеленый пояс. Зеленый пояс. Это третий уровень. Пятый уровень. Желтый. Четвертый – оранжевый. Третий – зеленый. Второй – фиолетовый. А первый – коричневый. А на вкус бяка. Тренер говорит, что у Мизуки получится, поэтому он посоветовал ей побороться за зеленый пояс. Ух ты, здорово. Ну, не знаю. В клубе многие сильнее меня. Я тут подумала, а у Айда-сан все еще белый пояс? Интересно, почему? Я слышала, что она то опаздывала, то вообще не приходила на экзаменационные поединки. Неужели? А еще, Камимура-сан говорила, что Айда-сан сказала, тренируйся лишь тогда, когда действительно этого захочешь. Так и сказала. Наверное, она гений. Мне так не кажется. Но говорят, что Айда-сан сильно настолько, что могла бы получить коричневый пояс. Коричневый – это же высший уровень. Вот это да. Значит, она точно не будет бороться за зеленый пояс. Хорошо же. Я так хочу зеленый пояс. Не беспокойся. Я буду помогать тебе тренироваться. Стренка, а что с формой? Если ты не выжмешь одежду, она не высохнет до завтра. Что? Завтра важный день. Нужно, чтобы она была сухой. Важный день? Ой, блин. Это же был секрет. Секрет? Я потом тебе расскажу. Сестренка, вот ты удивишься. Начинаем экзамен на присвоение поясов. В каждой группе будет по пять человек. Тот, кто выиграет два поединка, получает пояс. Если двух побед нет, будем решать по очкам. Айда-сан, среди соискателей на зеленый пояс? Не повезло, Хибара-сан. Айда-сан, сегодня пришла. При таком раскладе тебе остается только сдаться. Не надо меня записывать в проигравшие до исхода поединка. Похоже, мы с тобой в одной группе. Ну что, постараемся, ведь у нас все еще белые пояса. Это потому, что кое-кто вовремя не сдал экзамен. По правде говоря, эта группа настолько сильна, что я не понимаю, почему они претендуют на зеленый пояс. Япон, победа. Я сразу же проиграла свою первую схватку. А вот Айда-сан. Она легко выиграла два поединка и заработала зеленый пояс. Я же еле-еле смогла добиться одной победы и одной ничьей. Чтобы получить зеленый пояс, я должна выиграть последнюю схватку. Дальше наш поединок, Хибара. Да, ты же смогла одержать одну победу. Это здорово, спасибо. Если ты победишь меня, то получишь зеленый пояс. Эй, хочешь, я поддамся тебе? Что? Мне все равно, да и устал уже. Но ведь не волнуйся. Ты же очень хочешь зеленый пояс, не стоит так надрываться ради него. Нет, спасибо. Вот как. Мизуке, удачи! Начали! Даже если проиграю, я не буду сожалеть. Но если выиграю, то только честно. Юка, треть очка! Что? Почему? Вот это да! Удержание! Япон! Конец поединка! Ура-ура! Мизуке победила! Айда-сэн, даже не пыталась высвободиться. Почему? Я слышала, что потом Айда-сэн получила от тренера нагоняй. А я получила зеленый пояс. Айда-сэн. Я получила зеленый пояс. Я получила зеленый пояс. Здорово! Мизуке, теперь у тебя зеленый пояс, который ты так хотела. Надо рассказать, Ю-чан. Ага. Хибара-сэн. Скажи спасибо, Айди-сэн. По мне, так она просто поддалась посредине схватки. Айди-сэн, неинтересно бороться с такими слабыми противниками. Раз так, она должна была претендовать на более высокий уровень. И правда. Да, простите. Что такое? Победа есть победа. Верно, Мизуке? С возвращением, Мизуке, как все прошло? Ты сказала, что у тебя сегодня важное событие в Дадзю. Я устала. Пойду вздремну. Стой, Мизуке. Ванна готова. Можешь принять? Шизуру, а что с Мизуке? Она так любит твое карри. Не знаю. Как вернулась домой, сразу пошла спать, даже ванную не приняла. А утром была такая бодрая. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хибара. Да. А где твой зеленый пояс? Пока еще не купила. Айда-сан. Похоже, ты все еще сердишься, что Эда-сан поддалась. Доброе утро. Айда, ты снова опоздала? Извините. Даже после экзамена Айда-сан или опаздывала на тренировки или вовсе не приходила. Что? Мы же еще броски не отрабатывали. А, проснулась. Я уже думал, ты уснула. Посредоточься. Я понимаю, что ты чувствуешь, Мизуки. Но ведь победа есть победа. Верно, Мизуки. Да не беспокойся ты так. Просто постарайся забыть. Давай же, приободрись. Прости. От твоих слов только хуже. Мизуки. Мизуки. Больше не могу. Не могу. Они все неверно судят обо мне. Почему она так поступила со мной? Я не просила ее проигрывать мне. Я ей покажу. Я стану сильной. И всем покажу. Я сделаю. Я не сделаю ее. Я не сделаю. Зелёный пояс? Зелёный пояс? Когда она успела? Не знаю. Хисакучин, быстрее вставай, мы теряем время. Хорошо. Хибара, ты так стараешься. Ты слишком усердствуешь. Не стоит впадать в крайности. Ну что с тобой? Какая разница? Хватит болтать на тренировке. Слишком просто. Продолжим. Боже, как с цепи сорвалась. Это уже не смешно? На что уставилась? Я стану сильнее. Никто не посмеет больше смеяться надо мной. Нужно усерднее тренироваться. Больше я никому не проиграю. Ещё. 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 Дедушка. Что же мне делать? Похоже, ей сейчас нелегко. В последнее время она даже на меня смотрит по-другому. Я впервые вижу Мизуки такой. От этого духа жди беды. Дедушка. Спокойной ночи. Мизуки. Мизуки. Что? Это от змей. Возьми. У меня кто-то вселился. На всякий случай. Раненая не знает меры. Хватит. Мне больно. Хибара, ты слишком сильно тянешь. Больно же. Хорошо, конечно, что она так старается. Но это уже не похоже на тренировку. Мизуки. Эй, погоди. Следи за стойкой. Эй, Камемура. Что с тобой, Камемура? Что с тобой, Камемура? Плечо. Перерыв. Раненая не знает меры. Наверное, вывихнула плечо, не двигая им. Хибара. Ты чем только думала. Думаешь, такие идиотские выходки сделают тебя сильнее? Не знаю, что она тебя нашла. Но смотри, сколько от этого неприятностей. Мизуки. Я забыла про него. Оставила в сумке. Но это же несчастный случай. Это не моя вина. Если бы Камемура-сан правильно упала... Я... Что случилось, Хибара? Я опять опоздала. Похоже, что-то произошло в Дадзё. Ты знаешь что? Айда-сан. Нам нужно поговорить. Поединок? Да, маленькая схватка. Пока нет тренера. Меня попросила Хибара. Это ведь из-за неё пострадала Камемура. Я стану для неё карой небесной. Мизуки. А что интересно? Я не против. Хорошо, но... Чтобы больше никто не пострадал. Айда-сан. Я не против. Айда-сан. 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 Что? Не нравлюсь тебе? Не можешь заполучить сама этот пояс, потому что ты слаба. Опа! Даже не думай, что сможешь меня остановить. Знаешь почему? Потому... Вадзари. Полочка. Айда-сан. Стоп. Ура! Я заставила её упасть на колени. Айда-сан. Начали. Айда-сан. Конец поединка. Мизуки. Вот это Айда. Не повезло ей. Ну и слава богу. Я... слаба. Я старалась для тебя затянуть поединок, но ты вынудила меня его так закончить. У меня всё ещё белый пояс. А чем плохо? Ты очень заинтересовала меня. Поэтому я поговорила с тренером и попросила поставить меня в порог тебе на экзамене. Стань сильнее. Что это? Странно. Я проиграла вчистую, но чувствую такое облегчение. Ладно. Завтра я стану сильнее, чем сегодня. Ладно. 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 Постой! Бубенчик? Мики-сан! Убежала. Я даже не успела как следует привязать ей бубенчик. Думаю, Мики-сану не нравится. Быть того не может. Он ведь такой милый. Мизуки! Ой! Погоди! Честно говоря, несмотря на слова Мизуки, я сомневаюсь, что Мики-сан в восторге от бубенчика. Но хотя мы и не можем поговорить с Мики-сан. Уверена, мы все равно общаемся, но по-другому. Серия двадцать вторая. Гора Инаба. Что? Мики-сан? Ух ты! Она так далеко убежала. Да. Интересно, это кошка ее подруга? И двадцать вторая. Супер ябку. Идя. Видея! А-а-а? Девушки отдыхают. Микки-сан? Идём домой. А? Микки-сан? Поминай об этом теперь, думаю, Микки-сан спасла меня от чего-то жуткого. Но после этого она исчезла. Уже неделя прошла. Бывало, что Микки-сан пропадала на пару дней. Но не так долго. Мизуки так за неё волнуется. Микки! Микки-сан! Кушать! Сестрёнка, ты здесь её видела? Да. Делаешь дорожку из сушёной рыбы? Ага, Микки-сан забралась так далеко. Вдруг она потерялась и не может найти дорогу домой. Любимое лакомство ухажет ей путь. Все разлетелись. Может, Микки-сан сбежала, потому что обиделась на меня? Что? Ты права была, сестрёнка. Ей не понравился бубенчик. Мизуки. Наверное, я плохо обращалась с ней. Наряжала её по-всякому, заставляла танцевать. Ей, видно, было совсем не весело. Она, наверное, ненавидит меня. Ну что ты? Она не может тебя ненавидеть. Прости, Микки-сан, я очень извиняюсь. Поскорее возвращайся домой. Микки-сан, прости меня. Что? Кошка? Ты этим так озабочена? Да. Надо же, я думала, это что-то посерьёзней. И что же? Не-не, ничего. Но для Шизура это не пустяк. Да. Ладно, ладно. Не только для меня, но и для младшей сестрёнки тоже. Но ведь кошки всегда гуляют сами по себе. Так что не волнуйся. Точно. Уверена, она вернётся. Бабушкина кошка ведёт себя точно так же. Наверное. Это же та кошка. Мне страшно. Похоже, она хочет напасть. Это необычная кошка. Но она может что-то знать о Микки-сан. Надо бы спросить. Или нет? Дедушка предупреждал держаться от таких существ подальше. Я вернулась. Мизуки! Сестрёнка! Что срезлось? Микки-сан никогда не вернётся. Почему? Сегодня в школе сказали... Что сказали? Сказали, когда кошка при смерти, она уходит, чтобы умереть в одиночестве. Микки-сан ведь уже старенькая. С ней могло что-нибудь случиться. Мизуки! Если Микки-сан умерла, я... Это не так. Она вернётся. Шизуру, Мизуки! Ужин готов! Боже, что случилось? Сегодня в школе Мизуки сказали... Что Микки-сан ушла, потому что умирает. Но... Это же неправда! Ну же, девочки! Хватит плакать. Волшебный стих? Да. Считается, если положить его под тарелку кошки, она вернётся домой. Мы в разлуке, но... На вершинах Инаба прислушиваюсь к шёпоту горных сосен. Я снова вернусь к тебе. А почему именно это стихотворение? Есть много стихов о грусти, расставании. Но в этом говорится про гору Инаба, где собираются кошки. Кошки приходят туда, чтобы учиться и совершенствоваться. А вернувшись, обретают большее уважение среди своих сородичей. Наверное, нелегко быть кошкой. И у них там много друзей? Конечно, считается, что на горе собирается множество кошек. Поговаривают даже, что там есть несколько старых кошек, превратившихся в котов-оборотней. У них пасть до ушей, два хвоста. Они могут ходить на задних лапах, принимать человеческий облик и вселяться в людей. Не хочу, чтобы Микки-сан стала оборотнем. И не станет. Не волнуйся. Уверен, Микки ушла на гору. У нее там свои дела. Не раздувайте их, мухи слона. Но ей же не понравится там больше, чем здесь. И она не решит там остаться? В этом случае мы ничего не сможем поделать. Кошки живут в своем собственном мире. Мы уже поговорили с соседями, сделали все, что смогли. Знаю, ты беспокоишься. Но лучше успокойся и жди ее возвращения. Верно. Мизуки, давай подождем. Ага. Микки-сан нет уже две недели. Она очень дорога нам. Она всегда выслушивала то, чем мы не могли поделиться с другими, и поддерживала нас. Интересно, какими нас видела Микки-сан? Микки-сан нет уже две недели. Микки-сан нет уже две недели. Микки-сан? Такацу, ну что же ты? Ты все напутал. Если не сыграешь как следует, все подумают, что мы тупицы. Я только капельку ошибся Капельку? Да ты почти ни в одну ноту не попадаешь Ну ладно, остынь Мизуки, скажи им Слышишь, Мизуки? А, да, давайте сыграем еще раз Хорошо Токатсу, чтобы правильно сыграл Да, да Эй, что за тон? Хочешь что-то сказать? Да хватит вам Сестренка! Что такое, Мизуки? Я встретила жуткую кошку по дороге домой Такую бурую с длинной шерстью И еще двумя хвостами? Да Она вдруг появилась и... Передай своей сестре Пусть приходит вечером к храму богини милосердия Канон На Северной горе Я отведу ее туда, куда она так стремится А потом она исчезла Я думала, может, померещилась, но... Хочу увидеть, Мики-сан Хочу рассказать ей, как она нам с Мизуки дорога Ух ты! Не знала, что именно тут собираются Кошки Это же вы были тогда с Мики-сан С тех пор она не возвращалась Вы что-нибудь знаете о ней? Идем Иди за мной Вы знаете, где Мики-сан? Да Сюда А вот это тебе не понадобится Ведь мои глаза куда ярче Иди за мной Что это ты там рассматриваешь? Ничего Шизуру еще не вернулась? Она вернулась, но у нее появилось срочное дело, и она опять ушла И куда она могла пойти? С Мики-сан все хорошо? Да Она там впереди Слава богу А что там впереди? Путь к нашей горе Ты прочла заклинание, чтобы вернуть кошку? Да Тогда ты знаешь Гора Инаба Это место, куда мы приходим Приходите? То есть Мики-сан тут учится или еще чем-то занимается? Нет Она пришла в нашу горную обитель, чтобы подлечиться на горячих источниках Она была совершенно измотана Увидев ее, я предложила ей поселиться на горе А что же с Мики-сан? Она лишь промолчала Она все еще считает, что с вами вполне можно жить Обидно Обидно Как же обидно Она стала больше Я должна увидеться с ней Уверена, она обрадуется Горячие источники по ту сторону ворот Давай же Открывай Правильно ли я поступаю? Я очень хочу вернуть Мики-сан, но Кошки живут в своем собственном мире В чем дело? Тут не о чем раздумывать Она прямо здесь Иди к ней Скажи, что хочешь вернуться домой вместе с ней Иди же Иди же Что? Пытаешься остановить меня? Бубинчик Почему? Почему ты не вошла и не сказала, что пришла вернуть ее домой Потому что тут мир не для людей Позволь тебе рассказать кое-что Вы, люди, считаете, что мы исчезаем перед своей смертью Но это не так Мы уходим в безопасное место и очищаемся Это потому, что мы не доверяем вам, людям Твоя любимая кошка не исключение Ну и что? Все равно Даже если и так, Мики-сан дорога мне Нет, всем нам Не ожидала, что ты так к ней привязана Завидую Ах, как же завидую Дедушка! Вот балда Что если бы ты сама пропала, пытаясь отыскать кошку? Прости Мики исчезает на какое-то время, чтобы набраться сил Как она еще долго может оставаться с вами? Ах, дедушка! Сестренка! Скорей, скорей! Вот удивила меня Она вдруг вернулась, как только дедушка ушел Думаю, бабушкино заклинание сработало Вот и славно Надо же, как ни в чем не бывало Ага, а мы так волновались Спасибо Все-таки никто не заменит нам Мики-сан Мне кажется Она это понимает Интересно, где же эта Мики-сан пропадала? Да Где она могла быть? Уверена Ее гора Замечательное место Меня уже давно кое-что беспокоит Шизуру! А? Вот так удача Учительница попросила меня отнести эти распечатки на Гасави-сан Пойдешь со мной? Конечно По правде, мне она не очень нравится Мне кажется, с ней трудно общаться Ты ведь у нее часто бывала, Шизуру? Так, пару раз Дедушка близко знаком с ее семьей И вот снова я тут Серия 23 Роксан Какой огромный дом Они раньше были помещиками? Думаю, да Он все еще здесь Извините Да? В однокласснице Рейко? О, ты же внучка господина Хибара Здравствуйте Мы принесли распечатки из школы Как себя чувствует на Гасава-сан? Ей уже лучше Заходите, проведайте ее Рейко Твои подруги пришли? А Изука-сан Хибара-сан Это друзья Рейко О, я так рада, что вы дружите с Рейко Да Простите, бабушка принимается слишком близко к сердцу Но я рада, что вы пришли Ведь мы так давно не виделись Вот распечатки с заданиями Спасибо Нагасава-сан Если не получится выполнить их к концу триместра Учительница придет и все объяснит Я так давно не хожу в школу Что я не знаю, смогу ли продолжить учиться Если будет что-то непонятно Проси у нас Точно Ведь Шизура у нас отличница Ну что ты Спасибо Нагасава-сан Ты единственный ребенок в семье Да Удивительно, какой у вас огромный дом Это всего лишь старый дом Но он же старинный Может, когда-то это и был дом знати Но теперь все в прошлом Но ведь когда-нибудь ты его наследуешь Даже не знаю Если встреча хорошего парня Может, и вовсе убегу отсюда Тяжело, наверное Оказывается, Нагасава-сан такая общительная А я думала, она воображуля Правда? Вот и разобрались Мы встречались раньше Поверить не могу, что ты вернулась Тебе та же кровь, что и у того старика Что случилось? Ничего Хочу тебе кое-что сказать От таких, как ты Одни лишь проблемы Вам никогда не сидится на месте Но эта девочка не такая Отныне и впредь Она будет оберегать этот дом Похоже, этот старик присматривается На Гасава-сан Дедушка! Что? Сестренка увидела На картинке какого-то старика В черной маске И с тех пор ходит понурая Та-дам! Особая арбузная нарезка от Мизуки! Особая нарезка? Если разрезать арбуз от центра к краям То его даже у корочки легче есть И правда Здорово, Мизуки! Попробуй тогда крайний кусочек Ну уже, Мизуки! Не стоит так набрасываться на еду Моя особая нарезка делает арбуз вкуснее Не думаю, что вкус сильно изменился Вот и славно Что? Даже мне стало бы не по себе Если б я встретила такого странного старика Скорее всего, это бог-хранитель того дома Бог-хранитель? Он оберегает огонь и очаг Необходимый для того, чтобы жить в доме Он правит той землей В разных книгах его называют богом очага Или богом местности Кажется, именно его я и видела в детстве Он средоточие жизни всего дома Это очень интересные божества Поскольку их нрав зависит от дома и земли А что за черные руки на плечах у Нагасавы-сан? Это он? Он тяжелый случай Не просто ей будет поправиться Нагасава-сан не вернулась в школу Даже не пришла на церемонию окончания триместра Ни один врач не смог найти причину И семья Нагасава решила позвать дедушку Рок-сан означает 6-3 Рок-сан? Это то, что постоянно окружает ее и вызывает недуг Чтобы узнать, какая часть тела поражена Нужно разделить возраст человека на 9 Остаток укажет, где мне искать Девять голова Пять и семь плечи Два и шесть бока Три и один ноги Четыре живот Восемь бедра Пока ее владеет эта напасть, она не поправится После того, как я совершу обряд для Рок-сан Вы должны снова провериться у врача Прошла неделя Спасибо вам за все Дочке стало гораздо лучше Твой дедушка мне помог, и я снова чувствую себя здоровой Да? Ну не странно ли? Но ведь это хорошо Да Теперь я могу делать то, от чего приходилось отказываться из-за болезни То, от чего отказывалась? И что же? Я говорю о будущем Я хочу поступить в самую большую и старшую школу в городе А потом в Токийский университет Это лучшая школа, так что будет непросто в нее попасть А ты уже определилась со своим будущим, Хибара-сан? А, нет, пока еще нет А давай вместе? Можно По правде, я тоже подумывала об этой школе Раз так, то у меня есть к тебе просьба Просьба? Давно я не видела Нагасаву-сан такой бодрой Хонтонисашибрии Цикады Сумерки Время несчастей Я уже говорил ей и ее родителям Пока еще рано радоваться Болезнь Рок-сан очень сильна Сейчас она лишь отступила Я пообещала, что мы вместе поступим в старшую школу Получится ли? Ты тоже будь осторожна Сунешь нос в дела чужого семейства в это время года И тебя не сдобровать Почему именно в это время года? Макушка лета Согласно теории пяти элементов Середина лета это время наибольшего могущества элемента земли Если влезешь сейчас на чью-то землю То разозлишь ее бога Та часть тебя, что любит смешиваться в чужие дела Должна помнить об этом Вкуснятина! Эти маринованные овощи просто объедение! В чем дело, сестренка? А, сегодня же день у День у? Да, если будешь сегодня кушать еду с названием на у То у тебя прибавится сил Да ну Маринованные ури Соленые сливы у мебоси Лапша у дон И правда! Все слова начинаются на у Раньше у людей не было денег на дорогую еду вроде говядины уси Поэтому они ели угря или другие блюда с названием на букву у Надо же! А я и не знала Это у бабушки такой обычай Твоей подруге стоит это попробовать Тогда она обязательно поправится Думаю, Нагасава-сан хотела бы уехать из дома Надеюсь, когда-нибудь ее желание сбудется Давненько не виделись, Сахо-сан? Да, давно Извините, что побеспокоила вас во время каникул Пустяки Наша школа каждый год участвует в национальном дискуссионном турнире на английском языке На каникулах участники упражняются в технике речи и диспута Неужели все они говорят по-английски? Конечно Как интересно! Я еще больше захотела поступить в эту школу Вот как Я рада, что вам здесь понравилось А тебе, Хибара-сан? Понравилась школа? Да Тебе тоже стоит попытаться сюда поступить Пора нам уже определиться, где будем учиться Что ж, подходящее время Хибара-сан, а у тебя что-то есть на примете? Пока нет Да? Сахо-сан, вы будете поступать в университет? Да, я выбрала уже несколько вузов Так и знала, вы ведь учитесь в лучшей школе А вы уже думаете о своем будущем, Нагасава-сан? Так далеко пока что нет Но Я так много хотела сделать Уехать подальше из дома И столько всего перепробовать Такая у меня мечта Если я поступлю сюда уверенно, у меня получится все, что я задумала Надеюсь, это станет первым шагом к моей мечте Когда мы расстались с Сахо-сан На пути домой Нагасава-сан случился приступ аниме Извини Похоже, я слишком перевозбудилась, ведь было так интересно Нагасава-сан А? Я думаю, ты болеешь из-за того, что слишком волнуешься за свою семью Волнуюсь? Если ты найдешь какое-то занятие по душе, просто забудь обо всем и иди к цели Хибара-сан Мама хочет, чтобы я поступила в старшую школу в Токио Но у меня тоже есть проблемы со здоровьем И мама это очень беспокоит Уехать будет нелегко, ведь здесь мне знакомы каждый камень Дело не только в новой школе Скорее всего, я уеду навсегда Когда я думаю об этом, то очень завидую тебе Нагасава-сан Кто знает, что будет Ведь я снова могу заболеть Меня ищешь Похоже, ты наговорила всякого здора этой девочке Я пришла, чтобы попросить вас Вы можете снять свое заклятие с Нагасавы-сан? Заклятие? Ты о чем? Роксан, из-за которого она болеет, это ведь вы Может так, а может и нет Нагасава-сан просто хочет повидать мир Не нужно мешать ей Ты не понимаешь Все наоборот Наоборот? Именно вы люди причины ее болезни Появляется вдруг дурочка вроде тебя Лучше бы послушала своего деда Я проклятый бог Ака, Сакуси, Рисай Явитесь и принесите ей боль Голова Это средоточие алчности Живот чревоугодия Они с живота и ноги похоти Это черви-санши Что живут в вас и питаются вами Ака, Сакуси и Рисай Имена их воплощений Они обычно скрыты даже от тех, кто видит потусторонние Я защищаю эту землю Тебе этого никогда не понять И ты никогда не поймешь О чем на самом деле она думает Хотя она и говорит, что хочет быть свободной Это просто ее взгляд на мир Свобода лишь другое название для оков Покинув свой дом, она тут же почувствует вину Куда бы она ни уехала, она вернется Дабы оберегать эту землю, несмотря ни на что Такова сила наших ус Тогда почему Магасава-сан болеет из-за Рок-сан? Она болеет, потому что очень-очень хочет уехать отсюда, разве нет? Просто тебе удобно так думать Мне? Ты и правда так сильно хочешь, чтобы кто-то уехал с тобой отсюда? Нет! Я... Я не хочу уезжать, ведь мне тут так нравится Но мое будущее... Я не знаю, что мне делать Значит, эта девочка тебя и не заботила Ты все время думала только о себе Не можешь сама ни на что решиться Какая глупость Нет! Горячо! Захотела сравняться с богами, хотя ты всего лишь человек Да ты хоть знаешь, к чему это может привести? Не пытайся прыгнуть выше головы Я исполню твое желание остаться здесь Не волнуйся Ты всего лишь упокоишься тут навеки Нет! Прекратите! 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 Черт! Травяной настой Прекратите! Старый дурак Хибара-сан! Хибара-сан! Слава богу, она очнулась Ты как? Ты потеряла сознание прямо возле ворот Горькое Оно поможет Порой приходится иметь дело с червями Червями? Чувствами, что спрятаны глубоко в душе Середина лета самое время, чтобы разобраться с ними Не беспокойся Останешься ты тут или уедешь Я смогу защитить наш дом Тебе лишь нужно сделать выбор, о котором ты не будешь сожалеть Смогу Лио Нужно ведь просто закрепить это вот тут Ага Ты хочешь ее кому-то подарить? Стало бы я иначе так мучиться Как это сложно Да все путем У тебя получится гораздо лучше, чем обычно Спасибо, Хисако-чан Так Еще раз Давай Ура Я победил Они все время только этим и занимаются Как им это не надоедает? Точно Того-кун Мизуки Сестренка Вы так далеко ушли Пошли вместе домой Ага, пошли Ребята, пока Увидимся, Хибара Пока Я раньше не видела того мальчика в синей футболке А, это Того-кун Он приехал к родственникам на летние каникулы Вот как Знаешь, Того-кун сказал нечто странное Он спросил, слышал ли я историю о людях, которые видели призраков у реки Ага, призраков Сестренка, а ты о чем-то таком слышала? Нет Ясно Вот только, Мизуки, не стоит так близко подходить к реке Для тебя это небезопасно Не волнуйся Я очень осторожна Но надо и о бабушке подумать Не хочу, чтобы она за тебя беспокоилась Ладно Серия 24 Амакага Должно быть, это внук Сугиты Он приехал сюда на летние каникулы А знаете, Того-кун так ищет этого призрака? Дедушка, а ты слышала привидение бродящему реки? Нет Ну разве не странно? Хотеть увидеть призрака Вот я бы не хотела Это же жуть какая А ты, сестренка Если это дух человека, которого я хорошо знаю, то, наверное, хотела бы Правда? Мизуки Ты бы испугалась, если бы это был кто-то из твоих близких Что? Не знаю Ах, да, бабушка, смотри Что я для тебя сделала? Ох, какая чудесная лодочка Спасибо, Мизуки Когда поправишься, пойдем вместе такое сделаем На берегу столько цветов Тебе там понравится Конечно Как ты, бабушка? Мизуки Поможешь мне со стиркой? Ладно Ладно Несколько дней назад бабушка захворала Дедушка Бабушка ведь выздоровеет Она же поправится, раз ты все время с ней Того-кун А Хибара Ты почему так далеко забралась? Просто так Тебе же не нравится река? Есть немного Но я люблю смотреть на нее А ты что здесь делаешь, Того-кун? Так гуляю Ты нашел того призрака, о котором говорил? Откуда ты услышал об этой истории? Неважно Таких историй куча Люблю истории о призраках Тогда приходи к нам в гости Мой дедушка знает много историй о привидениях Вот наслушаешься Ну нет Ты же не любишь реку Вот бы и шла отсюда Да что с тобой? Я тебя пригласила лишь потому, что ты любишь рассказы о призраках Какой попало призрак, мне не нужен Мой папа умер Несчастный случай прошлой весной Вот как? После этого мне стали сниться сны Мы с папой играли в реке Во сне мы с папой ловили крабов и рыбу Было так весело Вы, наверное, всегда так отдыхали с папой у реки? Нет Ни разу Что? Мы никогда не бывали с папой на реке Правда? Папа был слишком занят У него не было времени на игры Но каждое лето он говорил, что хочет поиграть со мной у реки Он столько ему хотел меня научить Поэтому ты думаешь, что он стал призраком и теперь где-то у этой реки? Не то, чтобы я действительно в это верила Но с тех пор, как я здесь, мне это сотнится каждую ночь Так что А вдруг Я снова хочу увидеть папу Того-кун А во сне вы с папой играли прямо здесь? Даже не знаю Это было недалеко от дома, так что где-то тут Но здесь полно других рек, где вы могли играть А там не было чего-нибудь примечательного? Теперь припоминаю Там на берегу стояла статуя Будды У неё не было лица, и она меня пугала Вот как? Тогда это не здесь Тут поблизости нет таких статуй Я помогу тебе в поисках И остальных попрошу Чтобы ты увиделся с папой Ага Спасибо за еду Мизуки, ты куда? Искать папу Того-куна А? Пока А, Мизуки Я ушла Дедушка Но я думала, что отец Того-куна С Мизуки всё будет хорошо Оставь её Это поможет ей отлечься от наших проблем Последнее время Мизуки так занята Она помогает Того-куну кое-кого отыскать Уж не призрак, или у реки? Думаю, этот призрак – душа покойного отца Того-куна Вот как? Да Они ищут берег реки, который видел во сне Того-кун Там они играли с отцом Мизуки так старается, потому что хочет, чтобы Того-кун снова увидел своего папу Дай бог, чтобы у них получилось Микки-сан Сегодня снова все искали эту статую Но никто не слышал про неё Найдём ли мы её? Завтра надо хорошенько поискать Бабушка ведь поправится Но бабушке лучше не становилось И берег реки и снов Того-куна мы тоже не нашли От этого было тяжело на сердце По вечерам стало холодать Что случилось, Мизуки? Иди ко мне Ага Летние каникулы подошли к концу Мизуки Вот ты где? Ага Мама и папа звонили Они сегодня приезжают Что? С бабушкой ведь всё хорошо? Эй, Хибара Что такое? Такацу нашёл статую без лица выше по реке Да? Вот здорово Ага Правда, я завтра возвращаюсь домой Спасибо Тебе за всё Эй, Того Идём смотреть статую Ага Хибара, пошли с нами Но у нас дома Бабушка Мизуки Бабушка А ничего, что ты вышла? Да Теперь мне лучше Правда? Правда, правда Как же я рада Хибара Ты не идёшь? Ждать не будем Подождите меня Бабушка Бабушка Статуя 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 Это она? Точно? Конечно Никаких сомнений Здорово Мы и правда нашли её Вот только далековато она от реки И то верно Во сне она была на берегу Мизуки А, вот как? Того-кун, послушай Эту статую давным-давно перенесли за стройки на берегу Правда? Да А река вон там Побежали, быстрей Эй, Мизуки, погоди То место Здорово Надо же, и такое бывает Как я и думал Его здесь нет Но ведь в жизни люди не каждый день находят то, что видели во сне Да А где бабушка? Бабушка Бабушка Мизуки Бабушка Ты где? Бабушка Токатсу, Касама Вы знаете, куда пошла бабушка? Бабушка Ты о чём? Моя бабушка Она только что была с нами Она рассказала про это место О чём ты говоришь? Мы сами сюда пришли Вот именно С тобой всё хорошо? Да что же вы, ребята Того-кун, ты ведь видел её? Моя бабушка ведь была с нами Всё это очень странно У тебя в семье тоже кто-то умер Ну-ка Как ты можешь? Бабушка была с нами Она поправилась Мизуки Сестрёнка, пусти меня Сестрёнка, отпусти Мизуки Мизуки Бабушка Нет Я слышать не хочу Бабушка 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 Слава Богу Наконец-то ты пришла в себя Я в обморок упала Прости Я отошла ненадолго И совсем не хотела так тебя расстраивать Я здорово испугалась Но теперь Мне легче Ты только выздоровела, бабушка Тебе нужно ещё отдохнуть Пожалуй Спасибо Ты куда? Скажу остальным, что ты пришла в себя Нет Не надо Бабушка Останься со мной Не бойся Я всегда буду с тобой Бабушка Ко мне она тоже приходила И даже к Читосе Необыкновенная женщина И как? Страшно было? Нет Просто я хочу Снова её увидеть Увидишь Возможно, это будет не так, как прежде Но бабушка всегда будет с нами Только немного по-другому Уверен, она иногда будет возвращаться сюда Я так не хочу Хочу, чтобы она держала меня за руку Или гладила по голове Или купалась со мной Обедать вместе Снова говорить с ней Хочу всё время её видеть Мизуки Даже будь она жива Всё время видеть её ты всё равно бы не смогла Если ты будешь звать её Она не сможет отдохнуть Даже если не будешь Она и так устала за свою жизнь Пусть отдохнёт, пока перебывает в лучшем мире Хоть глаза его были сухи Но даже дедушка плакал Вот что я подумала Перевод Кассандра Роли озвучила Шина Специально для проекта Anida.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok